Девушки отдыхают 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 Зачем? Цирк какой-то. Я не понимаю. Цирк не цирк, а у нас тут девушки пропадают. Надюша запретила всем в юбках ходить, чтоб внимания не привлекать. А кто такая Надюша? Надюша? Вот. Мам, взгляни. Отрожки прислали. Пора разобраться с отрожками. Упустила. Я бы, мам, давно разобрался. Да как тут разберешься? Из дому носа не высунуть. А ты сиди, не усовывайся. А бумажку-то оставь, прокурору покажу. Так это ты прокурора пригласила, мам. Что ж ты мне не сказал? Я бы его встретил, охоту бы организовал, как полагается. А ты думаешь, мать у тебя дура, да? А Трошкинские проклюнутся, а прокурор тут. Вот пусть сам и посмотрит. По Лазареву что? Пашет фермер. В Краснодар ездил, луговину свою оформляли. Угу. Пашет. Пусть пашет. Для нас пашет. Пусть и засеет еще. Она, эта луговина, так ладненько к нашему коровнику выходит. Ну, чего уперся, чего не уступить? Я ему говорю, Мишенька, я тебе полтора таких надела, через палату выбью. Давай дружить. Нет, воры, грабители. А дальше матом. Как матом? Мам, может я Генку к нему отправлю? Он с ним быстренько договорится. Не-не-не, рано. Пусть настоится, забродит, как молодое вино. Как скажешь. Так, потихоньку прессуй. Ну, здорова. Здорова. Как жизнь молодая? Нормально. А что дома не ночевал? В Краснодар клиентов возил, потом на вокзале ночевал. А что? А ничего. Звонить надо, мама волнуется. Выйди, поговорить надо. Из Краснодара шёл, джип темно-зелёный не видел? Вчера? Вчера, да, по-моему, на питомник ездил. Она возле перелезка стояла. Короче, тема такая, от Рошкина разборки едут. Так что машину наприковал, сам домой и залёк. Понял? Понял. Понял? Да понял, понял. Давай. Смотри, Захаров на выборы пошёл. Ух ты. Будущий Лощинке в крепких руках. Это у него крепкие руки. С воровского общака поднялся. Ты на морду лица посмотри. Убери, видеть не хочу. А что пишут? Ну, ясно что. Что побьёт нас на выборах. Что Станица за него проголосует. Не говоря уже о трошках. Так он на нас о трошке и науськивает. Ладно, разгребём. Захаров не проблема, сына. Купим и продадим. Мне сейчас другой волнует. Аппаратура на новый коровник пришла. Они её даже подключить не могут. Людей нет. Коля, с кем работать? Ой, господи. Ой, господи. Ой, господи. Друзья твои? Брат Гена со своими. Они у Найдюши работают. А я вот в армию осенью уйду, чтобы не видеть всего этого родства. В смысле? А ты что в интернате забыла? А у меня там дочка. Я приехала проведать её. А как фамилия? Света Горобец. Фотка есть? Конечно. Показать? Фотка есть? Год назад. Чё, знаешь её? Показалось. Спасибо. Спасибо вам. Если обратно в Кирилловку, могу подождать. Я надолго, на недельку. Если дочка разрешит, конечно. Ну-ну. Спасибо. Здрасте. 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 Клара Борисовна. А я вам писала. А вы мне не отвечали. Дочка моя у вас учится на доярку. Ну, после развода с мужем. Так получилось. Угу. Поздравляю. И чего приехала? Ребёнку нервы трепать. Просто мы перезванивались. Можно я зайду? Всё время. А последний звонок от неё какой-то странный был. Ну, там, правда, у меня, конечно, телефон разрядился. Ну, в общем, вот, приехала. Навестить. Может, чё надо? Соскучилась, глянула и поехала домой. А нам расхлёбывать. А они потом в петлю истерики закатывают. Да нет, ну что, какие истерики? Нет, нет. Света у меня очень выдержанная девочка. Хорошая. Эх, мамы, мамы, глаза б мои на вас не глядели. У нас училище лучшее в области. Знаю. У нас микроклимат. Девочки должны привыкнуть к труду. Должны привыкнуть жить без родителей. Разведутся, побросают детей, ездят. Нет, я своего ребёнка не бросала. Я, у нас просто, ну, там, временные трудности. А Света сама захотела учиться у вас на доерке. Девочка самостоятельная, с характером. Тут все с характером. Фамилия будущей доярки. Светлана Горобец. Присаживайтесь. Спасибо. А я могу тут помочь. Могу пожить у вас. Я работ не боюсь. Когда в последний раз разговаривала с дочерью? Две недели уже, как? Так. И о чём говорили? Да я же говорю, у меня телефон разрядился. Мы не успели поговорить. Я на рынке стояла, торговала. А она в это время позвонила и что-то прокричала. Я не успела даже, я не разобрала толком. Мне как раз в этот момент батарейка села. Будь она неладна. Ой, воды дай. Клара Борисовна. Что-то сердце ждёт. Мне бы со Светой увидеться. Сбежала Светка твоя. Подождите. Подвела нас. Как сбежала? А вот так. Вот утром на поверке была, а в обед нет её. Уже две недели, как нет. Ну, она меня ждала, я ей гостинцев привезла. Я ей плейер купила, который она просила. Что за ерунда-то? И не одна сбежала, а с подружкой своей, с Абдулаевой. К Абдулаевой отец приехал такой же, с временными трудностями. А отец уехал, и они утром, ищи ветра в поле. Намучились мы с ней. И на коровнике не работала. Отказывалась. И Абдулаева, глядя на неё тоже. Да быть такого не может. Она со мной в коровнике с пяти лет. Она в десять сама телёнка принимала. Животные обожают. Не знаю, что уж она там делала в десять лет. А только у нас здесь со всеми педагогами перессорилась. Ужасно себя вела. Сядет в угол, забьётся и курица. Да вы что? Света не курит. У неё астма. Клара Борисовна, вы меня простите ради бога, но может вы о какой-то другой девочке говорите всё время? Да ваша Светка курит, пьёт и всё, что угодно парням за деньги делает. Хватит! Где моя дочь? Степанна! Степанна! Вот мать Светланы Горобец. Здравствуйте. Ага. Здрасте. Расскажи о её поведении. Всё расскажи. Всю правду. Да она на меня с ножом кидалась. Ночью. Это просто чудо, что я живая осталась. Данижа Бзулаева и нянечку пытались в толчке утопить. А она потом заявление в милицию написала. Это вам кто угодно подтвердит. Да. Вика, иди сюда. Давай расскажи. Про Горобец и Абдулаеву. Что они здесь вытворяли? Расскажи, расскажи. Да. Сложные девочки. Постоянно водка в тумбочке. А Абдулаева тут нажралась. И давай орать. Подожгу тут всё, сучки конченые. Абдулаева, это и ваша Горобец. Не смей так говорить, а мои дочери, понятно? Я в милицию пойду. Я в Рано пойду. Я вам тут такое устрою. Да подожди, подожди, милочка. Мы что, по-твоему, груши тут околачиваем, что ли? Сейчас, сейчас я тебя соединю с начальником милиции. Вот и прекрасно. Сейчас, подожди, подожди минутку. Вот и поговорим сейчас. Киреев, алло, Киреев, это Клара. Владимир Николаевич, сейчас я тебя соединю с одной психопаткой. Успокой ее. Это насчет сбежавшей Горобец Светланы. Говори. Алло, здравствуйте. Свободная, свободная. Я мама Светланы Горобец. Я сегодня приезжаю и узнаю, что моя дочь пропала, а мне ничего не сообщили. Чего хочу? Я хочу знать. Вы мою дочь ищите? Горобец. Еду. Выясним, как это получилось. Что отличница, красавица, курить тут у вас начала, пить и мочить вас в сортирах. Слушаю вас. Тимофеев, Козлина, это как же получается, что у тебя посторонние на территории? А? Так я аж. Ну что, обратно в Кирилловскую? Почему в Кирилловскую? Да так. Просто я подумал, что вы здесь долго не пробудете. Чё-то знаешь, да? А ну-ка, на. Давай за руль. По дороге расскажешь. Куда ехать? В милицию. А потом в отдел народного образования. Где он у вас тут? Что ты знаешь про мою дочь? Говори. Уехали. Ну, говори, говори. До ночи я их возил. Вижу, две девчонки у обочины стоят. Подвези, подвези. Я и подвез. Когда это было? Ну, недели две назад. Я хорошо их запомнил. Одна симпатичная такая, ноги длинные. Вторая маленькая. Плакала все время. А о чем они говорили? Куда ехать-то хотели? А? Ну, они что-то говорили или нет? Я не понимаю. Да ни о чем они не говорили. Только потом с утра брат сказал, что девчонки пропали. А он откуда узнал? Он у меня тут все знает. Он центровой в лощинке. Так, тормози. Сейчас прошу его. Ну, тормози, тормози. Глянь, что это? Что ты делаешь-то? Что ты делаешь-то? Я не могу понять. Да ничего. Брат у меня психованный. Сначала ему влетит, потом он меня отметелит. Давайте уже домой вам пора. В эту Кирилловскую. Хотите, я вас бесплатно отвезу, а? А еще лучше вот сейчас на трассе высажу, попутку поймаете. Они у меня потом все равно спросят, куда я вас отвез. Так, едем в милицию, потом в РАНО. Слушайте, я сказал, я не поеду ни в какую милицию. Поедешь. Чего непонятного? Ты поспорь еще со мной. Давай, рули. Приехали. Вот милиция, с той стороны ваше РАНО. Вещи свои забирайте. Мне ехать надо. Пойдем со мной, пожалуйста. Да никуда я не пойду. Ну, пойдем, пойдем, ты мне нужен. Я без тебя не справлюсь. Пойдем. А то уедешь с моими вещами. Давай, входи. Здрасте. А где кабинет начальника милиции? А я вам ничего помочь не могу. Нет. Вот начальник милиции мне нужен. Он на втором этаже. А вы записывались? Нет, но мне он нужен. Подождите. Мне нужен он. Нет, вы понимаете, я не мой сосед. Я вас прошу, присядьте, пожалуйста. Киреев, что случилось? Откуда я знаю? У меня все нормально. Минуту. А вот, товарищ подполковник, тут к вам женщина с ребенком. Чего надо? Какая женщина? Вы кто? Я из интерната. Да только что с ним разговаривала? Говорит, из интерната. Ой, эту давай, пропусти. Так точно. Проходите. Куда? Пошли, пошли. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Гражданка Горобец, Марина Николаевна. Да. Русская, разведена. Прошу вас, проходите, садитесь. Все про меня знаете уже? Интернат Станицы Лощинска подал заявление по факту пропажи воспитанницы Светланы, Светланы Федоровны Горобец. Заведено дело УК РФ по статье «Бродяжничество». Вы мать девочки и отец Федор Петрович Горобец. А поместили ее в интернат Станицы Лощинска. Так? Да, поместили. Мы поместили. Отец девочки, Федор Петрович Горобец, проживает в Станице Кирилловская. Да? По адресу Космонавтов 4 в частном доме. Да. Так? Вы проживаете в общежитии животноводческого комплекса «Луч» по адресу Коминтерна 6. Да, так получилось, но мы развелись и... Потому что он привел в дом другую женщину. Так? Ну, не совсем так. Это женщина-соседка. А вообще, поздравляю. Спасибо. Про меня вы все знаете. Откуда? Потому что мы ищем вашу дочь. Мы ездим, выясняем, опрашиваем. Нами были посланы запросы места возможного появления вашей дочери. Вот пришли ответы из места КВД. Розыск произведен на Светлана Горобец не обнаружено. Розыск произведен не обнаружено. Ну, а почему мне-то ничего не сказали? Почему я-то... Я только сейчас об этом узнаю. Да потому что вот такая вы мать. Потому что ни разу наши сотрудники не могли заставить вас по месту регистрации в общежитии. Я была на заработках в Ростове. Марина Николаевна, я тоже отец, и я вас понимаю. Вот мы делаем все возможное, чтобы найти вашу дочь и ее подругу Авдулаеву Алию Маратовну. Его спрашивали. Вот он говорит, что увидел тот день девочек и отвозил их даже на вокзал. Марина Николаевна, мы опросили одиннадцать свидетелей, видевших девочек в день исчезновения. Понимаете, вот Лощук там, Наталья Буфетчица, вот Варданян, Артем, таксист, вот Сварыгин, Алексей, пассажир, а в том числе и Киреев Антон, который привез их к вокзалу. Понимаете? А брата его старшего спрашивали? Но он говорит, что брат его что-то знает. Антоша, ну что там знает твой брат, говори. Ничего он не знает, дядя Вов. Я ей то же самое сказал, то она что-то напутала. Я напутала? Ты мне что вообще сказал? Марина Николаевна, надо спрашивать его старшего брата, понимаете? Не надо спрашивать старшего брата, надо смотреть показания. Вот показания Артема Варданяна. Вот этот, Киреев, действительно привез их к вокзалу. Они пробыли там час, потом сели в машину к Варданяну и поехали кататься по станице. Потом они попросили Варданяна высадить их на трассе. И все, вот они как сквозь землю провалились. И все опрошены, розыск произведен, дело не закрыто. Марина Николаевна, вы спрашиваете меня. Кто такая Надюша? Он сказал, что она главная тут. Антон, кто такая Надюша? Сказала, говори, бе. Может, ты имел в виду Надежду Алексеевну Волкову? Кто такая Надежда Алексеевна Волкова? Это моя двородная сестра. Успешный бизнесвумен. Она здесь все у нас на ноги подняла. Станица задышала. Хоть стали люди жить по-человечески. Ну, что ж ты, Антон, а? Ведь женщина к нам в гости приехала, а ты ей голову морочишь. А? Смотрите на него. Какой? Профукал институт. В армию собрался. Иди. Что тут бомбишь у меня без лицензии? Хватит шляться по станице. Давай, Антон, иди домой. Иди, не сворачивай. А вещи ее? Иди. Вещи ее внизу оставь. Все. Племянник мой. Отличный пацан. Вы тут все родственники? Да, конечно. Станице-то 200 лет. Было, когда перемешаться. Вы где остановились? Ну, пока нигде. Хотите, похлопачу насчет гостиницы? Пожалуйста, если можете. Вы у нас долго пробыть собираетесь. Ну, я уезжать не собираюсь. Надо искать. Искать, искать, и искать. Искать-то надо было раньше. А теперь вот. Вот чего. Это, конечно, непроверенные сведения. Говорят, что видели, и, дескать, их на трассе катаются с дальнобойщиками. За деньги. Вы о моей дочери говорите? Какие деньги? Какие дальнобойщики? Какая трасса? Эх, Марина Николаевна, Марина Николаевна. Я вот уже мечтал космонавтом в детстве. А теперь вот проституток ловлю малолетних, из интерната сбежавших. гостиница там, метров 300. Спасибо. Надюш, привет. Тут мамаша одна приехала из Кирилловской. В общем, мамаша эта упертая. Дальше некуда. Собирается у нас здесь дочку свою разыскивать. Ты Николаю передай. Он просил сообщать ему, если что такое. А, по Отрошкам информация вот такая. Ага. Значит, Отрошкинские сегодня приедут. А, и куда едут? Стрелка в парке у стекляшки. Могу тормознуть. Зачем? И сразу дела на них. Понимаешь, да? Надюш, твоя просьба для меня приказ. Давай, все. Пока, удачи. Ой, Господи. что это, Николай-то выпивать стал, что ли? Нет. Что это нет-то? У меня два раза с бокалом видела его. Да нет, мам. Владик, ну как ты едешь? Ну, как я еду? Мамочка моя, ну, прямо еду. С водителем 15 минут, с тобой же колбасимся полчаса. Подвеска-то. А водителю наплевать. Мам, ты сама хотела, чтобы пап ввел машину? Да, 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 да. Пара не моя. Давай, мам. Это что? Мам, я... Молчи. Здорово, мужики. Почему срываем срок сдачи? Уже техника из Германии пришла. Что делать будем? Кто не хочет работать, шаг вперед. И сейчас свободен. Есть такие? Нет? Тогда через месяц объект под ключ. Плачу всем в два раза больше. Сделаем? Сделаем. Ну? Да, сделаем. Мам, ну ты что? Ну, зачем этим в два раза? Сережа, эти они тоже люди. У них семьи где-то дети, и они тоже есть хотят. Они сюда копейку зашибать приехали. А из-под палки они тебя такого настроят, что через год все развалится. Владик, где? Владик! Че ты поперся туда? Садись, ехать пора. Не поеду. Езжайте. Тогда иди двенадцать километров пешком. Мам, ну ты что, мам? Езжайте, Надюш, езжайте. Я дойду, дойду. Черт с тобой, паразит. Еще нервы мотать не будет. Комедиант хренов. Пап, ну давай поехать. Пап, ну куда ты? Да найдем мы тебе твою тетрадку. Ну че, Клара, чего? Того. Чего того? Там ведь не только адреса. Угу. Там мои пометки на полях. Телефоны. Угу. И, между прочим, тебя это не меньше моего касается. Ты у нас тоже не ангел. Угу. Тоже отметился. Когда это? Когда? Да ладно, она вон еще за угол не успела зайти. Сейчас один звонок и все решил. А Надюшка узнает. Ты прикинь, что начнется. А почему она должна узнать? А даже если узнает. И что? А у них там рыльца у всех в пушку. У нее не в пушку. Она святая. Угу. Вон, миллионы. На церковь отвалила. Фу. Фу. Может еще? Давай. Ничего себе. Это шо ж, все сбежали? Здравствуйте. А можно Марата Хакимовича? Простите, а с кем я разговариваю? А я Марина Горобец. Наши дочки вместе живут в интернате. Вы знаете, я сегодня приехала в Лощинскую. А моя дочь Света, она пропала, понимаете? И вот я, я хотела узнать. Вы знаете, что ваша аллея тоже пропала? А давно пропал ваш муж? Алло. 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 Что ж такое-то? Здрасте. Девушка, можно от вас позвонить? Ой, а это как им пользоваться-то? Мелочь или нет? Да не работает ничего уже давным-давно. А что делать? А у меня телефон разрядился. Может где-нибудь у вас вот... Такой же, как у меня. Давайте, у меня зарядка есть. Спасибо огромное. Говорите. Только быстро, у меня через пять минут обед. Слушайте, занято. А можно пока отксирить мне тетрадочку? Тут немного, быстро. Можно? Можно. Спасибо. Страница два рубля. Ага. Люк, ну это опять я. Ну что, все-таки не звонила? Слушай, отдай мне рабочей Рябаконе. Я звонила на мобильную, у него все время занято. Люк, откуда у меня служебный-то? Он же твой муж, не мой. Люк, ну, я не могу долго. Девушка, а можно у вас бумажку попросить? Пожалуйста. А какую-нибудь бумажку? Бланк там, возьмите. Люк, говори. Люк, я перезвоню. Спасибо. Ух, восемь страниц, шестнадцать рублей. А? Спасибо. А можно мне в туалет у вас сходить, девушка? На улице, в парке напротив. Прямо не ошибетесь. Ой, нет. Помогите мне, пожалуйста. Спрячьте меня. Это они меня ищут. Понятно. Сюда иди. За посылки спрячься направо. Спасибо вам огромное. Здорово. Ну-ка, глянь там. Куда? Куда? В конец оборзел? Чего орешь? Куда ты прешь? Стой, туда нельзя. Рот закрой. Куда ты пошел? Нельзя туда? Я тебе пишу, я только глянь. Да и не боись, не тронем. Здесь тетка такая смазливая не заходила. У меня если за день две бабки за пенсии придут, праздник. Нет. А ты чё, нервная такая? Глаза прячешь. Ягин, нормальная. Это ты загурел? Мимолетаешь. При делах, да. Да, при делах. А чё, завидуешь? Я? Да, ваша аллея на кладбище. Вон какая большая. И тебе место найдется. Заткнись, дура. Совсем страх потеряла. Куда ты прешь? Сюда нельзя. Наскучилась? Строптивая моя. Руки убери. Не твоя. Мирдос. А? Слушай, ну там пусто. Ну ладно, погнали. Вечером зайду к закрытию. Ну зайди. Я тоже приду. Пошел. Все, погнали. Твари. Жизни от них нет. Выходи. Девушка, милая, а можно я вещь оставлю у вас? Ненадолго. Нельзя. Я слышала, о чем ты по телефону говорила. Ноги в руки и рви отсюда. Да нет, ну я... Вы поймите, у меня дочка пропала. Я же не могу вот так все бросить и уехать. Я должна ее найти. Вы поймите меня, пожалуйста. На. Да нет ее. В живых. Понимаешь? Что вы такое говорите? Домой езжай. И никому слышишь, что тут была. Они уроды, понимаешь? Им грохнуть, как воды попить. Я нормально. Домой езжай. Пополосу. 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 Здорово. Здорово. Здорово, мужики. Как сами-то? Да, пройди с собой. Здорово. Ну что, Челкина вы есть? Тачки выбираю со смены фермерить. Со смены что ли? Да у меня такие покоровники полны. Воняет же. В гостинице халявный шампунь можешь отмыть. Да не для меня это. Прокурор к Надюшке прикатил из Краснодара на охоту. Ну, здорово, скотница. Привет. Привет. В каком классе учимся? В десятом. В маце. Лет шестнадцать. Паспорта есть? Есть. В интернате паспорта. Директриса с собой нам не дает. Говорит, сбежим. Правильно дело. Ну, пойди сюда. Папиков любишь? Конечно. Да? Да, мой профиль. Ну, запрыгиваем. Привет. Прокатиться хочешь? А то. Короче, завтра на базе Николай Владиславович ходит. Так что в одиннадцать надо всем выйти. А чё там? А трошки предъявы выставили. Так что выездь недолго и по дому. Понял. Погнали. Поведаемся. Поведение. Ты что, она сбежала? Слушай, я не понял ничего. Ты что, Светку из интерната забрала? Куда ж я её заберу-то, Феденька? Ты ж там в нашем доме с продавщицами живёшь. Послушай меня. Ты слышишь меня? Она тебе звонила? Ну, звонила, ну. Разговор ни уму, ни сердцу. Два раза трубку бросала. Всё! Нет, не всё. Послушай меня внимательно. Когда она тебе звонила? А я помню, я в рейсе был. Чё ещё? Да ничего. Она мне тоже звонила. А я как раз на рынке стояла. У меня телефон разрядился, понимаешь? А потом я ей звоню, звоню, а она не отвечает. Телесмотрит она. Стой! 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 Кирилловская! Да, с сумками. Деньги есть? Есть, конечно. Подожди, подожди. Погашник положим. Подожди. Сегодня в районе парка слава героям были хладнокровно расстреляны из автоматического оружия. Двое ни в чем не повинных ребят. Виктор… Извините, не могу говорить. Задавайте вопросы. Только представляйтесь, пожалуйста. Корреспондент газеты «Кубанский маяк» Семина Юлия. За последние полгода это уже третий случай. Вопрос, товарищ подполковник, у меня к вам. Скажите, какие принимаются меры для обуздания преступности? Страшно выходить из дома. По улицам в открытую разъезжают люди с оружием в руках. Но мы же понимаем, что близость к Кавказу постоянные спецоперации, в сопредельных регионах накладывают определенный отпечаток на обстановку в нашем районе. Постоянно, в самом серьезном режиме, отслеживаем, пресекаем незаконный оборот оружия. Но стволы ведь как продавали, так и продают. Тут надо навалиться всем миром. Понимаете? Ну вот, и представитель власти, прокурор из Краснодара, случайно. Помогайте нам, погибает станица. Слушай, это я тебя сегодня на автостанции видел, в красном платье. Да. Так ты не местная. У меня что, на лбу написано, что я не местная? Вот написано, у нас такие красавицы, в платьях по городу не ходят, запрещено. Почему? Да потому, что беспредел, могут вот так вот остановить, машину засунут и в лес увезут. Всю станицу Даню обложили, сосуд по полной, суки. Бары, рестораны, и нас туда же. Жуть какая-то. А кто ж вас всем этим заправляет? Ну, сейчас покажу. Вон, полюбуйся, в ружье висит. И два сынка упыря рядом с ней, и все под ними, и менты, и прокуроры, и суд, все. У нас мясокомбинат в Отрошках, соседний район, так нам приходится рабочих возить под охраной. Наш агрохолдинг нанял вооруженный чоп, автобус едет, впереди люди с оружием, сзади люди с оружием. Это у нас, в конце концов, что? Получается, Чикаго тридцатых годов? Станицу разделили пополам. Все оружие скупают. И мы в Отрошках тоже вооружаемся. А что делать? Я частник. Везде бабки тянут, подонки. Они даже так в лесу найдут. Беспредел у нас здесь полнейший. Вон она! Так, давай, давай, давай! Послушайте, давайте быстрее, а? Ну я вас очень прошу! Кто это? Откуда я знаю? Бандиты какие-то! Это же волковские! Они нас всех порубают! Свернули они, смотри! А преступников задержали? Или опять ищем? Я думаю, ирония здесь неуместна. В Отрошке отправлены усилия на опергруппа. По нашим сведениям, преступники находятся там. Возьмем их. Это вопрос времени. А скажите, пожалуйста, как на этот факт реагирует областная прокуратура? Почему не реагирует Краснодар? Реагирует. Я здесь, можно сказать, случайно. Случайно, я вон охота собрался. Сдернули с номера. Привезли. Так вот, обещаю. Реагирует. Официально заявляю. Будет реакция. Будет, будет. Прокуратура края обещает взять это под личный контроль. Все. Все, да. Давай закругляться. Да. Вон он. На выезде давай мы прихватим. Ну, подруга моя, попали мы. Пресс-конференция окончена. Всем большое спасибо. Спасибо. Ужинать с нами. Ну, иди-ка сюда. Сюда, быстро. У тебя распечатка с собой? Да, по отрожкам, да. Ага. Случайно захватил. Молодец. Пожалуйста. Ну, слушаю. Да, нашли тетрадь. Какая? Синяя. Да, синяя такая. Да, все, у меня. Везите ко мне. Везите ко мне. Понял. Да. Нашлась твоя потеря. Ой, спасибо, Бобочка, дорогой. С тебя, Могорыч. Будет. Ой, услышал Господь моей молитвы. Ой. 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 Давай, давай, давай. Давай, давай. Небудь к вам! Небудь к вам шину! Сверхой! Прикалываются. Не надо! На! Не уйдет! Деркумент, школ! Не бой! Собирайся, да? На! Огумент. Пусть теперь доедет до своего Краснодара, вышли в топор-группу, ты не лезь. Да понял я все. Надюш, ты не беспокойся. Жалко ребятам. А себя не жалко? Семью свою. И себя жалко, Надюш. И семью жалко. Сопли утри, подполковник. Лучше малой кровью обойтись, чем станицу потерять. Я так маракую. Вот, Надюш, ты умная. Вот я иногда смотрю на тебя, как ты рулишь, и думаю, как это у меня получается. Рос-рос, все порешала. А ты ведь нигде толком и не училась ведь, да? Меня зона жизни научила. В двадцать пять вышла, сказала себе, рожать буду, жить буду, как Господь велел. А он как велел, Надюш. Ну, шмелись. Ровно стой, ровно стой, сказал. Черт. Да. Ну, где вы там? Сколько ждать-то вас, а? С бабой сейчас с этой разберемся и приедем. Какая еще баба? Ну, это, из Кирилловки. Которая у Борисовны тетрадку сторла. Таярка? Ну, да. Ну, предупредили и хватит с нее. Билет в зубы и пусть Катя в свою Кирилловку. Я не понял. Отпускаем или что? Что там? Да не бери в голову, Надюш. Там предупредили тут одну. Ну, давай толком. Что, где, когда… Гендуаз. Тропку не клади. Хорошо. Приехала к нам одна из Кирилловской. Дочку разыскивает. А там заведующая фермы была. Ферму закрыли, она на заработки подалась. А дочку сюда, в интернат сбагрила. Заведующий? Пусть сюда везут. На кой она сейчас сдалась, Надюша? Сон мне был. Она это… В смысле? Надежда Алексеевна говорит, везите ее сюда. Надюш, вон привезли. Здравствуй, дорогая. Здрасте. Смотри, утром приехала, вечером уже у меня. Везучая. Заведующей была? Ферма большая? Двести голов. Хочешь со мной работать? Напугалась. Ты прости, их не ведают, что творят. Ведают. Ишь ты. Характер есть. Это хорошо. Соглашайся. Расширяюсь я. ДРК мало не хватает. У меня есть выбор. Ко мне люди годами приблизиться не могут. А ты вот она, рядом. Какую аппаратуру знаешь по дойке? Всю знаю. Какую не знаю, освоить могу. А чё к нам приехала? Дочка пропала. И дочку найти помогу. Сама мать. Знаю, как детки даются. Помогите, пожалуйста. Сама двух остолопов воспитываю. О! Привет, мам. Когда поедем? Сейчас, подожди. Здорово, дядя Вон. Здорово, принято. Дай жюточку. Рюмочку выпьешь? Рюмочку выпьешь? Здесь сним ironically обманập. С Dame девочка мой. divided-данная youг交 bone, Дай! Папин bowspal. Идительно, Flосворь-пай, Хорошего... Какого coisa? Ритмочку выпьешь? На земли Fran defined. Кzdнibly не на это, вла 상태 иinos с шистелна, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Да! А вы знаете, что с ней было? А что с ней было? Её и снасиловали! Сначала Абдулаева, а потом Светку они сбежали! Эй, Цыпочка, Цыпочка! Девочки! Проходите, девочки! Тише! Тише говори! Кто насиловал? Да я тебе и сказала! Ты что, слепая? Это лагерь, тюрьма! А мы тут работаем за бесплатно! А ты, значит, собираешься нас профессией обучить? Тише, тише, тише! Она тут одна профессия нужна! Как вы так делаете? Тише! Вы что, не видите, что здесь все уроды кончены? Неужели не понятно? Тише, тише говори! Иди, девочки! Учиться надо! Обязательно надо! Когда вы закончите училище, будете получать нормальные деньги! Потому что доярка — это большая профессия! Да пошла ты! Ты смыкаешься перед ними, да? Быдло! Они тут такое творят! Я с тобой то же самое сделаю! Поняла? Нюрочка, тише! Умоляю тебя! Тише! Пойдемте, девочки, пойдемте! Это аппарат! Включайте вот эту кнопочку! Всем видно кнопочку? Берете коллекцию на правую руку, переворачиваете вот так вот! Здесь пробочка! Ее вверх нужно нажать, чтобы вышел воздух! Подключаете коллектор, нажимаете вот эту кнопочку, видите, с плюсиком! И все молоко пошло по молочной линии в молокоприемник! Все очень просто! Кто попробует? Нюра, давай ты! Чего ты прицепилась ко мне? Нюр, ну ты давай попробуй! Это на самом деле действительно просто! Вы все сможете, это не страшно! И все получится! С первого раза все получится! Берешь коллектор! Ты помнишь, да? Ручка, кран! Включаешь ручку! Что там еще? Кран! Без меня не можете разобраться! Переворачиваешь коллектор! Пошли! Что? Что? Да отвали! Куда ты меня? Пойдем, пойдем! Отпусти! Говори, где? Что говорить? Все про мою дочь! Как это было? Что произошло? Кто? Откуда я знаю? Они вообще с Абдулой в другой группе были! Что случилось со сменой? Говори! Умоляю тебя! Что случилось? Настя, девчонки! А теперь ты говори при всех! Что тебе надо, крыса? Девочки! Ну ты сказала, ее изнасиловали! Кто мне? Надо знать! Ага! Девки, вы поняли? Да ты стукачка! Тебя Клара задавила! Что ты несешь? Да ты тряп! Ой, девки! Что творим? Ну-ка, сбежай скорой отсюда! Что здесь происходит? Все в порядке. Не надо никому ничего докладывать. Я виновата. Иди-ка, собери их! Век, учеба идет? Все хорошо. Проблемы есть? Нет. Понятно. Ну иди в автобус. Пойдемте, девочки! Одна! Надо же девочек сначала... Иди, я сказал. Третий раз повторять не буду. Эту. Вот эту? Не-не-не, давай ее. Точно? Давай-давай. Ну, пошли. Слушай, болтливая, тут заработать хочешь? Не хочу. В кабаке нужные люди из Краснодара сидят. Хорошо заплатят? Давай. До завтра, крыс. Тоже хочешь? Расскажешь нам, как соскам аппаратуру включать. Ладно, все в автобусе. Давайте курочки живее. Давай-давай-давай-давай. Живее курочки. Сидись. Все улыбаемся. Ладно. Светочка, прости меня. Как же я могла? Прости меня, родная моя, прости меня. Где же ты? Марина, это я. Мариночка. Ну, хватит лежать, вторые сутки лежишь. Ну, пойдем, поесть надо. Не хочется. Ну, не хочется. Надо. Завтра на работу. Там Гришка на стол накрывает. Мы детей спать уложили. Как жить-то дальше? Ради чего? Смотри, что у магазина висело. Раз ищут, может, не все потеряно. Светочка, Светочка, доченька. Как же вы тут живете? Жень, ну ведь уроды одни. Да. Как-то пьяные особенно. Господи, как вы это терпите? А что нам остается? В округе работы нет. Понимаешь, волчиха платит нам хорошо. Работаем по профессии. Ну, квартиру нам обещали. Мы уже три года здесь. Девчонки, все готово. Гриш, ты про таксиста того что-нибудь узнал? Как он, жив? Да слышал, вроде бы жив. Зовут Андрей Граванников. Адрес Никонова, 16. Это в Отрошках, за мостом. Слава Богу, что живой. Думала, пинали они его так, что, думала, убьют. Слава Богу. Марин, может не надо, а? Да не, ребят, не обсуждается. Я только, я не сейчас пойду, а когда с ним нет пойду. Жень, у меня к тебе просьба будет только единственная. Ты можешь поспать здесь, а? Чтобы этот, когда придет, постучит. А ты скажи, что я сплю. Ну, чтобы он голос твой услышал. Да, конечно, мне не сложно. Только слушай, но испытательный срок не пройдешь, контракт тебе не продлят. Жень, да плевала я на этот контракт. Мне дочку найти надо. Слушай, а мне тут Брышко говорил, что Надюшкин Сережка тобой интересовался. А, да. Мы тут ездили в поля, ну там, под стенокос размечали. Он всю дорогу про тебя расспрашивал. Зачем? Подумай, может он тебе чем поможет. Слушай, у него там в семье не все ладно. Жена эта его выскочила за деньги. Ребенка ему быстренько забабахала, а в глазах по доллару. Несчастный. Марина, он правда не такой, как все эти. Языки знает. Нам по аппаратуре все перевел с немецкого. Ребят, мне дочку найти надо. Найду, сразу уеду. Подальше от этих мест. Что брожить и не видеть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ 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 МУЗЫКА Продолжение следует... Внимание! В вашу сторону уйдет женщина. Вижу. Свидетелей нам только не хватало. Ждем. Кто там? Я Караванникова. Андрей ищу. Здрасте. Здрасте. Он в больнице. Понятно. Вы знаете, это он меня вез, когда на нас напали. Я в машине, кажется, кольцо потеряла. Можно я поищу? Что там искать-то? Вон, всю машину раскурочили. Я поищу. А в какой он больнице? А ты что, хочешь передачу отнести? Хочу. Хочешь? Тогда подожди. Сейчас. Вот. Баночку компота отнеси. Он любит Вишневый компот. Хорошо, обязательно. В какой он больнице? Ты же не колечко ищешь. Не колечко. Почему колечко? Зачем обманываешь? Ну, все. Испортили нам всю жизнь. Разбойничаете. Всю станицу вертя превратили. Внимание. Причинаем захват. Первый, второй. Работает по дому. Третий, четвертый. Работает по периметру участка. Так точно. Поехали. Христа, на вас нет. Бабушка, ну я-то тут причинаю. Вы мне скажите, какая больница? Я отнесу. Вон там, за переездом. Возле кладбища. Я поняла. От Егоровны скажи. Обязательно. От Егоровны скажи. Я там в сорок лет санитаркой отработала. Хорошо. Я передам. Это третий, последний. Стой! Стрелять буду! Стой! Спасибо! Твор боюсь! Стой! Стой! Стрелять буду! Будь забора! Пошли! Пошли! Пошли, пошли! Вперед! Засараем! Уходим! Один есть! Быстрее! Быстрее! Работаем! Быстро! Сбежать! Сбежать, я сказал! Пошла! Пошла! Докладываю. Четверых взяли. Один сбежал. Есть труп. Я понял, что решили. Тут целый арсенал взяли. Гладкоствольное, нарезное, гранаты. И все. Тут женщина еще. А откуда? Не знаю. Валерий Иванович, кутум сам ловил, сам вялил специально для вас. Да ладно, Володя, не надо. Чего не надо? Надо. Вы попробуйте. Вы знаете, что рыбу вялить у нас умеет один казак. И этот казак я. Дальше генерал, докладываю. При проведении операции антитеррора оказано вооруженное сопротивление. Четверых взяли. Один сбежал. Один убит при попытке к жертву. Отставить. Так, труп родственникам до приезда краснодарских следователей не выдавать. Понял? Так точно. С бабой-то что делать? Взяли возле точки. Мария Николаевна, здрасте. Здрасте. А вы здесь какими судьбами? Так вы знакомы? Ну ладно, разбирайся со своей свидетельницей сам. Я поехал еще до Краснодара пилить. Товарищ генерал. Да. А рыбку? Давай. Ну-ка, быстро. Есть. Так я покатил. Мне еще до Краснодара пилить разберешься. Орлы, за мной. Всех благ. Есть. Здравствуй, свидетельница. Вот Надюша-то удивится, когда узнает, кого в ватрошках задержали. Ну, пойдем. Пойдемте. Я вас с волчатами познакомлю. Давай. По три. Давай по старшинству. Поехали. Давай. Раз. Раз. Два. Два. Три. Три. А кого я вам привел, а? Проходи, не стесняйся. У нас тут все по-семейному. Вот, кстати, тоже мои племянники. Вот какую ватрошках задержали. День Вов, у тебя еще коньяк есть? Есть. Можете я на пару минут? Ну, здрасте. День Вов, я сейчас ее забираю, а ты никому ничего не говоришь. Сереж, ты не понял. Ее в Краснодарский ОМОН взял. У дома Грачева. На. Держи. Да чего на? Матери тоже не говоришь. А с коль я сам разберусь? Не местная? Угадали. А легко было угадать. Знаешь почему? Я всех симпатичных баб в районе знаю. Выпьешь? Спасибо, я не пью. Белое золото? Да. Ну, не могу я, Сереж. Ну, ты понимаешь, что она в них протоколе? Они ее искать будут. Ну, хорошо. Можешь сказать, что она на тебя работает. Ну, вот упал ты мне на год еще. Дорогая, короче, мне пора. Погоди, ты куда девушку уволишь, а? Людке скажет, что весь, всю ночь сидели здесь. Коля, ты понял? Всю ночь. Ну, че вы, делай. Один ноты горишь. Ребята, как дети. Это ж документы. Документы. Вот. Дядя Володя. Че? Кто это? Любовница твоего Сереги. Погоди. Я всех его любовниц знаю наперечет. Коль, между нами. Она на меня работает. Наводчица в отрошках. Насливать ее нельзя. Даже Надюша, чтоб не знала. Дядя Володя, ты какой-то супермен. Наливай. Налита. Да. Играть будешь? Буду. Зачем мы сюда приехали? Поесть. Ты же голодная. Ничего, что я на «ты». На моих глазах только что мальчика убили. Мальчика? Этот мальчик — убийца. Он угрожал матери. Может, основания были? Телефон зачем отобрали? Меня муж ищет. На. Звони мужу. Сейчас уже поздно. Он спит, наверное. Да никто тебя не ищет. Никому ты не нужна. Терпи, главное, матери понравится. Думаешь, мне легко? Она всех нас на испытательном сроке держит. Есть будешь? Нет. Поехали. Поехали. Не убирай ничего, я еще вернусь. Слушаюсь. Что надо? Открывай. Здравствуйте, Сергей Владиславович. Проходи. Я сплю. Жень, это я. Марина. Ой. Сергей Владиславович, здрасьте. Угу. Давай, собирай вещи, поедешь домой в свою Кирилловскую. У меня паспорта нет. Ваши забрали телефон и паспорт. Вот твой паспорт, я взял его в отделе кадров. Давай еще на ночной Ростовский успеешь. Давай собирайся. Спасибо. Все, в принципе, я готова. Давай сумку. До свидания, Сергей Владиславович. Расскажешь кому убью. Да я спал, не видел ничего. Сережа, давай быстрее. Ну, значит не судьба. Железнодорожная станция Станица Лаччинская закрыта до шести часов тридцать семь. Давай. Дай машину. Повторяю. Железнодорожная станция Станица Лаччинская закрыта до шести часов тридцать семь. Местного времени. Куда едем-то? Вахтер стуканет. Черт не знаю, куда ехать. Как ты тут вообще оказалась-то? За дочкой приехала. Она у меня в интернате здесь. Развелась я с мужем. Дальнобойщиком. Короче, в Германию меня послали на курсы повышения квалификации. Вернулась, другой застала. Развелась. Но дочку пришлось в интернат отдать. Я приехала. Ее нет. Пропала. Две недели уже как пропала. Никто не ищет. И главное, никто не хочет этим заниматься. Ну, понятно. У нас всем здесь заведует-то Николай. Он еще в школе был впереди планеты всей. А после армии открыл зал, стал качаться, бригаду сколотил. Гендош появился. А когда у него разборки начались, меня отправили в Краснодар учиться. Чтобы я под какой-нибудь замес не попал. А сейчас вернули. Как появилась возможность попасть в ЗАГС собрания Кубани. Только пойми, я в их дела не лезу. И помочь тебе, к сожалению, не смогу ничем. Так я и не прошу. На, держи. Ты это искала? Откуда? Ну, слышал, как Гендос с Колей что-то ищут. Поехал к этому такси, чтобы он под сиденьем у него нашел. Это? Спасибо. Коля бы не одобрил, если бы знал, что ты ксерок сделала. Ты вообще читал, что тут? А что там? Дети бегут. Наш интернат не исключение. Десятки фамилий. И только за этот год. Наверняка еще есть. И за прошлый год, и за позапрошлый год. Никто этим не занимается. Марин, мне бы со своей семьей разобраться. Очень удобная позиция. В больницу отвези меня, пожалуйста. Мне нужно компот передать таксисту. Мама его просила. Разбился? Тяжелый случай. Умер Каравайников. Как умер? Да как? Там все кости были переломаны. Почка лопнула, внутреннее кровоизлияние. А вы ему родственники? Да мы все тут родственники. Седьмая вода на киселе. Пошли. Пошли. Ну, поешь что-нибудь? Не. У меня кусок горло не лезет. Не могу. А я могу. У меня дома официальные хлопья. Жена вечно худеет. Ты когда поешь, отвези меня, пожалуйста, в общежитие, ладно? Если Света где-то здесь, я никогда себе не прощу, что не искала ее. Бахтер наверняка уже матери настучал, что уехала. Сейчас будет перестукивать, что вернулась. Зачем? Мать в истерику. Я тебя в квартиру отвезу. Это не то, что ты подумала. Я матери скажу, что… Что тебе понравилось, ты решил создать для меня условия? Что понравилось, не скажу. Скажу, что хороший работник, перспектива прибыли. У нас ведь все должны отрабатывать вложенные деньги. Кошка ловить мышей, собаке охранять двор. Если не охраняешь, все, уволен. А врать креативный менеджер не умеет. Простовато для начальника. Хорошая музыка. Угу. Я ведь на отца похож. Мы с ним схожи. Он музыкант. Да? Да. Да, ты знаешь, они с мамой познакомились в клубе. Он тогда руководил хором, играл на баяне. Она пела. А теперь она им руководит. Он тоже бизнесом занимается? Нет. Папа ее увозит. И этих денег, которые она ему платит, ему вполне хватает. Плюс пенсии. Он счастливый человек. Можно я позвоню? Держи. Я не знаю. Я не знаю. Слушай, ну что ты жила из меня тянешь? А? Чего тебе там не имется ночью? Нет, это ты меня послушай. Света пропала. Ты вообще думаешь приезжать? Федя, Федя, ты меня слышишь? Четыре утра. Ты веселишься там, веселись одна. Это я веселюсь? Послушай, ты о родной дочери побеспокоиться не хочешь, а? Да. Так я это, я звонил. Вечером тогда. Мужик какую-то трубку взял. Я говорю, я муж бывший. А он говорит, а я настоящий. Мне это надо, а? Послушай, у меня телефон отобрали. Ты вообще не представляешь, что здесь было. Металга будет по станице докатать ее шкатила. Прекрати, сколько раз на бережной работе. Да! Тихо ты! Да тихо! Так, 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 езжай домой. Мы потом обо всем поговорим. Пусти меня, мне больно. Когда потом тебя скоро сын перестанет узнавать? Ты это понимаешь или нет? Знает, чем меня взять. Дочкой. А мне каждый день звонят и говорят, что тебя с новой бабой видели. Федор. Федор. А потом ты в номера ее поведешь. Да какие номера? Я с Мариной работаю. Это, это наш сотрудник. Вообще жить ты тоже с ней работал, да? Сережа, я так больше не могу, правда. Я не могу так больше. Сережа. Я сына с собой забираю. Папа, ты куда? Сегодня открытие храма. Телевидение из Краснодара приедет. Останичники, казаки. Папа, мама обидится. Бог в помощи. А я на рыбалку. Держи. Ты в затон, что ли, опять? Да. У меня на два. На три. Что ты там потерял? Туда пилить и пилить. Давай я тебя хоть довезу. А? Отдыхай, сынок. Какие наши годы. Папа. А я по холодку. Слушай, что ты все на своем драндулете ездишь, как пацан? Машину тебе надо? Сынок ты мой, сынок, я у твоей матери копейки не взял и не возьму. Вот этот драндулет удочки — это мое. А ваши вот эти вот храмы, тачки, дачки — деньги к деньгам, богатого счастья. Папа. 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 Чё случилось? Да бампер поцарапал в ворота, въезжал вон. Но она ему и выдала. Мама. Ой. Ты здесь? Здесь, мам. Мам, опять сон плохой видела, будто я на элеваторе работаю, пшеницу принимаю. И вдруг поскользнулась и в пшеницу, да падаю, и ротор вот-вот перемелит меня. Ой, страшно, к чему это, а? Мам, мамочка, можно к тебе? К войне, мам. У тебя, я серьезно. Ой, в утренним снам верить надо. Еще бабка говорила, что в дреме привидеться, так тому и быть. Ой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Слава тебе, Господи, слава тебе, милостивая Матерь Божия, целицей, и слава тебе, милостивая Матерь Божия, и слава тебе, милостивая Матерь Божия, ой. По отрошкам что? Взяли маму отрошки. Один сбежал, один, в общем, погиб. Лес рубят, щепки летят. Ой, Господи. Лазарев по всей станице бегает со своей луговиной. Захаров? Да про Захарова забудь, я все придумала, увидишь. А Лазарев-то чё? Ладно, Захаров при деньгах, а этот-то чё, пырхается. Луговина наша, на ней еще прадед мой пахал. Потом в колхоз всех согнали. Потом пересажали казачков. Пора по Лазареву решать. Мам, пусть хоть следователь из Краснодара приедет, чтоб все официально. Пора, надоел. Сегодня. Только смотри, чтоб все по уму было. Хорошо, мам, как скажешь. Только не волнуйся. Тут еще. В общем, Серегина Людмила забрала ребенка, уехала в Краснодар. Ну, скажи, ну чего ей не хватает, а? Муж красавец, высшее образование. Дон до небес. Живи, рожай. Он здесь? Здесь. Просится поговорить. Ну, здравствуй, сынулечка, родной мой. Кровинушка моя, любимый мой. Говори маме, я слушаю тебя. Помнишь, звонишь? Мама, влюбился. Красавица, модель. Беременна. Я хоть слово тебе сказала? Женили, а Бурик, как лоха. Где твои глаза были? Где-то были. Сказала, что на развод подаст у себя в Краснодаре. Сюда больше не приедет. А ребенок дом? Я вам от сердца его дарила. Ты это как себе представляешь? Не знаю. Ребенок у нее остается, значит и дом. Жить им надо где-то. Ага. Она тут дом продаст, там другой купит. Пару лет с дураком прожила, немедленно заработала и опять невеста на выданье. Мама, ну при чем здесь все это? Ну, что у нас денег что ли мало? Что ты сказал, сынулечка родной мой? А вот это ты видел? Ты хоть копейку сам заработал? Горе ты моя, Луковая. Ой, сына, сына. Ага. Ладно, мне еще моралет наводить надо. Народу столько соберется. Мать твоя должна быть красивше всех. Мам, ну что ты все время со мной как с маленьким? Ты всегда для меня маленьким будешь. Ой. Ой, красавицы вы мои. Это прямо из Парижа? Конечно. Как заказывали. Мужские костюмы на втором этаже. Красота, не влезу, поди. А вот еще? Это шляпка что ли? Да. А не будет тогда на мне как на коровье седло? Ой, будет очень замечательно. Будет превосходно. Ладно, быстро в душ и к вам, а то опаздываю. Серега, так быстро на второй этаж форму новую примерь. Какая форма? Я даже не служил, мам. Ну что, мам, не мамка мне. Волковые скоки в реестре доноских казаков с 1812 года. На тебя деды и прадеды смотрят, то и радуются. Не нарушай традиции казачества. Николай тоже в форме будет. Давайте быстро, ребята, то я опаздываю совсем. Не нарушай традиции казачества. Девочки, быстрее. Какие ножки. Поправьте. Плату надо немножко поправить. Замечательно. Леша, аксессуар Сергей Владиславович. Поправьте. Поправьте причесочку. Вот. Ой, Сереженька, сынок. Только вдумайся, храм. Ой, кто я? Кто? О, Надюшка Скок, который телят в деревне посла. Храм открываю. Отец-то где? На рыбалку зато он уехал. Как? Что он туда зачастил? Он что, переработал что ли? Он переживает, а ты крестишь на него. Господи, ты посмотри, бампер поцарапал, в ворота не мог въехать. Ну что-то он должен делать по-людски, Серёжа. Ну, мам, ну ты же всё понимаешь. Понимаю, ну, что делать-то мне с ним? Мам, я нашей сотрудницы Марину Горобец из общежития в квартиру перевёл. Зачем это? Потому что она хороший работник. В коровниках чистота, порядок, надо увеличились. В коллективе дисциплина. Да. А потом из этого общежития ездить далеко. Неудобно. А-а-а. А из квартиры ты сам же ли её возить будешь? Мам, ты не понимаешь. От неё за эти дни чистой прибыли на десятки тысяч. Я вообще считаю, что её нужно сделать. Соведующий. Что ты говоришь? Ну, рассчитаешь, делай. Ты же у нас креативный менеджер, не я. С ней, что ли, всю ночь по станице катался? О, уже доложили. Ну, а как же. Я мать. Должна знать, что с моими детьми творится. Всем внимание на меня. Сейчас вот оттуда из ворот машина поедет. У вас, ну, как в лажочке. Я машу, и вы начинаете махать. Во, во, машина поехала. Марш, так, давай. Маша, 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 я Маша. Сейчас предельное внимание на меня. Всем меня слышно? Отлично. Так, вы двое ко мне. Быстренько. Так, настроение хорошее. Улыбаемся. Слушай, смотри. Сейчас крупный. Сначала общий план у вас им делаешь. Понял, да? Всё. Смотрите внимательно. Без суеты. Не суетимся. Спокойненько. Это начало избирательного ролика. Итак, в кадр встал. Внимание. Значит, станица лягует. Сегодня мы находимся на открытии нового храма, который был построен благодаря Надежде Алексеевне Полковой. Это чудесный человек, благодаря которому отремонтировали школу. Анастаса Алексеевна поставила 30 компьютеров. Под ее патронажем построен господь. Старикам-казакам начисляется пенсия. Это чудесная женщина. Здравствуйте. 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 Атаман, где? Приболел, матушка. А подъезд он не Чапаренко, а звонили же ему вчера? У него дочь в Краснодаре рожает. Просил извинить. Вчера казачий круг собирался. Два часа решили. Видно, не решили. Я же им сто тысяч наупри, что в месяц вот так вот за здорово живешь. Зависть человеческая. Вовка, выводи лошадей. Выпусти гнету и открой ворота. Остальные за ней пойдут, ты понял? Понял меня, Вовка? Да. Христос, истинный Бог наш, молитвы и причинские своя матри. Святых славных всех вальных апостолов. И жма святых отца нашего Иоанна. Константинопольского града Влада Старова. Перед девчонок идите на свежий воздух. Давайте. Батюшка, исповедаться хочу. Давай, 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 давай. Воды отдохнули. Сколько? Маша, живы? Наша, это земля. У меня документы на нее есть. Еще прадеды мои сели, пахали, колхоз все отобрал. Я с семи лет копейку зашибаю. Мать умерла. Нас пятеро. Бабка старая, слепая. Падай, падай, падайся, падайся. Грешна, батюшка, грешна. Ой, господи. Грешна. Вошади где? Да там все в ответ. Куда не подойдешь. Давай. Давай. Ворота надо открывать! Открывайте ворота! Машка! Машка! Поможешь! Вам! Поможешь! Поможешь! Продолжение следует. В экскурсииâ smaller tiles 1х. Брёв eks? Слcjonите сос extraordinarily в przygot includes Испоганили праздник, не пришли. Волчиху из меня перед людьми сделали. Вот честно, я наживаюсь. Знаешь, почему у вас денежки не водятся? Работать надо, а не красоваться на улицах. Показушники ряженые. Пахать надо дённо и ношно, а не заглядывать в чужой карман. Казаки вы, засранцы. Десять лет колхоз под ногами валялся. А вы палец за палец никто не стукнули, если б не я. Ничем вы не лучше, чем я. Вы хуже. Иди, скажи, завтра на казачий круг приду, правду говорить буду. Ступай. Надюша, храню. Надя, ну что? Ты жива-жива. Ты меня прижинет. Народ нехорошо подумает. Отпустите мальца. Не ведают, что творят. Я щас. Уводи, уводи быстро. Мама, как тебе? Нормально. Да она святая. Я эту суку все равно достану! За брата, за всех! Сдохни! Да она святая! Отпустите мальца! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Миша, ты куда? Стой! Я ведь имею право табельное оружие применить! Чё ты сказал? Я тебе применю! Я тебе сейчас так применю! Миша, Миша! Да постой, ну! Ты что же думаешь, Киреев, что на вас управы нет? Моя семья со дня основания станицы здесь живёт! Моя тоже. У меня дом сожгли, лошадей сожгли, всю технику, а дети чудом остались живы! А ты здесь сидишь, и даже на пожар не приехал! Ну, поехали посмотрим, чё у тебя стряслось. Куда поехали? Куда? На пепелище! Киреев, да ты посмотри на себя, в кого ты превратился! Ты был нормальным человеком! Что с тобой случилось? Гражданин Лазарев, факт поджога вашего дома не установлен. При чём тут милиция? Если вы считаете, что ваш дом подожгли, вот, листочек, садитесь спокойно и пишите заявление. А не пошёл бы ты с этим своим заявлением? Куда подальше, Киреев? Ты хочешь, чтоб я пристрелил её? А я это могу! Я суслика с двух тысяч метров бью! Убери его! Не совершай ошибку, Миша! Ошибку? Да! Что он здесь делает? Дежурный, выведи его! Да пошёл ты! Я иду к старикам, и мы казачий круг собираем! Понял меня? Сядем с другом, по трем кругам. У меня брат живёт в Новочеркасске, он бывший афганец! Мы вам устроим! Миша, давай! Скоро вас, как собак бешеных, будут бить и стрелять, а ты будешь первой, Киреев! Иди! Да не трогай меня, сейчас руки я тебя вырву, заплях! Говнюк! Говнюк! Вали давай! Да пошёл ты! Чтоб я тебя не видел! Здорово! Тут Лазарев ко мне вломился, угрожал. Отстреливать нас собирается, как бешеных собак. А главное, к нему брат едет из Новочеркасска. Афганец бывший. На подмогу. Сливки десятипроцентной жирности пастеризуют при восьмидесяти градусах. Двадцатипроцентной жирности при восьмидесяти пяти, восьмидесяти семи градусах. Вопросы есть? Есть. Да, Нюра, пожалуйста. А как он в постели? Рассекает училка при делах. Цель уничтожения микроорганизмов, целью стерилизации является полное уничтожение микроорганизмов в молоке. Такой способ применяется при подготовке молока для закваски. Понятно. Трахаешься с ним, а нам лапшу вешаешь про дочку. Задолбала. Задолбала. Документы. Пожалуйста. Что с техосмотром? До конца августа. Слушай, я чего не вижу, ты меня учишь? А аптечка где? В багажнике. А огнетушитель? А огнетушителя нет. Ну вот видишь, непорядок уже. Открывай багажник. Вот аптечка. А это чего? Оружие? А это чего? Оружие? Корабин с Айга. Вот разрешение. Понятно. Оружие бери. Пойдем со мной пробить нужно. Слышь, командир, может мы договоримся как-то? Я вообще спешу. Да все спешат. Бери, бери оружие. Идем. Куда идти? Туда, проходи. Туда, проходи. Да вот, присаживайся. Друзья, привет! Бери, HASAL Так, вот мосты. А там все закрыли, дорогу дают. – Дусьен, привет. – Привет. У меня к тебе просьба, поможешь? Дальних рейсов нет и не будет. – А я как раз поближе хочу. – Да? В Лощинскую ездишь? Не поймешь, то вам поближе надо, то вам подальше надо. Ой, ну ладно, в Лощинскую ему есть. На завтра. А что там? Туда для пивзавода нужно аппаратуру привезти. О, отлично. Давай, оформляй. Все, давай. Сержант, что у тебя там? Да вот протокольчик надо составить. Потому как гляжу, что какой-то подозрительный этот талон. Да и оружие вон без документов везет. Как это без документов? Вон разрешение, вот охотничей. Вот удостоверение ветерана. Так, Лазарев Петр Михайлович, ветеран Афганистана. Угу. Так, посмотрим, что у вас тут. Ага, карабин. Боеприпасы есть? Ну, конечно, есть. В машине в багажнике. Пойдем смотреть. Черт, меня докопались. А мы что тут сидим? Идите сюда. Так, сержант, доверенность, сюда идите. Свидетелями будете. Так, свидетели, на ваших глазах производится выемка содержимого багажника Петра Михайловича Лазарева. Я не понял, это что, обыск, что ли? Это не обыск, это плановая проверка в целях высечения каналов поставки оружия и наркотиков. Спецоперация «Вихрь». Угу. Роз. Аптечка. Компрессор. Фанат. Диск. Это что такое? Да, Надежда Алексеевна, богатенько-то хорошо быть. Вот бы нам бы так. Ох ты, Федор Кузьмич, я сколько в твоем колхозе отбарабанила. Вспомни-ка. Ну. А, и скотницей работала, и на элеваторе надсадилась, и в поле горбатилась от зари до зари. А хоть бы слово от тебя похвальное услышала, ты бы хоть грамоту-то мне черкнул бы к праздничку-то бы. Надежда, не надо, не наговаривай. Мы тебя всегда ценили. Да. Работала ты. Хорошо. И уработалась. Так бы и продолжала работать. Спину сорвала. Тогда в магазин пошла. В мебельный. К жене твоей, Петр Фатеич. Ученицей. За что и срок получила. Вспоминай. А то я напомню сейчас. Ты что это такое говоришь, Надежда Алексеевна? Ты закон нарушила. А кто меня дуру-то молодую, колхозницу-то бы, к таким деньжищам-то поставил? Это ведь партийный контроль ведь был? Жена твоя меня посадила. Просто так, знаешь, пять лет бы не дали. Дали. Потому что молодая дура была. Дали. Напомню, кто не знает. Три гарнитура румынских пришло на станицу по тем-то временам. Это мечта. Это дефицит. Это сказка. Два гарнитура между собой распихали. А за трети схлестнулись. Разделить не могли. Так вот тот, кому не достал ты гарнитур, вот тот и стукнул. А то-то в БГСС приехали, опечатали все. А твоя жена меня поставила на раздачу. Моя подпись была. Отпускала-то я. Откуда мне знать было дури, что она двойную цену за каждый гарнитур брала и денежки себе в карман складывала. Она меня посадила. И поехала я далеко-далече. Берегов не видно. Да. Миш, здоров. Здоров. Давай, держись. Да, Петя. Миша, у меня в багажнике белый порошок нашли. Обвиняют в перевозке наркотиков. В артаку вставляют. Сейчас, видимо, в Краснодар выездят. Телефон забери у него. Я сейчас кому-то заберу. Телефон отдай. Я тебя заберу. Я могу с домом поговорить. В общем, Миша, приждали меня крепко. Слышь, брат, ты не лезь только сюда. Ты от тебя приждешь. Не лезь в это дело, Миша. Слышишь? Не лезь, Миша, брат. Не лезь, говорю. Это она, ты понял? Это она. Слышишь? 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 Вышла я, и кто встретил меня у дверей колонии, Владичек мой и в ЗАГС повел, за что ему по гроб жизни обязано. А приехали в Лощинку. Что мне сказал председатель колхоза? Со справкой из колонии не берем. Было? Было. А ты ж в поле идти не хотела. Тебе непременно нужно было на ферму. И что, сразу бригадиром? Так я ж объяснила тебе, почему. Я ж на зоне бригадиром работала. Два лагеря мясом кормила. За что мне? Молились на меня. И взялись мы с Владиком кролов разводить. Ночью роды принимаю, крольчих. А днем на рынке торгую. Падает усталость. А стою, держусь. А тут перестройка нагрянула. Развалились колхозы. Все бураками пошло, бурьяном поросло. А я кредит взяла. И кролами весь Лощинский район завалила. Ну да. Завалила район кролами? Правду говорит. А кто вам мешал встать за прилавок рядом со мной, дерьмо из клеток выгребать? Нет, вы по кабинетам сидели. У сына сабли накручивали. Ну ты, Надежда, знаешь, говори, да не заговаривайся. Мы вообще здесь собрались луговину обсуждать или твои трудовые подвиги. Где Лазарев? Не знаю. О чем Лазарев? Она наша была. До 1925 года. Нам царь-батюшка ее подписал. Вот письмо. Ну-ка, покажи им. На ней прадеды мои и деды пахали. Вот, почитай бумажку-то пока. Ну да, документ. Выдан тысячу восемьсот. В общем, при царе Горофе. Вот снимай и выясняй. Алексеевна, да ты смеешься? Бумаженцы это силы не имеют. Луговина эта, колхозная. Ну-ка, дай сюда. А то народ не помнит, кто Скоков раскулачивал. Кто в Минусинс по этапу полстаницы отправил, твой дед и твой. А теперь сидите, казачки ряшеные. Только работать как не умели, так и не умеете. А луговина моя. И я ее заберу. Надежда, это круг будет решать. Это ничего. Вор уйдешь. На хату переехала. Переехала. Проблемы есть какие. Может, помочь им. Шеф тебе тачку прислал, за воротами ждет. Правильно себя ведешь, одобряю. А я тебя нет. В смысле? Девочки никуда не поедут. Девочки, пожалуйста, в автобус. Совсем обратил. Девочки, ну давайте в автобус, девочки. Ну ты даешь. Они отбивную из тебя сделают. Бог не выдаст, и меня не съест. Да, понял. Скоро будем. Да, со мной. Едем. Ген, чё это она? Ничего. Пусть попрыгнет. Ну наконец-то. А то мы за него бьемся, а он… Я согласен. На что ты согласен? Пусть забирает, я согласен. Сказился. Она взамен твоей земли дает кусок у черта на куличко. Ну что? Победила. Брата выпустили. У нотариуса завтра в одиннадцать. Надежда, ты старшего своего укроти. А то его другие укротят. Казаки просили передать. Передаю. Меня стреляете, ладно. Я не червонец, чтоб меня любили. А вот если что с детьми случится, вы скоков знаете. И отца знаете моего и деда. Не делайте так, чтоб я сама себя бояться стала. Что с домом? С домом? Сгорел дом. Все сгорело. Молния, говорят, шаровая. А люди, говорят, поджог. Ты, Михаил, не сдавайся. Казаки на твоей стороне. Мы все выясним. Я лично проконтролирую. Кто, ты проконтролируешь? Все, хватит с меня. Пусть все забирает, а я уезжаю. Глаза б мои вас не видели. Знаете что, казачки? Мне даже вас не жалко. Потому что пустое вы место. Здрасте, можно? У меня дочь пропала. Можно я напишу заявление? Присаживайтесь. Простите, а фамилию? Горобец Светлана Федоровна. Горобец. Сейчас, секундочку. Так. Горобец. Горобец. Светлана Федоровна. Интернат написал заявление. Уголовное дело возбуждено. Ой, а можно я посмотрю? Так. Так. Все документы. Ага. Так. А вы мне что, не доверяете? Нет, почему я доверяю? Ну, можно я посмотрю? Пожалуйста. Очень вас прошу. Пожалуйста. Спасибо. Убедились? Хотите водички? Не нервничайте только. Не-не-не, спасибо. Жалёшь? А? Я хочу написать еще одно заявление. И я хочу получить справку, что вы его приняли к рассмотрению. Спасибо большое. Например? Сюда в лочинку приезжал отец одной из пропавших девочек, Алии Абдулаевой. И тоже пропал. Да, простите, а можно я вас прерву? Скажите, пожалуйста, а он пропал здесь, станице или где? Нет. Ну, я не знаю. Неизвестно где. Ага. Он сюда приехал, а отсюда уже не вернулся. Знаете, что мы как поступим? Вот бумага. Угу. Так, да? Значит, прокуратура и так далее, от кого и так далее. И главное, напишите обязательно, для следствия это важно, что вы не знаете где. Хорошо? Угу. А еще напишу про положение, которое сложилось в интернате, где и находилась моя дочь. А, попросите, а какое положение сложилось, я просто не в курсе. Банда Волковы склоняет девочек к интимным связям, а директриса-то Клара Борисовна знает это и потакает этому. Господи. Это страшное обвинение. А девочки напишут заявление? Они боятся. Средневековье какое-то. Я просто про это первый раз слышу. Знаете что, если вы будете продолжать ничего не знать, я поеду в Краснодар и напишу заявление в прокуратуру Края. Не будет ответа оттуда, напишу в Генеральную прокуратуру России. В Страсбургский суд. Надо будет, и президенту напишу. Простите, можно поинтересоваться? Пожалуйста. А факты есть? Есть. В станице процветает криминал, а бандиты в сговоре с милицией. Вы пишите прямо по имену, вы честно открыто, хорошо? А вы знаете кто? Думаю, что всем здесь руководит Надежда Алексеевна Волкова. Да. Точно. Вот так вот и пишите, что за всеми преступлениями в станице стоит Волкова Надежда Алексеевна. А доказательства есть? Нет. И у меня нет. Никаких. Я на улицу выхожу. Вроде вот они, доказательства есть. А внимательно присматриваешься, одни догадки. Это так. Мысли вслух. О! О! Здравствуйте. Вы будете Марина Горобец. Да. А я гляжу, красивая девушка, не наша гляжу. Господи. И что? А это не имеет значения. Можно я провожу вас? Не, не надо. Зачем это? Чокнутые все. Послушайте. Марина, я вам хочу сказать. Ну куда вы спешите? Торопыгал, понимаешь? Что вам? От меня надо. Я не понимаю. Что надо, что надо. Мне нужно сказать вам очень важную вещь. Понятно? Марина Николаевна, а что это вы здесь делаете? Да еще и с моим папой. Ой. А я не знала же, что это ваш папа. Вы мне не сказали. Пап, ты же на рыбалку поехал. Ну, поехал. Поехал, приехал. За продуктами приехал. Я привезу тебе любые продукты, какие ты скажешь. Сколько раз тебе повторять? До свидания. Садитесь. Садитесь, я вас подвезу. Да нет, спасибо. Не надо. Николай Владиславович, я правда не знала, что это ваш папа. Вы уж простите меня. Что вы? На пенсию маяться оскучит. Давайте сумки. Давайте, давайте. Спасибо. Садитесь. Марина, вы молодец. Ваша ферма лучшая. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько у вас всего ферма? Проходите, пожалуйста. Одна в Косатонова, другая, где вы трудитесь. Прошу. Спасибо. Третья в отрожках, четвертая в питомнике, пятая в струице. По-моему, ничего не забыл. Что-нибудь закажете? Я просто воды, если можно. Спасибо. И мне просто воды. Да. Минуту. Молоко-то у вас средненькое. При таких затратах можно делать высококолосное молоко. Ой, только чтобы мама этого не услышала. Не, а почему? Ведь мы без особых вложений можем наладить производство целого спектра молочных продуктов. Без консервантов, короткого срока хранения. Сейчас спрос на экологически чистые продукты. А вам зачем это? Да скучно делать все одно и то же, по старинке. Я начала это делать у нас на ферме, но не успела. Все разорили. Марина? А? Кто вы? Николай Владиславович, у вас дети есть? Да. Три девочки. Вы бы искали их, если бы они пропали. Это исключено. Не хочу вас обидеть, но у меня в семье заведено так, что женщина занимается детьми. Понимаете, так верно. Марина, мама пообещала вам, что она вам поможет разыскать ребенка? Да? Да. Если мама что-то обещает, она это делает. Ну зачем вы пошли к этому следователю, а? Для начала можно изготовить опытную партию, открыть специализированный магазин. Я слышала, вы баллотируетесь в Думу. Так вот, к выборам можно выпустить новую торговую марку. И, к примеру, назвать ее «Чистый продукт из Лощинской». И ваши с братом фотографии на упаковке. Хорошо. Я скажу об этом маме. Накидайте как-нибудь бизнес-план. Так уже накидайте. Да неужели? Так случилось. Да быть не может. Надо же, а? Пожалуйста. Ну, а чего зря болтать? Я пойду, ладно? Спасибо большое. Я там сумки оставила у вас в машине. Можно я заберу их? Да что уж там. Я вас провожу. Поедемте. Домчу с ветром. Так нет, тут три шага. Я сама дай. Пойдемте, пойдемте. Вы в гостях, Марина. Чего дед? Сломался? Да, авария. Цепь порвалась. До станицы. Хорошо бы. Садись. А? Спасибо. Молодцы казаки Лощинские. Поднялись. Не то что у нас. Я, кстати, к вам новые конвейеры везу на пивзавод. Так что пиво будете новое пить. Волкова заказала. Слышали о такой? Имеется. Вот. Говорят, она тут залтычиха местная. Правду говорят? А, дед? Да вот, думаю, чего ответить. Сами увидите. Ага. Послушай, у вас тут гостиница есть какая? Мне б на два дня тормознуться. Да есть. Мотель. Тоже залтычихе принадлежит. О, вот молодец, баба. Поднялась. Спасибо. Нет уж, я до двери. Показывайте. Показывайте. Прямо вот здесь ставьте? Угу. Вот здесь, да? Угу. Я посмотрю, как вы тут у нас в станице устроились. Как обжились. О, ничего. Смотрите, диван, кровать. Уютно. Угу. Прямо вот здесь ставьте. Угу. Вот сюда. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. До свидания. Спасибо. Ну, что до свидания-то? Все только начинается. Да? Вы молодая. Энергичная. Красивая. Умная. Да и у меня еще немного здоровья есть. Я закричу. Дурочка. Я сейчас милицию вызову. Я здесь все решаю. Я здесь и милиция, и адвокат, и прокурор, и судья. Солнце, рассказывай правду. Не касайтесь ко мне. Больно же, дура! Ты что, с ума сошла, что ли, а? Еще раз на Генку накатишь, не посмотри, что маме понравилось. Ясно тебе? От тебя одно требуется. Учишь до их доярок. Все. А вы будете учить проституцией заниматься? Да брось ты! Проституцией заниматься учить! Не надо вас ничему учить. Сами все умеете. Что так она не понимает, а? Я все Надежде Алексеевне расскажу. А вот маму ты не трожь. У меня без тебя забот хватает. Ясно? Хочешь поговорить о чем-то? Разговорив со мной, поплакаться хочешь? Плачь со мне, маму не тронь. Ясно тебе? Семейка. Что? Не слово о моей семье. Иначе здесь, в станице останешься навсегда. Хочешь здесь работать — работай. В дела мои не лезь. Ничего. Что здесь происходит? Красиво боишься. А ну, пойдем, Вадим. Молодец! Пойдем, Вадим. Ну, что ты творишь? В кого ты превращаешься? Тоже мне. Тебя дома жена и дети ждут. Да какая тебе разница? Хочешь поговорить про это? Хочу. Поехали, прямо сейчас к маме поговорим. Поехали, к маме разговариваем. Поехали. А чего в Лосинке-то дела или как? Дочь у меня в вашем интернате. Эту ходку я специально взял, чтоб с ней повидаться. А почему дочь-то в интернате? С женой развелись, а ее сюда определили. Временно. Не повезло с женой. Как сказать? Обидел я ее. В общем, долго рассказывать. Как знать-то? Федор. Да не тебя. Жену-то как? Ага. Марина Коробец. Останови, вот я тут выйду. Вот представьте, помер ли вы и на том свете стоите перед вратами. А апостол Петр спрашивает вас, много за жизнь съел живых? А вы ему отвечаете, всю жизнь жрал. Тогда, говорит, апостол Петр, заходи. Врата открываются, а навстречу вам все живое, чтоб вы всю жизнь ели. Как вам такая картинка? Странный ты, дед. Ты вообще кто такой? Звать тебя как? Просто зови, дед. Спасибо. Ах ты… Оцепляйте. 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 Привет. Привет. Посижу у тебя. Посиди. На рыбалке был. А я все жду, когда муженек мне Карасиков принесет. Пирог бы испекла или нажарила со сметанкой, как раньше. Не клюется. Не нравишься ты мне последнее время. Какой-то ты никакой, Владик. Прости меня. Прости меня. Прости меня, дуру. Награла на тебя за машину эту. Прости. И ты меня прости. Надя, что там у Клары в интернате? Что там происходит? А что там происходит? Помогаем. Девчонок трудоустраиваем. Вот. Смотри. Ой, опять розыск. Ну, сбегают они. Ой, Владик. Не вникай ты в эти дела, а. Не лезь не сюда. Бегут дети. Потому что родители такие. Пьяницы. В интернат отдали. Ой, Господи. Какие такие? Я вон с одним сегодня поговорил. Нормальный родитель. Нормальный. Разобраться. Разобраться надо, Надя. Мам, можно к тебе? Заходи, Сергей. Привет, папа. Вы оба двое? Че это вы? Мам, у Сереги тут чувства проснулись. В общем, полюбили братья красную девицу. И брат пошел на брата. Мам, поле ерничает. Я просто говорил, что Марина очень хорошая работник. Очень. Да, и мне это в ней нравится. И Серега видна. Решил на ней жениться. Разок. Ой, что ты, Коля. Ну, хорош. Я просто хочу, чтобы к людям относились по-человечески. Это же нормально. Нормально. Я ж говорю, приревновал. Ну, хорош уже. Ну, хватит. Че как маленькие, Коль? Мам, ты хотелось, чтобы она готовила людей для агрохолдинга. Ну. Она это делает. Но в интернате происходит, черти что. Мама, в интернате все очень хорошо. И Генка там все контролирует. Ее вообще туда пускать нельзя. Брат, послушай меня. Ты знаешь, что такое Генка? Это ой-ой-ой. Ты в институтах там учился. А мы с ним службу безопасности организовывали. И как там в Краснодаре с этими моделями со своими. Понимаешь, мы тут с Генкой, да, мама? Да. Так что ты Генку не трожь. Мам, он с ребятами ездит туда в интернат. Как в горе. Что ты говоришь такое? Да. Братец мой, ты понимаешь, что у нас пятьдесят человек военизированной охраны? Это пятьдесят здоровых мужиков, которые постоянно работают. Где и когда им с девчонками знакомятся? Если у них там какие-то шуры-муры с интернатскими, то это все по доброй воле и от чистого сердца. Разберись, пожалуйста. Разберусь. Можно прямо сейчас? А то заняться больше нечем. Ну что, сейчас прямо ехать? Угу. Поехали. Поехали. Ну подвеси. Ты вроде отказался возить меня? А, передумал. Поехали. Поехали. Правильно, пап. Как ты? Слава Богу. А что с отцом-то происходит? Я сама вижу, мне он самой не нравится. А ты знаешь, что я его в магазина видел? С Мариной Горобец. Отца? Ну да. Он листовки мне показал. всю станицу обклеили листовками. Может, переживает? Как будем строить наши взаимоотношения? Я сейчас собираю девочек и везу их в интернат. А ты их спросила? Может, они не хотят? Прошу, обязательно. Девчонки, ну давайте-ка ты сами тут, да? Я отойду. Гляди. Девочки, ничего не боимся. Говорим прямо, как есть. Давайте, пожалуйста. Слушай, Криса, отцепись от нас, предупреждаю. На аптеку будешь работать достала. Девочки, подождите, вы не понимаете. Да какие мы тебе девочки? Знаешь, что вчера было? Что? Что? Ты нас отвезла, уехала, а она за электрисой во двор погнала. Территорию убирать заставила. Да мы всю ночь двор чистили. Сейчас мы приедем, она опять что-нибудь придумает. Чего же вы молчали-то, а? Ну, молчать-то нельзя, вы понимаете? Это самое главное не молчать. Надо говорить, вы понимаете? Ну дрови когти отсюда, Критина. Им мозги вышибить, расплюнуть. Нюрочка, надо бороться. Я вам буду помогать, милая. Если мы будем все вместе, это же, понимаете, мы сможем. Мы сможем. Мы сможем. Метелим! Девочки, помогай! Давай! 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 Опа! Хорош, макаки! Давай! Убьете сейчас! Отскочили! Отскочили, Варёв! Вам что сказали? По ногам и ляшкам бьет! Так… Да она не дышит! Воды принеси! Ага! Чего творим? Чего, офонарели, что ли? Чего за беспредел? Куры тупые! Чего? Так… Ну чё, очухалась? А? Понял? Чего? Кто здесь хозяин? А? Мужики, Надюшка едет! Попухли, а! Давайте их сюда! Сюда их! Встали быстро! 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 Встали! Ну давай! Ровненько, ровненько встали! Улыбаемся, стоим! Сдаём экзамены отлично! Понятно? Кому поставлю двойку, оставлю на второй год! Врубились! Улыбаемся, улыбки! Улыбочки! Жел до стоа! Езжа Алексеевна! Что случилось? Мама, я надо в больницу! Что это здесь происходит? Ой… Я виновата сама! Девочки ни при чем! У меня тут порядок, работа идет! Вижу, какой у тебя тут порядок. Не долезела. Они её лупить начали, а я далеко, пока добежал. Они её ненавидят Надежда Алексеевна. Можно? Да, да, да. Войдите. Здравствуйте, Клара Борисовна. Здравствуйте. Я по поводу дочки. Горобец, Светлана. Вот, гостинцы привёз. Повидаться бы. Дверь прикройте. Ага. Горобец, Светлана Фёдоровна. Фёдор Петрович, отец. Правильно? Мать, Марина Николаевна. В разводе. Я ничего не перепутала? Всё так. Светка звонила, просто разговор нехороший получился. Теперь и я звоню. Не отвечает. А вы что, с матерью ребёнка не общаетесь, что ли? Общаемся. Сбежала ваша дочь. Подвела нас. В бегах она, Фёдор Петрович. А ты что скажешь? Говори, не бойся. Давай, давай, давай. Она достала нас, Надежда Алексеевна. Грубит, оскорбляет. А ты что думаешь? Говори. Работать заставляет не по делу. Подкалывает всё время. Каждое утро лопату в руки. Навоз убирать. А вы как думали? За коровками убирать надо. Так она ей ничему больше не учит. Орёт и орёт. Да, мы терпели, но сколько можно? Гадости говорит про вас, про Геннадий Иванович. Что говорит? Чтоб не слушались и вообще… Что вообще говори? Да говорит, давайте здесь всё переломаем и сбежим. Девочки, ну зачем вы? А ты молчи. Я тебе слово отдельно дам. Куда сбежим? Да она вас ненавидит, Надежда Алексеевна. Говори, давайте в милицию на вас заявим, что используется детский труд. Достала. А мы учиться хотим. Хотим профессии обучать. Да, учиться хотим. Уберите её, пожалуйста. Это что, правда? Все так думают? Ну конечно. Уберите её. Огорчила ты меня, Марина. А этот в уши зудит. Заведующий сделал. Работница хорошая. На дуи пошли. Ты как тут собираешься работать? Никак. Да вижу, что не справляешься. Надежда Алексеевна, ну видите, всё в порядке. Да? Девчонки, давайте в автобус. А ну стой. Мам, ну разве ты не видишь, что у Марины конфликт с этими? Он заставляет девчонок проституцией заниматься. Ну разберись, я тебя умоляю. Это правда? Ну что молчите, дуры? Ну-ка иди сюда. Это правда, что он сказал? Да нет. Да нет, нет, нет. Чего вы боитесь? Мне говорите всё как есть. Мне говорите правду. Зачем нам это? Да зачем нам это нужно? Да что вы, мы на всём государственном. Нам, нам хватает. Так это она специально всё придумала, чтоб Геннадию Ивановичу насолить. Надежда Алексеевна. Серёженька, пойдём. Пойдём. Ой, сынок. Отдохнуть тебе надо. Отвлечься. Проходите. Давай путёвку купим куда-нибудь. Сына возьмёшь, с Людой помиришься. Мам. Чего ты, мамка, слушай, что я тебе говорю? Семью разберись. Что с Мариной? Уволю. Домой пусть едет. Заварил ты кашу, сынок. Выйди с глаз моих долой. Вылитый отец. Всем ставлю отлично. Молодцы. Ну ты гнида. Чего вы стоите? Скорую вызывайте. Ты молодец, Коля. Я домой поеду. Гиндос, пока. Сейчас едем. Мамуль, не отпускай. Пускай потрачат на старый коробник. Хорошо. Стой! Куда прёшь? А чё? Мест свободных нет, что ли? Да есть места, но оформляться надо вон. Вон туда. Пойдёшь, оформишься. Туда? Да, да. Ладно. Потом едешь. Ну и пусть спит. Спасите его там. Всё на созвоне. Говорите да, получаете оговоренный участок и пятьдесят тысяч рублей в качестве компенсации. Брат где? Миш, сядь. Да здесь твой брат. Говорите, нет, его возят в СИЗО. Подписывают где? Здесь. Пересчитай. Ничего, на суглинке поковыряешься, поднимешься. Миш, ты поднимешься. Ещё потом спасибо мне скажешь. Мне ещё не так по жизни кидала. Пересчитай. Держи. Пересчитай. Веселей, казак. Атаманом будешь. Иваныч, приехал. Иваныч. Принимай, Боренька. А у неё одежда есть какая-то? Тут ночами каландровенька. Ничего, Боренька, с собой согреем. Бытовку прибери пока. Эти. Коровники на кирпичи разбираю. И аккуратно складываю. Работать будешь с утра, пока солнце не сядет. Пойдём покажу. А-а-а! Я поняла! Я поняла! Я поняла! Опа! А вот здесь будешь жить. Вот с этими ребятами. А вот этот. Лицо подними. Смотри. Нравится? Эд пытался сбежать. Пойдём дальше. А-а-а. 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 А-а-а-а. А-а-а-а-а. Иваныч приехал. А-а-а-а-а. Иваныч… Иваныч… Здесь тебя поселю. А больше, чё сказать, обращайся. Что? Что? Что он? Ну, Даша? Что? Что, что? Лучше я, чем Боренька. Или ты с ним хочешь, а? Иваныч! А? Я срок сброшу. Тебе месяц поставим, а будет две недели, а? Иваныч, водичку нагрел, а ты её будешь мыть или так, грязненькую. Хороша. Ха-ха-ха-ха. Не трогай меня, Боренька! Ненавижу тебя! 60 километров никого! Пошёл отсюда! Больно же! Не трогай меня! Закрой руки из коса! Тихо! Ты же мёртая тварь, а? Коля, я не знаю, давай какие-нибудь шашлыки, что ли, организуем. Ну, как-то сведём их. Так. Зин, я не могу их силой заставить жить друг с другом. Не может он. А то я не знаю. Роман у него с этой вашей дояркой. Долго такую искали? Да, что ты говоришь? Кто кого искал? Кто-кто? Сам, не высь, первой в очереди. Что с глазом у тебя? Скажи мне, Зин, что тебе в жизни не хватает, а? Ты знаешь, Коль, а всего мне хватает. Всё у меня хорошо. Я только не понимаю, что вы на баб чужих заглядываетесь. Ну, приехала. Тоже мне. Я не понимаю, а чего в ней такого-то? Киндос вон. Нинке все уши прожужжал. Марина-Марина, Марина-Марина. Чего все с ума-то посходили? Урод! Тихо, тихо! Тихо, я сказал! Тихо! Вот так. Тихо, тихо, тихо! Алло! Гена, это я, я насчет доярки. Пусть там пару дней еще поработает. И возвращаю ее сюда. Идем вздумать трогать ее, понял? А у меня другая информация была. Слышь, Геннадий, ты со мной дурака-то не включай! Насчет информации. Ты что, до сих пор не понял, что на нее запал Серега? Слышишь меня? Да-да, да. Я тут-тут. Сделай. Да, я понял, конечно, да. Да. Чего встал? Беги искать, а то сейчас тебе ноги в тематике не ломают. Слышишь, Геннадий! Слышишь, Геннадий! Слышишь, Геннадий! Слышишь, Геннадий! Слышишь, Геннадий! Слышишь, Геннадий! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Уйти от меня! Радуй меня! Шевелите! Я, бонючий, уйди! Работать, а то жрать не дам! Урод! Гони! Урод! 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 Чтобы колеса проткнули! Ой! Как же это? У вас что, охрана усиленная? Что это за парни в машине сидят? Да кто их знает? Посиди тут в морозильнике! Подумай! И не ори мне! Урод! Вы мама Светы Городец? А? Да. А откуда вы? Я слышал, как Гендос по телефону говорил. Моя дочь Алия сбежала с вашей Светой. Так это вы! А я звонила вам домой. Мне сказали, что вы пропали. Я сразу сюда приехал. Пошел к начальнику местной милиции. Ага. Только вышел от него. Вот эти братки руки сломали. Машину бросили и сюда привезли. А мне в милиции сказали, что наши дочки с зеленобойщиками катались. Да они врут, сволочь! Врут! Да конечно врут! Моя дочь не такая вообще! Я верю, верю, что Алия жива! Да и Света жива! Здравствуйте! Не обращайте внимания. Умом тронулся. Когда меня сюда привезли, он уже тут сидел. А он кто? На рынке, что ли, работал? Говорят, волчихий дорогу перешел. А-а-а! О, старые знакомые! Может помочь? Да не, не надо. А его свой мэр двухколесный-то починил. На рыбалку намылился. Был в интернате. Дочку-то проведал. Проведал. Пропала она. У нас вся станица вот этими бумажками была обклеена. Она может для скорости помочь. Чего? Слушай, дед. Ты иди, не до тебя. Ну ладно, ладно. Эх, папы, мамы. Чего, дядь, на жаре колеса спустили, да? Ага. Я раз убежал, все ночь шел по степи. Ну, нашел какой-то дом. Постучался, попустили. Накормили. А потом позвонили. Но не в милицию, а... Этому Кендосу. Он у них главный. А по периметру охрана с автоматами. Марин! Привет, Коль. Привет. А где Марина? Домой ехала, в Кирилловку свою. Да, почему? Я об этом ничего не знаю. Я ее брал, она работает, мой сотрудник. Чего ты меня допрашиваешь? Мама сказала, уволить. Я уволил. А на чем она уехала-то? Гендос ее до автобуса отвез. Ваши слюбы билеты, кстати, у меня. Вылет завтра утром из Краснодара в Таиланд. Ребята, я вам завидую. Подожди, подожди. А с каких это пор Гендос моих сотрудников развозит? И что это за спешка с этим Таиландом? Серега, у меня нет времени разговаривать. Выбрано носу. Встреча с креативщиками. Хочешь, приезжай, поговорим. Давай, Сережка. Ну ладно, пока. Что случилось в голове людей? Морозильники, подвалы, рабы. Когда для нас это стало нормой? Господи. Неужели ж нормальных людей в округе вообще не осталось? Вот случись атомная война, ну или что-то в этом роде, человечество опять поделится на две половины на рабов и хозяев. Но ведь нет же никакой войны. Откуда ж в людях такая жестокость? Марин, накопление первоначального капитала и есть война в голове. Они же ведь патриции. Они знают, как надо жить, как надо зарабатывать. А мы — помеха на их пути. Надежда Алексеевна, а вот диск об открытии церкви. Угу. А вот это — сводный бюджет всей нашей рекламной кампании. Посмотрите. О, десять роликов. Он что, собирается про нас кино снимать? Нас и так тут все знают. Мама, чтобы выиграть у Захарова, нужно вложить большие деньги. В результате оно того стоит. Я надеюсь. Да? Костик Светловке вот так выборы провел. Талантливейший имиджмейкер. Один из самых лучших сейчас. Давайте сразу к делу. У нас есть проблема. Волковых станиц не любят. И это еще мягко сказано. Я вот провел тут небольшое исследование. Что мы получаем в результате? Кто будет голосовать за Волковых? Это милиция и работники агрохолдинга. Это все. Вы же понимаете, что этого мало. Захаров очень серьезный конкурент. Чтобы у него выиграть, нужен реальный разрыв мозга. Нужно бить по всем фронтам. То есть телевидение, радио, печать, наружка. Я должен отовсюду слышать. Волковый, 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 Волковый. Надежда Алексеевна, я сейчас объясню. Нужен тонкий, интеллигентный креатив нужен. Надежда Алексеевна, вы меня понимаете? Нет. Борьба с ящером. Свиной грипп. Падешь скота. Вы, Надежда Алексеевна, возите в станицу вакцину, а сыновья со швейцами ее вводят. И снять сюжет об этом. Ты сегодня похмелялся? Кстати, Надежда Алексеевна, а ваш дед Никанор Скок в Берлин или Варшаву не брал? В Сибири по пятьдесят восьмой сидел, как враг народа. Прекрасно. Значит, можно снять сюжет о том, как казачья семья пострадала во времена ГУЛАГа. А второй дед чем занимался? В НКВД служил. И у меня одна ходка. Так что с героическим прошлым, Валера, не случилось. Пусть катится. Так и же все просек. Да что мы ему вдвоем сделаем? Бугай на здоровье увидел. Пацанов присылаю. Телефон. Телефон, я сказал. Второй телефон. У нас один телефон. Ключи от машины. На очки. Спасибо. Я вам… Поняли? Поняли? Поняли, дядя. Поняли. Припокой. Саша. Тебе едут. Скоро будут. Жди. Да куда он их бросил-то? Вечью миню. Вечью миню. Коля, давай билеты. Мы поехали. А здравствуй. Мама, прости, нет времени просто. Привет. Привет, сына. Коля, выйди, пожалуйста, мне с мамой поговорить надо. Спасибо, я быстро. Мама, я уеду в Кашнодар. Вернусь из Таиланда и уеду. Не получается мне, если что. И в депутаты баллотироваться не будешь? Не буду. Какой из меня депутат? Это вообще все не мое. А что твое, сынулька? Родной мой, скажи, что твое? Да не знаю. Надо было вообще оставаться учителем и не приезжать сюда. Так будь им. У нас интернат тут. Работай. Что тебе мешает? Мешает, мам. Все мешает. А ты думаешь, что там другие детки будут? Родной мой, вот тут бы ты реально помог. Правда. Клару пора на пенсию отправлять. И главное, я рядом. Вот, мам. Вот, мам. Понимаешь, ты всегда рядом. И все, я не могу так больше. Я сам что-то должен сделать. Сядь, 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 сядь. Сядь, сядь. Мама. Ну зачем вот так вот? А как вы на зарплату учителя жить-то будете? Людка твоя по магазину идет, в тележку бросает столько, пока рука не отвалится. Барыня. Ничего, значит, с голоду сдохнем. Ты что тебе говоришь? С голоду сдохнем. К отцу зайди, хандрит он что-то. Что он хандрит-то на рыбалку собирался? Да приехал уже, вернулся. Не клюет, говорит. Вот кому это все, кому. Разъедетесь все, останусь тут одна и умру. Мам, ну чего ты, ну зачем ты так говоришь-то? Мам. Не тебя дурака. Мишку внука жалко. Мам, я тебя очень люблю. Ты мой сладкий. Я тебя прошу, не лезь. Не лезь. Про них совсем плохо говорят. А что конкретно говорят? Они там что, людей едят? Да, едят. Волчиха срок отсидела, вышла, а тут революция. Сразу на казачий круг говорит, кто не со мной, тот против меня. Совхоз развалился, она его с компаньоном, хоп, а компаньона посадила. Он потом в камере удавился или удавили. Все территории, подрестораны, магазины, все за копейки у совхоза выкупала. Народ на дыбы, стали люди пропадать. Вон у армян пивзавод был. Ее сынок приезжает 24 часа, чтобы съехать. Покупаем. Те в Краснодар, в прокуратуру. Так и не доехали. До сих пор ищут. И так во всем, Федя. Увидела, понравилось мое. Да у нее все менты, суд, прокуратура. Все. Либо родственники, либо компаньоны по бизнесу. У них в лощинке. Мент рядовой в три раза больше получает, чем я майор в соседней станице. Спросишь, как? В конвертиках разносят. С нами? Получай. Не с нами? Увольняйся. Сань, ты пойми, ну, ну не могу я дождь не искать. Я и так перед ней вон виноват. Понимаю. Понимаю. И вообще там, знаешь, какие-то непонятные вещи происходят. Стоило мне появиться, парни какие-то на хвост сели. Колеса порезали. Маринка-то на телефонные звонки вообще не отвечает. Все, Федя. Иди. Иди домой. Разберемся. Разбирайтесь. Добрый вечер. До свидания. Ну вот, пожалуйста. Здравствуйте. Вот второй дом, это ваше. Сейчас, сумки. Антоха, мне надоело бомбить? Здорово, как жизнь? Да, нормально. Ты вроде собирался в армию, уезжать хотел. Так блин, дядька отмазал. Говорит, мамка не переживет, если со мной что-нибудь случится. Ну правильно. Слушай, а что-то я ему звоню, целый день он трубку не берет. Выключен телефон у него. Так он на Кубань уехал. Он там всегда телефон выключает. На рыбалку. Что-то срочное? Ну так. Просто у него есть второй номер для своих? Слушай, дай мне. Пиши. Опа. Люся, ты такое видала? Только у моих родственников такие родятся. Небось, опять в свою Лощинскую хочешь ехать, да? Люся, ну позарез надо. Любовный интерес, дальняя дорога. Угадала. Так только что-то появится, обязательно позвоню. Жди. Буду ждать. Давай. Федя. Пошли, Коль. Скрылись. Приглядывай здесь, Вань. Круто убери. Я тебе уберу. Вы не у себя в районе. Давайте-давайте, разбирайтесь быстрее. О, Саня, привет. Заходи, я как раз по твоему вопросу. Ну так докладывай, докладывай. Ага. Ясно. Ну что значит, вроде бы? Мне точно нужно. Ну, узнаешь и давай докладывай. Понял? Все. Ну чего, может по римашке или в ресторан махнем? Кутнем? Я со своей зарплатой по ресторанам не хожу. Давай по делу. Да ладно тебе прибедняться. Откладываешь что ли? Угу. А что ты ко мне со всей кавалерией прискакал? А я в твой район теперь только под присмотром. Да. Да, Саня, да. Криминал достал. Угу. Просто дальше некуда. Да. По твоему вопросу информация вот такая. А родственница твоя, вот это как ее… Горобец. Да. Марина Горобец. Работала в агрохолдинге. И дня три назад уволилась и уехала. А можно посмотреть, где работала? А зачем? Ну как с людьми поговорить? Как работала? Почему уволилась? Ну вот ты мне на голову упал, вынь да положь тебе твою родственницу. Двоих. А, ну да, двоих. Сань, ну не наводи панику. Ну ищем. Ищем и мать и дочь. Владимир Николаевич, может ты чего-то не понимаешь? Федор брат моей жены. Ну знаю. Я был у них на свадьбе. Света моя племянница. Я крестил ее. Я перед Богом поклялся, что буду защищать их. Правильно. Извини, Сань. Да, Митяйкин. Нады был там чего? Была? Она была. Ну так сними показания, давай быстро ко мне пулей. Видели ее на вокзале? Была она там. И водитель, и кассир билет купила, села в автобус и уехала. Вот. Ну что, давай завтречку. Ты мне на духу скажи, она жива или нет? Саня, ну что за вопросы? Ну, конечно же, жива. Раз мы ищем ее. Ищем. Слушай, давай по рюмашке. В кои-то веки собрались. Посидим, молодость помним. Выпьем. Давай сделаем так. Найдется Марина, я сам поляну проставлю. И про молодость поговорим. И про кодость в честь милиционера. Ой, Саня. Я даже не понимаю, о чем ты говоришь. У меня кодекс вот. Отсюда и вот до сюда. Я завтра приезжаю со своими ребятами и начинаю их искать. А санкции приведешь? Санкции? Вот это вот висяки. Жители моего района приезжают к тебе и ни слуху, и ни духу. Все работают в одной конторе. Агрохолдинг. Санкции будут. Через Краснодар попрошу. Ты думаешь, я поверю, что ты по телефону говорил? У меня такой же. Только когда и я звоню, там экранчик загорается. Сутки тебе. Реба, конь, конь, конь. А? Да, слушаю. Так. Понял. Спасибо, Люсьен. Лечу. Поможешь собраться? Да. Заказ новый получил. Подожди. А ты не в Лощинскую или собрался? Я тебя не пущу. Не пущу я тебя. Слушай, у меня дочь пропала. И что? Ты что, не понимаешь? Не понимаю. Знаешь, я вот, смотри, распечатаю, расклею везде. Может, люди и видели. Скажут, кто подскажет. Послушай, там люди пропадают. Ты так же пропадешь. Не уезжай ты никуда, Бога ради. Я тебя очень прошу. Да ладно тебе. Ну, ладно. Либо конь, позвонить не говори, что я уехал. А что мне ему надо сказать? Ничего не говори. Фёдор, подожди. Фёдор, подожди. Геннадий Иваныч! И достала орать. Геннадий Иваныч! Тинец. Два дня побегаешь и в леске ляжешь. Подойдите, пожалуйста. Ну, чё тебе? Я согласна. Я на всё согласна. Только вытащи меня отсюда. Пожалуйста. А как же я теперь с одним глазом? Не попаду. Тут крыс. Ладно, чего встал? Давай, воды натаскал, мыть её будет. Ага. И сейчас, Иваныч, сейчас мыть будем. Давай, давай вот так. Спасибо. Спасибо большое. Ну-ну-ну, тихо-тихо-тихо. Давай так. Такой уговор. Если Коля или кто там ещё спросит… Конечно. Сама захотела, да? Конечно. Ну, всё. Подожди, подожди. Геннадий Иванович, спасибо большое. Сама захотела, ты своей губернии. Геннадий Иванович, я забыл. Боря, где ты? Я в ресторан заехал. Чего, кроме воды с собой взять? Хорошо. Только я приеду, будьте сразу готовы. Давайте. Добрый день. Привет, Витя. Вы что-нибудь будете? Нет, ничего, только кофе и собери мне с собой воды и каких-нибудь бутербродов. Хорошо. Хорошо. Ты где должен был быть, урод? Где я сказал? Где ты был, тварь? Тихо. Тихо сказал. Да. Привет, Гена. Я тебе названиваю. Заехал он в коровник, а тебя там нет. Хорошо, он только твоего встретил. Он этот номер дал. Здорово, Серега. А я вот на рыбалку укатил телефон, выключил. Сижу, клюет. Ну, понятно. Слушай, а что Марина уехала? Позавчера еще. Ее же уволили. А почему такая спешка? Мне ничего не сказали. Надежда Алексеевна прикасалась срочно. Мне-то что? Взяла ей такси, а она уехала. Такси? А Коля сказала, что на автобусе уехала. Да, на автобусе. На Ростовском. А до автобуса на такси. А-а. Понятно. Да, вроде так и было, да. Ну, ладно. Хорошей рыбалки. Ага. Давай. Пока. Ну-ка, быстро все в морозильник! Бегом, я сказал! Бегом, я сказал! Да вы за че у тебя? Нет, нет, нет. Пока она ментов из Краснодара не привела! Бегом, я сказал! Слушай, ты вчера работала вечером. Да, а тебе-то что? На вчерашнем Ростовском, который через Кирилловку идет, много было народу? Да вон битком. А что? Ты ж сейчас по паспортам билет выдаешь? Ну, конечно. Вон, видишь приказ «Вихрь антитеррор»? Когда Чеченка этот Ростовский рванул, вот такое началось, вплоть до войны. Слушай, а можешь мне показать? Девушка, я не понимаю, вы работать будете? Подождите! Девушка, сказано перерыв 20 минут. Что ж такое? Что, прямо сейчас? Ну, не сейчас. Потом. А кто вчера билет тебе покупал? Тебе, мамку. Спасибо. Девушка, сказано перерыв. Компьютер завесен. Ну, показывай, показывай. Что, давайте? Разгружайте. Я эти вопросы не решаю. Сейчас позову бригадира. Пошли. Бригадир! Я здесь. Вот, привез. Здрасьте. Здрасьте. Так, привезли. Хорошо. Грущиков позови. Здрасьте. Скажите, а Марина Горобец здесь работает? А вы ей кто будете? Муж бывший. Женя, пойдем. Там зовут тебя. Ты сидишь здесь, пока не позовут. Понятно? Все. Красавица, можно спросить? Марину Горобец знаешь? Да ты че? Марина Горобец есть работа? Девушка. Да? Марина Горобец есть работа? Выйдите отсюда, пожалуйста. Да вы че? Я только спроси. Охрана! Выведите его, пожалуйста. У меня животные нервничают. А ты че тут делаешь? Здесь стерильное производство. Уважаемый, я Марину Горобец ищу. Да? Пошли. Давай, проходи, садись. Давай, проходи, садись. Как говоришь, фамилия? Ну, Горобец, Марина Николаевна, фамилия. Нету такой. Да ладно? А мне сказали, она к вам на коровник работать устроилась. Может, у вас еще коровник есть? Да, четыре работающих, два еще строим. Здорово. Ну, слушай, ну тебе же русским языком сказали, нету, нету. Так. Ты груз доставил? Молодец. Свободен. Дуй свою автоколонну. Чуть не забыл. Мне ж тут надо печать поставить. Вот здесь, по-моему. Это тебе на центральный офис надо. А, на центральный? Да. А где это? Тебе ребята там объяснят. Проводи. Человека. Я тебе говорю, Горобец. Кто при делах? Вообще. Нет, ну ты прикинь, а урка, ну, короче. Да ладно ты, ты, ты. А что стоите? Давайте, да ваш пошел. Давайте, давайте. Да, пошли. Рейси давай, рейси. Рейси. Рейси давай, рейсй. Рейси. 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 Чего надо-то? Как на трассу проехать? Да какая трасса? Здесь поля кругом. Куда надо-то? Не в сторону. Краснодара надо. Краснодар там. Вот туда надо возвращаться. Господи, как чувствовал, что не туда. Боже мой. Слушай, короче так, вот по этой дороге обратно возвращаешься. Километров двадцать. Потом поверни налево. Еще километров десять, а оттуда уже повернешь направо и на трассу. У меня бак пустой, не поможете? У вас что, бензин? Не знаю. Да, наверное. Бензобак открой. Выйдите. Только у меня семьдесят шестой. Плевать. Движок может закозлить. Плеть. Плевать. 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 Аппарат-то не ваш. Гадал? Спасибо. Километров на сто пятьдесят хватит. Вот держите. Вот чья машина. Берите сколько надо. Спасибо. Доверенность напишите. Может прорветесь. Удачи. Спасибо. Удачи. Алло, Андреев. Короче, а ты уехал из лошинки, а? Ага, понял. Давай, разворачивай. Поехали к агрохолдингу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Документы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага. А свидетельство о регистрации. Доверенность на машинку, пожалуйста. Пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А чё это Геннадий Киреев, твой начальник, дал управлять тебе своей машиной? Багажник открыли? Зачем? Я спешу очень. В чём дело-то вообще? Повторяю, багажничек открыли и выходим. Стой! Куда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Алле! Тут мужик этот приехал, который на фуре. Ну, говорит, что до вечера. Ну, пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А то, думаю, чё порожняк-то гонять. Ты только, дед, смотри. Ты деньги-то убери. Бутылочку потом привезёшь. Вечером. Посидим, разопьём. Ладно. Пойду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слышь, мужик, трактор убрал отсюда. И чё? И чё? Ты чё не понял, что ли? Я тебе сказал, трактор убери. Да никуда я его не уберу. Ты чё ты не понял, мужик? Ты что, не видишь, что перед тобой? Чертям убрал свою колымагу отсюда. Бегом! Возьми и объехай. Пёс Волковский. Что ты сказал? Псы Волковские. Ты знаешь, как это называется? Это называется неподчинение милиции. Да какая же вы милиция? Эта дистанция! Брось! Брось кого-то! Мразь! О, Господи! Вот нелюди, а! Ты идти-то можешь? Вставай! Ты куда тут идти-то? Ну, не знаю. Ну, вот так, через лесок. А? Тут везде край. Куда же идти-то? Ты от Волковых бежишь? С коровников? Да. Если они меня поймают, они меня убьют. Не поймают. Так, ладно. Садись ко мне в кабину. Поедем ко мне на зимник. Будем оборону держать. Спасибо большое. Иди, садись, а я тут разберусь. Стать! Захара, мы сколько уже знаем друг друга? Лет пятнадцать. И не меняешься. Че ты жадный такой? Зачем напротив моего магазина свой открыл? На рынке моем в ватрушках бедокуришь? Мясо из соседней станицы возишь? Говорят, мясокомбинат собираешься открывать? Да передумал, не боись. Я так прикинул хрен к носу, к тебе пока повожу. Второй мясокомбинат станицы. Зачем? Ты же из общака поднялся. И чё? Ничего. А я вот этими руками, вот этой тямой, горбом своим, у криминала ни копейки не взяла. Тесно нам, Захар. Я пивзавод до ума довожу, а ты дешёвое пиво из Новороссийска прёшь. Я хлебопекарню ставлю, а ты из кумыльки хлеб везёшь. Я ресторан, ты ресторан. Напротив! Я к тебе сына с разговорами, а ты мать-перемать пошёл ты и на узкол краснодарских бандюков угрожать прислал. Я тебе зайти и глотку перегрызу. Коленька-то твой, роднуля моя, не один пришёл. Он с собой двадцать быков притащил. Если так даже. Ты же умный казак. Ну, взял, набрал телефончик. Надюша, мол, так и так. Твои тут беда курят. Чего смеёшься? Перестань, Алексеевна. Они без твоего ведома и до ветра-то не ходят. Правильно понимаешь. Королёв, вставайся! Ты окружён! Выходи, Королёв! Королёв, выходи, не дури! Сейчас! Ну, подходи! Степан, не дури! Начнём штурмовать! Дети с серотами останутся! Сейчас я им, сейчас я им, сейчас я им покажу. Слушай, а чё так долго? Хорош тянуть. Что? Решили голым взять, а? И правда контуженный! Стемнеет, вы и курим. Алло, слушай. Понял. Упёрлись мы лбами, Захар. Я тут покумекала и думаю, не отдать ли тебе этот ресторан? Не понял, расшифруй. И пивзавод тоже. Чё-то я не пойму, роднуля моя, к чему клонишь. Не молодеем. Ты в отрожках царь и бог, поделим станицу по уму. Конезавод, мясокомбинат, пивзавод. Всё твоё, бери. По дешёвке отдаю. Темнеешь ты что-то, темнеешь Лексиону. Не пойму, в чём выгода. Они же тебе хорошую прибыль приносят. Я хочу, чтоб сыновья мои в Краснодар поехали. Людьми там себя показали. Значит, хочешь, чтоб твои сыночки на эти два места в ЗАГС собрания Кубани сели? Хочу. Не получится. Народ их вычеркнет и проголосует за меня. Одно место пустым останется. Вот и все дела. Народ, что дышло, куда повернём, туда и вышло. Ну, выберут тебя. А что? Потом-то что? Ты как был бандюком, так и останешься. Ты чё? На панель меня выставить решил? Ты что? Захар никогда проституткой не был и не будет. Народ в меня верит. Эти разговоры кому-нибудь другому оставь, ладно? Я тебе дело предлагаю. Ты чё, глумишься, что ли? А где я тебе столько бабла возьму, чтоб всё это выкупить у тебя? Вот. Тут всё подробно расписано. Приедешь, почитаешь и решишь. Отдашь голоса моим, потом вместе едем в Москву и выбиваем тебе дешёвый кредит. Казаки уважать перестанут. Казаков купим и продадим. Ещё и рады будут. А про это никто не узнает. Денежки они тишину любят. Обманешь ведь сучером. Фу, как неинтеллигентно, женщине. Да какая ж ты женщина? Ты и пирамида Хеопса. Да. И рынок в отрошках придачу. Мне надо с людьми встретиться, перетереть. Завтра позвоню. Сегодня. А то я передумать могу. Вот и вся цена тебе, Захар. Три копейки в базарный день. Мам. О, вы что никуда не уехали? Надо поговорить, это очень важно. Раз важно, давай поговорим. Родной ты мой. Угу. Спасибо, ребят. Да ладно, Ген. Чего б я без вас делал, а? За спасибо птички поорют. Да брось, что ты в самом деле? Мы что, тебе мало платим? Не быку. Коль, ну был выезд. Бензин, применение оружия. Королёв этот. Оформлять мне как-то надо. Держи. Оформляй. Коль, у него башка пробита. Давай ещё накинь. Лейтенант, ну что, охренел что ли? Ну, ты всем отделением столько не зарабатываешь за год. Коль, ну что я охренел? Ну, мне как-то рот им всем закрыть надо. Давай ещё столько же и… Оформляй как терроризм. И что, всё как положено. Сопротивление при задержании. Договорились? Будет сделано. Трупы будут нужны. Да, Ген. Сделаем. Коля, оформим всё по букве закона. В лучшем виде. Чем же у вас так, а? Монтировкой. Живой? За всё ответишь, Коля. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сидеть, тюка! Так, замер. Ну что, грузовик, приехали. Лезь давай, чего стоишь? Закрывай решетку. Быстрее. Фетя. Здрасьте. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо, Антоша. Руки убери. Слушай, ну я не понял тогда по телефону, что ты в этой станице. Я тебе три раза звонила. Мог бы догадаться. Слушай, ну я... Я там слышал то стрельбу, то крики. Я вообще подумал, что ты... Ты ничего ты не подумал. Наплевал на нас со Светкой. Кто плевал? Кто? Это я наплевал? Ты же ушла и Светку с собой забрала? Ну, извини. Мне там было противно оставаться. И дочь оставлять. Мария. Мария. Ну, столько лет вместе, а. Ну, один раз и сменил, ну. Ну, прости, ну, прости, ну, прости. Ну, сколько я еще могу извиняться, а? А что такое? Гордость не позволяет, да? Ну, конечно, ты же у нас мужик, хозяин. А тут я вдруг. Начала деньги зарабатывать, начальница... Да, ну, не в этом дело. Ты просто уехала на два месяца. А я же нормальный мужик, Марин. Свинья везде грязь найдет. Свинья везде грязь найдет. Что ты психуешь-то? Живете счастливо, мебель купили. Что значит живем? Я же говорил, она у себя живет, у нее свой дом есть. А мебель купил, и что? Ничего. Хорошо. Дочка только неизвестно где. И мы теперь тут. Ну, это же ерунда по сравнению с тем, что все остальное, это прекрасно. У вас все будет хорошо. Значит, Богу угодно, чтоб вы здесь оказались, друг другу в глаза посмотрели. А че ты лезешь-то, а? Сам чего здесь сидишь? Богу так угодно, что ли? А че ты орешь-то? Да угодно. А че я ору? Я тоже дочь ищу. Понял. Жена умерла, а я другую женщину в дом привел. Алия ее сразу не взлюбила. И ушла из дома. Ушла. Слушаю вас. И диву даюсь. У вас дети как сорняки растут. Вы только с собой занимаетесь. Марина. Марин, ты здесь? Сережа. Сережа, господи. Давайте быстрее наверху по одному. Пойдем. Поднимайтесь. Я не пойду. У меня с ногой что-то. Вы их, по-моему. Так донесем? Нет. Да нет, я уже два раза убегал. Я все, отбегался. Я найду. Ну, как хотите. Найду. Элию найду. Марина, они вас все равно найдут. Давай руку. Познакомьтесь. Кстати, это Федор мой муж, бывший. А это Федя, младший сын Волковый. Вот оно что. Сергей, очень приятно. А я смотрю, тачка-то крутая. Мне на такое за жизнь не заработать. Видать, не меня приехала изъема вытаскивать. Да, представь себе, не тебя, а меня. И что дальше? А я вот думаю, Марин, это каким же ты местом тут нашу Свету искала? Долго думал, чтоб такое сказать. Лампочка загорелась. Пойду масло проверю. Так тыщечный какой он, а? Лампочка у него там загорелась, ничего у него там не загорелась, Марин. Слушай, ну, что дальше-то делать? Ты позвонила, я сорвался. Поехали домой. Федор, исключено. Свету надо искать. Ну, так давай вместе искать. Марин, ты же знаешь, я без тебя не могу. Федор, послушай, ты без меня прекрасно можешь. И я без тебя могу. Все. Понятно. С этим остаешься. Во всяком случае, не с тобой. Они вас искать будут. Поэтому никуда не ходите, садитесь в машину и уезжайте. Они это кто? Они это твои? Послушай, Федор, Сергей человек хороший, он не читаем. Поверь мне. Понимаю, вас унизили, оскорбили. Можете подать иск по поводу моей семьи, пожалуйста. Хороший человек, сам себя в тюрьму хочет посадить. Федор. Значит так, я в куму. И вот этот вот благодетель первым сядет. Федор. Понял же сей. Ну-ка ты что делаешь? А ну, гусь я от него. Он тебя с того света вытащил, как ты можешь. Останови машину. Все, надоело. Не могу больше. Федор, выходи. От греха иди, Федор. Все, ну невозможно с тобой. Давай, давай, езжай. Как может, ты у Федора? Давай, езжай. Он тебя с того света вытащил, ладно? С левого вам. Ну и характер. Какой есть. Ой, фу, кошмар какой. Опять кошка снилась. Ходит по амбару, сметану слизывает. Ты здесь? Да, мам. Доброе утро. Мам, тебе с каких начинать? Ой. С плохих? Очень плохих или? Давай не тяни. Эх, статья тут вышла. В Краснодарской газете. Про нас, про выборы. Бессовестные. В конце статьи резюме. Если генеральная прокуратура Кубани не разберется с Волковской группировкой, станица, а за ней весь север Кубани, погрязнет в криминальных разборках. Представляешь, мам? И в конце подпись. Вячеслав Воронков. Кто такой? Золотое перо России. Москвич, журфак закончен. Настрочил, наверное. И в бухгалтерию побежал. Ни стыда, ни совести. Ой, вы, отца и селистого, долганой, признанки Кубани. Слава тебе, Господи, слава тебе, Боже мой, слава тебе, билостерки Кубани. Слава тебе, Царица Небесная, милостивая, слава тебе, вечная. Слава всем святым и праведным. Аминь. Словести они потеряли, мама. Думаешь, заказ? Уверен, Захаров под нас копает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, мама, это в Сочи на Фазенде. Захаров журнали гусетин и с нашим имиджмейкером. Когда он успел? Я вчера с Захаром встречалась, договорились обо всем. Ему совсем нет смысла идти против нас. Он согласился? Еще бы. Дешевый кредит на дороге не валяется. Получается, они раньше встречались. Ну, да, получается. О, харьки эти. С него, значит, денег взяли и к нам побежали. Разбились с ними. Мам, мы одинаково мысли. Я уже послал ребят. Молодец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, вы записали? Привет. Привет. Хороший кабинет. Я поняла. А где Николай Владиславович? Он позвонил и сказал, сам приедет. А дай я посижу. Пожалуйста. Нам нужен адрес дружка твоего, имиджмейкера. Что я его? Сват или брат? Он вообще в Москве живет. Сейчас в Краснодаре. Нет, он говорил, кажется, я не помню. Вспомнил? И так, мама, плавно переходим к следующей новости. Серега был сегодня на старом коровнике. И увез свою невесту. Я еще вчера поняла, что он не отступится. Бросит он дуру свою. Я не помню точно. Где-то в районе, мол, комбината. Ну, который на Калинина. Там еще этот памятник рядом. Памятник кому? Ленину памятник. Да, ребят, что вы? Вы это из-за заказухи, что ли? Так это не он. Это я точно вам говорю. Это я точно вам говорю. Дяденька, подбросьте, пожалуйста. Куда, красавица? Да мне ворчуду надо. Я оттуда. Ты меня не узнаешь? Я у вас на коровнике был. А, узнала. А ты кто ей? Марини это. Муж бывший. Муж объялся, Грюш. Давай, садись. До Ново-Алексеевской подброшу, а там сама. Дорчатой оттуда рукой подать. Садись. Что там еще? От Клары звонили. Девочка из интерната пропала. Ой, черт. Бардак какой. Бардак у Клары этой, Гнать ее надо. Догнать-то понятно, кого на ее место поставить. А вот Марину и поставь. Защищает их, пусть с ними и возится. Ты меня слышишь? Значит так, сейчас звонишь ему и назначаешь встречу на сегодня. Часиков на пять. Хорошо, хорошо. А что, что я ему скажу-то? Мы ему денег должны, так? Ну, да. Ну вот, привезли. Ну, а если он мне не поверит? Валера, ну знаете, сюда смотри. Давай он нам поверит. Мам, и вот это. Костик, привет. Узнал. А я в Краснодаре. Да. К сестре еду. Сегодня здесь проездом. Да. Хочу с тобой встретиться. Тебе же Волковый гонорар задолжали? А я получил. Все тебе хочу передать. Да. Давай у памятника Ленину. В пять. В пять часов. Ну, молодца. Угощайся. Спасибо. Ночь в лесу просидела, там не кормят. В лесу-то чё делала? Сбежала. На трассе мужик подобрал, подвез. Потусовалась с ним на стоянке. Могу с тобой, если до Орчады подбросишь. Слушай, у меня дочь такая же, как ты. Жуй вон бутерброд и сиди. Вишь ты. В Орчаде у тебя кто? Бабушка. Но только она не родная мне. Она меня на улице подобрала, когда я маленькая была. И в детдом отнесла. И в детдом отнесла. А вода можно? Ей. Не устала, если ложись. Спасибо. Как тебя хоть звать-то? Дядей Фёдор меня звать. Как в мультике. А мне не уросли вот. Потому что папку я с ней нашла, так и назвали. Не помешал. Не помешал, говорю, барыня. Ну хватит, Владик. Ну сколько можно, ну. Обился и просил прощения. Хватит. Бог с ней, с машиной, с этой. Как жить-то дальше собираешься? Как жила, так и буду жить. Где ты взял? На рынке. За крючками, за мормышками ходил. Вот тот в рюкзак сунул. Неужели ты ничего не видишь, а? Что я должна видеть? Как ты пела? Я сейчас запою полстаницы сбежиться. Неси баян, споем. Давно не пели вместе. Вот теперь твой баян. Другие ты песни поешь. Это и твой такой же баян. Это все наше с тобой. Да за детей, за внуков страшно. Старший-то совсем уродом стал. И другой сын скоро таким же будет. Куда ты их пихаешь в эти вайберы? Куда ты их все суешь? Хорошие дети у нас, хорошие сыновья. Чем они перед тобой провинились? После свадьбы в Москву поехали. Куда мы первым делом-то пошли, а? Помню. Помнишь? В консерваторию. Музыку слушать. А теперь что? Внуки-то? Что с ними? Что с внуками-то будет? Книг в доме нету. Че ты разошелся-то? Разошелся. Сидишь там на затоне, как волк. Вот и лезет тебе всякая ересь в голову. Надюша, умру я скоро. Тьфу тебе, типунный язык. Сердце болит. Сердце болит. Но это. Тянет. Господи, Владик. Ну, че ж ты мне-то ничего не скажешь, а? Давай к врачу сходим, обследование сделаем. Давай. Блин, ты от того, что не понимаю я вас. Ни тебя не понимаю. Ни детей, сыновей своих не понимаю. Неужели только вот этими живете, вот? Только это вам ради чего живете? Владик, это и твое тоже, как и мое. Все наши. Ну, давай куда-нибудь съездим, в круиз какой-нибудь, а? Пирамиды какие-нибудь посмотрим. Я ведь тоже нигде не была. Давай. Хорошо вяжите, хорошо, Владик? А я не могу. Хорошо. Когда другим плохо. Я ведь только защищалась. Ты вспомни, сколько мы с тобой натерпелись. Надюша, остановись. Остановись. Я никому ничего плохого не сделала. Ну, пошел я. Куда? А на кладбище. Участок посмотрю. Потом на затон. На воду смотрю. Отпускает. Не так тянет. Никакие круизы я не поеду, Надюша. А вот, что я тебя попрошу. Положи-ка ты мне на книжку немного денег. Зачем? Ну, ты же говоришь, общее у нас. Общее. Ну и положи немного. Ну и положу. Завтра в Краснодар поеду, книжку на тебя заведу. На мормышки твои, на крючки заведу. Все? Ну и спасибо. Ты совсем страницем я стал. В станице. Бог весть, что про нас болтают. Надюша, я тебя боюсь. Чокнулся. Я улетел, меня здесь нет. Я на небе вон там высоко. Я то что. А что дальше? Не хочу ни о чем думать. Придется. Потому что у тебя есть жена, и потому что я Саша тебя. На семь лет ну и что. А с женой разведусь. Она молодая и красивая. Не то что я доярка. Мы чужие. Два года прожили, все потекло. Для нее жизнь только праздник. Мы не стираем, мы не готовим. Но даже ребенка грудью не кормим. Потому что боимся испортить фигуру. Терпеть не могу мужиков, которые плохо говорят о своих женах. Когда я работала начальницей, я так их увольняла сразу. А ну, нарцисс, ты не представляешь, как тяжело жить с человеком, который влюблен только в себя. А понимаешь, это не сразу. Дочку поможешь искать? Иде искать. Нет, я всегда про это думаю. Думай. Знаешь, зачем я Николаю идею про чистые продукты подарила? Деньги нужны. Чтобы искать, чтобы ни от кого не зависеть. В Москву ехать надо. Объявление в газету давать. Центральный телевидение фотографии показывать. Я тебе честно, прямо в глаза говорю, дочку найдешь, я с тебя пылинки сдувать буду. Марин, клянусь, все подключу. Говори, что делать? Целовать меня. Мам, я тут, что с тобой? Да отец сдувел совсем. Давай я с ним поговорю. Не надо. Чего ты пришел? Я вот что подумал. Раз Серега у нас такой пылки влюбленный, может оставим эту Марину Горобец? Тем более голова у нее хорошо работает. Она мне тут бизнес-план нарисовала. По производству молока, короткого срока хранения. Предлагает его производить и самим реализовывать. Ну, нормально. По-моему, это интересно. Интересно. А что мы с тобой тут сможем сделать, раз у них там любовь? Здравствуйте. А вы Константин, да? Да. Я от Валеры. Он приболел, просил извинить. А где деньги? Передал. Мы можем сейчас проехать в редакцию, там будут деньги. Не-не, ребят, это не серьезно. Здесь договариваются. Я тебе сейчас с ногу отстрелю. Садись в машину. Поедем в редакцию? Да. Приехали. Приехали. Ну, пошли. Это же ментовка. Да не бойся ты, там все свои. Пошли. Здорово. Здорово, кум. У тебя? Конечно. Здорово, кум. Тебя где носило? Не поверишь, плену было у Волкова. Где? В лисей балке. У них там подвал. Типа, рабов держит. Я ж тебе сказал дома сидеть. Носа не совать. Послушай, Саша, там девочка у тебя в коридоре. Я ее на трассе подобрал. Ну? Из интерната она сбежала. А там у них, знаешь, черти что творится вообще. Ну, не возвращать же ее обратно. Якименко, ты? Я. У вас там девочка? Пусть в дежурке посидит. Есть. Рассказывай. Да что рассказывать? Марина там тоже сидела. В этом подвале. Ну, вы даете. А где она сейчас? Про Валю стали говорить. Разругались. Вдрибодан разругались. Не знаю, где она шляется теперь. Вы меня достали. Вы же любите друг друга. Любим. У нее, знаешь, с младшим Волковым любовь теперь. Ты смотри, ревнуешь. Да тебя, Феденька, с бабой застукали. Теперь ты получай сдачу. Терпи. Да я это вытерплю. Я вообще не понимаю, как без нее жить. Как увижу, так в глазах темнеет. А потому что за такую бабу драться надо. В глазах темнеет у него. Давай показывай, где вас держали. Так это, там где, знаешь, коровники разрушенные, низина такая. Вот где-то здесь. Вот здесь? Лися-балка? Типа, да. Ты смотри, как лихо устроили. Прям на границе, видишь? И ни наша, и ни Лощинская. А значит, ничья. Прокурор области. Давай. Здравствуйте. Новая Алексина беспокоит. Рябаконь. Он сейчас очень занят. Слушайте, у меня срочное сообщение. Срочное. Ну, ну хорошо. Попробую. Спасибо. Василий Лукич. Да. Рябаконь. Что у него? Важно. Соедини. Соединяю. Здрасте, Василий Лукич. Помните, я вам про Лощинку говорил? Про то, что люди у меня там пропадают? Ну, конечно. Каждое совещание с этого начинаем. Вот. Так я нашел. В Лисей Балке. Прям на границе. С бывшими полигонами. За суп работают. А, так это не ваш район. А чей это район? Он и не наш, и не Лощинский. Ни чей он получается. И что ты хочешь? Санкции, что ли? А, Владимир Николаевич, не обидится? Ведь по документам, вроде бы, эта Лисья Балка за ним числится. Так в его районе по пятнадцати именам виски. Если Киреев не хочет работать, давайте я наведу порядок. А может завтра? Александр Евгеньевич. А то такой начнется, а у нас выборы на носу. А? Василий Лукич, какие выборы? Так не нас же выбирают. Ладно. Поезжай. Все пролезть там, как следует. А потом звякни мне. Только аккуратно. Договорились. Добренько. Хорошо. Заходи. Заходи. Проходи. Проходи, Нюр. Садись. Осенева. Нюра. Узнаешь? На тебе уже везде разослана ориентировка. В интернат обратно хочешь? Ну-ка, Валя, не молчи. Не хочу. Значит, смотри, что я предлагаю. Ты пишешь все, что знаешь об интернате, с именами, с фамилиями, о пропавших девочках, о том, как с вами обращались в интернате. Я даю делу ход. Отпустите меня. Если они узнают где, они меня назад вернут. Не вернут. Вот в этой папке показания нескольких десятков человек. Про Лазаревых знаешь? Да. Здесь. О братьях Грачевых. Угу. Информация о пропавших без вести вся здесь. Я подставляться не хочу. Нюра, никто не хочет. Никто. Только в страхе жить нельзя. Значит, под моей охраной мы с тобой поедем в Краснодар и подадим заявление в прокуратуру края. Все. Дежурный! Бережной! Я, товарищ майор. Любань, здорово. Сейчас Паша приведет к тебе девочку, сбежала из интерната. Ну, приголубь ее, беглянку. Люба, поживет у нас несколько дней. Все, потом объясню. Давай. Паш, понял? Слушай, товарищ майор. Давай, действуй. Есть. Пошли. Пошли. Так, все, по коням. Федя. Давай домой. И чтоб без самодеятельности. Спасибо. Подожди, Коля. Важный звонок. Прокурор. Да, Василий Лукич. Надюша. Там на лисьей балке бодраки твои? Мои. Да там семечки. Два с половиной человека. Кирпичи таскают. Мне сейчас Рябаконь звонил, санкции просил. Он туда поехал порядок наводить. Так что передай, чтоб там все чисто было. А что он там забыл? Это моя земля. Ты благодари Бога, что он мне позвонил. Все, что мог, я тебе сказал. Спасибо, Василий Лукич. Спасибо, дорогой. Что там? На Новолисинские менты поехали. На лисью балку с проверкой. Это что, сын родной сдал? Да нет, мам, что ты? Нет, нет. Серега не мог. Сейчас, погоди. Серега, привет. Привет. Ты где? На пляже загораю. Не он. Скажи, а ты записки с угрозами не читаешь? Тебе что, жить надоело? Читал, читал, в курсе, что ты орешь? Да не оруя. Я сколько раз тебе говорил, без охраны из дому никуда. Марина где? Здесь, рядом. Узнал, доволен. Рот закрой, домой езжайте. Едем, Коля, едем. На серьезный разговор едем. Не он эта мама. С Мариной он там. Я знаю, кто это. Муж этой, Горобец. Федор. Сейчас, мама. Гена, это я. Здравствуй. Собирай людей и уходите оттуда. К вам милиция из Новолексина едет. А куда я уеду? У меня пятьдесят уродов и два велосипеда. Грузи их. И уходите в сальские степи. Там поработают пару дней. Будешь там с ними. Понял? Я понял. Сейчас. Быстро. На улицу всех собрал. Бегом! Да. А то второй раз уже с этой бабой справиться не можешь. Теперь с мужем ее. Здравия желаю, Любовь Тимофеевна. Вот это Нюра. Я вам ее привел. Ну, здравствуй, Нюра. Люба. Спасибо, Паша. Я лишнего не спрашиваю. И так вижу, что не сладко было. Захочешь потом, сама расскажешь. Голодная? Есть немного. Ну, пошли в дом. Придумаем что-нибудь. Пойдем, пойдем. Знакомься, дочка моя Оля. Здравствуй. Привет. Привет. На-ка. Неси на крыльцо. Опаньки. Что, развлекаешься, мразь? Ставай быстрее. Отдохнуть приехал, тварь. Иди сюда. Назад отойди. Ты нам за всю семейку ответишь. Красавцы. Вдвоем на одного, да. Ай, не пугайте его! Убейте! Лед! Уйди! Отстань от него! А ну-ка! А ну-ка! А ну-ка, иди сюда! Иди сюда! Заткнись, подстилка вон! Отпусти меня! Боже, сволочь! Гады! Бегись! Бердашки в пистолет! Иди убьют, дура! А мощь свою! Стойте, гады! Сволочи! Убью вас! Пошли вон! Убью вас! Убью вас! Ну-ка, дай сюда пистолет! Давай сюда! Ты что, дурела, что ли? Пошли вон отсюда! Встретимся еще! Давай! Сережа! Сережа, Господи! В целях обогащения и находясь в преступном сговоре с продюсером Халиковым Константином Николаевичем, мы прибыли из Москвы в Станицу. Встретились с бизнесменом Захаровым, который согласился финансировать ряд заказных статей с целью опорочить репутацию Волковой и ее сыновей. Захаров дал нам для этой цели пять тысяч долларов, из которых двести долларов Халиков Константин Николаевич отдал главному редактору местной газеты Ванечкину. А все остальное поделил поровну, между мною и собой. Это не правда, я не буду это говорить, это против моих принципов. Погоди, друг. А, а вот, вот это писать, это что у тебя принципы такие? Да, тут все прав, все как есть. И вот это вот. Если Генеральная прокуратура Кубани не разберется с Волковской группировкой, Станицы, а вместе с ней и всему северу Кубани, грозит погрязнуть в криминальных разборках. Вячеслав Воронков. Все как есть, я горжусь этой статьей. Начинайте. Что начинать? Подождите! Не надо! Подождите, ребята! Что вы делаете? Не надо! Не надо, не надо, ребята! Ребята! Послушайте! Послушайте, да я согласен, согласен! Что надо делать? Стоп, стоп! Что надо делать? Ребята, ребята, вы же сломали ему руку! Что? Давай, включай камеру! Давай! Наизусть! Так! Давай! Да что, там ужасно выписано! Я не могу это говорить! Ну, заткни его! Чего он орет у тебя? Да тихо, не могу! Да пойдем! По телевизору, как чистосердечное признание! А чье признание-то? Ты мне от волнения, что ли, такие вопросы-то задаешь? Ты совершил ошибку! Я хочу, чтобы народ увидел, как ты эту ошибку признаешь и исправляешь! Да пошли вы все! Не буду я этого говорить! Это против моих принципов! Давай на круг его! Ребята! Давайте договоримся! Не надо, а! Пожалуйста! Пожалуйста! Ребята, ну! Сволочи! Пожалуйста, ну не надо! Сволочи! Подождите! Давайте договоримся! Сволочи! А ты кто? А кто из вас ребят педофилов в краевую дубу продвигал, а? Мы не знали! Пороже, только не зацепи! А! Синие! Ребята! Ребята! Не бейте его! Не надо! Я все сделаю! Ну иди! Говори! А сейчас! Что ты делаешь, Костя?! Так! Заходим с двух сторон! Иванчук, давай отсюда! Пошел! Есть! За мной! Остальные за мной! Остались здесь двое! Здорово! 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 А вы что здесь делаете? А вы что? Это вы тут чего? Здорово, Саня! Здорово! Без тебя вода не освятится! Чего прискакала, Ребаконь-Конь-Конь? Информация поступила, что здесь удерживают заложников! Проверить хочу! А что там проверять? Вон у них морозильник, там четыре бомжа воняют! Пойду посмотрю! Да уж посмотри, посмотри! Там как раз воняет, как ты и любишь! Ага! Ага! Королёв! Степан! Степан, ты что ли? Как видишь! Такие дела, да? Ну-ну! Ну что, посмотрел? Иванчук, там наш человек, двух бойцов поднять его! Ага! Ты что, выше меня званием или ростом? Владимир Николаевич, троих не знаю, а четвёртый — житель Нового Алексина. Степан Королёв, его я с собой забираю. Да ты что, а если я против? Вот что, мы воевать что ли будем? С тобой? Со мной! За счастье! Потому что ты враг! Всем казакам враг номер один! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Ребята, ребята! Ну что, майор, вынужден буду доложить в прокуратуру о твоей самодеятельности Василию Лукичу. А вот оно что! Вот откуда ноги растут! Передай Василию Лукичу, сколько у него там внуков, четверо. Вот когда волковские бандиты за яйца их будут подвешивать, пусть мне не звонит, ему поможет подполковник Иреев. Обязательно передам, Саша. Особенно про яйца и про внуков. Передай, передай. Передам. Саня, мне представление послали на полковника, а тебя что-то в списках я не видел, а? Зато сплю спокойно. Спи спокойно, дорогой товарищ. Ну давайте выводите остальных и в машину их как-нибудь, только не в мою. Давай, давай. На колени. На колени. Давай, сидеть. Ну что, ребят, ситуация следующая. Откройте рот, и мы начнем работать по мамам, папам, сестренкам. Адреса вы дали. Сегодня перед тем, как лечь спать, вы конечно будете делиться впечатлениями обо всем происходящем. И вам в голову может прийти такая мысль убежать от нас. Так вот эту мысль, ребят, гоните от себя прочь, да добра она вас не доведет. Сейчас берете денежку, едете в Краснодар, там селитесь в гостинице и с замиранием сердца ждете моего звонка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Слушай, ну чё, сваливать отсюда надо? Долго ещё тут торчать, а? Потерпи, немного осталось. Я к тебе еду. Через полчасика буду. Ко мне? Слушай, да ты, ты три часа искать только будешь. Я же сам не знаю, где мы конкретно находимся. Найду. Найду. Скоро буду. Давай. С проверкой едет. Так, быстро мне сменку собери. Чёрт, откуда он знает? Откуда, а? Как демона, вот скажи мне, откуда он просекает зубы? Ну я откуда знаю. Держи, Павлик. Твоё. Спасибо. А, Николай Велиславович, ещё одна важная информация. Рябаконь под вас копает. Чего? Уже целая красная папка. Запрос, показания. Он после того, как в старых коровников шиш с маслом ношу очень сильно рассердился. Мол, терпеть надоело. Спасибо. Как мне надоело, если б ты знал. Павлик, нашёл бы ты мне эту папку. Ну, нереально. У него ключи от сейфа всегда с собой. Полстаницы у меня машину выпрашивают. А я всё, видишь, по-братски для тебя держу. Ну, Николай Владиславович, я ночи не сплю и думаю, как бы нам этот ход конём провернуть. Думаешь, скажи мне, Паша, а Рябаконь твой, о чём мечтает, а? Он себе джип мечтает купить, чтоб всех ветеранов своих на природу вывезти и с ними там песни под гитару горло бить. Ну, вот мы, Павлик, с тобой и придумали. Ну, что, поможем Рябаконю с джипом-то? Как? А ты на его место сядешь. Я ж старший лейтенант, так не бывает. Ты меня только в депрессию не загоняй, а. Старшие лейтенанты капитанови становятся, капитаны майорами, майоры подполковниками и дальше, как карта ляжет. Чё с Рябаконём? Ну, а Рябаконь отдохнёт немножко. Наши конки. Красота. Ну, ты даешь, Киреев. У вас здесь рыбалка, как в цирке. Рыба за ванну крючок цепляется. Таким приказ был, товарищ генерал. Распоряжение по подводной милиции к нам едет, товарищ генерал, в кои-то веки. Чтоб всё было на высшем уровне. К тому хата, сынок. Скоро будет. Скоро скоро. А то выпить хочется. Чего озвучить-то хотел? Пока не нажрались, давай. Говори, что надо. Да тут такое дело, Валерий Иванович. Товарищ генерал, вот посоветуйте. Вот, как скажете, так и сделаю. Майор Рябаконь лезет в дела моего управления. Вот мешает мне работать. Нам. Николаич, ну что ты с соседями не дружишь? С соседями дружить надо. Да кто ж с ним не дружит? Я дружил, пока он не лез в мои дела. И ещё не жаловался вам, вам на меня. Что ты говоришь? А вам не кажется, что он вообще с катушек съехал? Чего вы как кошка с собакой живёте? Ну, в этот раз что? Да, у меня волосы дымом встают. Я не знаю даже, как вам доложить. В агрохолдинге у нас в Лощинской работает такая Марина Горобец. Была она замужем за двоюродным братом жены Рябаконя. Полгода как они развелись. И эта Марина собирается замуж за Серёжу Волкова, брата Николая. И тут через меня проходит информация, что эту Марину заказали. Ну и что? Ну и заказали. Валерий Иванович, так вот, информация, что заказала Рябаконь. Чего? Эту? Ему-то это зачем надо? Так вот, и мы в ауте. Зачем? Он приезжал к ней, угрожал. И получается, что теперь его не вытащить. Свидетелей много. Так что, вы извините, Валерий Иванович. Вот, накладываю, как есть. Серьёзное обвинение бросаешь товарищу, подполковник. Товарищ гениал, как есть, так и говорю. Коля. Ах ты, зараза, соскочила. Может, рюмочку? Валерий Иванович. Подожди. Как клюв, Валерий Иванович. Да хорошо, вот, прозевал вот. Вспомнил. Как-то вы насчёт землицы спрашивали, под дачку. Ой, давно это было. Забыл я уж. Сегодня можем поехать посмотреть. Да есть у меня дачку, Коль. Всё у меня есть. Валерий Иванович, ну, понимаю, что есть. Может, детишкам или подохотничий домик. Да некогда мне этим заниматься, Коля. Работа идти, её мать. Так мы же всё на себя возьмём. Земля наша. Со стройматериалами поможем. Оформим, верно? А где это? Из лучи на Кубани. Сосны в три обхвата. На дочь оформим. Поедем, товарищ генерал. Не пожалеете. Вы, Коля, не борзейте. Рябаконь у меня в лучших ментах ходит. Валерий Иванович, так не мы же. Киллеров заказываем. Насколько мне известно, у прокурора края к Рябаконю тоже много вопросов накопилось. Прокурор мне не указ. Коля, а ты за базар отвечаешь? Век свободы не видать, гражданин начальник. Ну что, помогайте, Валерий Иванович, помогайте. Разрешите, товарищ майор? Чего тебе? А вы, кажется, машину для охоты искали? Паш, ну какая машина? Денег нет. Товарищ майор, у меня как раз знакомые срочно джип продают. В идеальном состоянии. Для охоты, для рыбалки все сделано. Если, говорит, своим в хорошие руки, то вообще на любых условиях. Прямо сейчас, очень срочно. Паш, не до джипов мне. Иди с Богом. Ну жалко, товарищ майор, ну вот такие колеса. Феркоп, лебедка, полнопривод, дизель, черный металлик. Возьмите себе. Паш, ну хватит издеваться, иди. Ну ладно, пойду кому-нибудь другому предложу. Ребят, нужна кому-нибудь машина. Вообще отличная, 4-4, дизель, полный привод. Береждой! Да, товарищ майор. Посмотреть можно? Вы Иван Аверьянович? Да, это я, Детишкин Иван Аверьянович. Здравствуйте, это я вам звонила. Присаживайтесь, уфи для рук. Отлично, спасибо. Я вам предлагаю некую сумму денег, понимаете? Это я понимаю. Только за что предлагаете-то? Так, стоп. Мне Нина сказала, что обо всем с вами договорилась. Кто такая Нина? Барышня, ну я не знаю, а не какой Нина. Вы чего изменяете фотку, что ли, делаете? Мне просто нужен человек, который мог… Тихо, не кричи. Я не глухой. Фотку покажи. А, да. Чё? Здравствуй, Никитка. Какими судьбами? Что это вы здесь делаете? Старой знакомый встретил, Николай Владиславович. Кофе решили попить. А старая-то знакомая. Член моей семьи. Жена моего братца. Что? Что задумала Людмила? Ничего. Просто кофе пьем, Коль. С Никиткой? Он же ведь не этот, не фэйшн, не стилист, не визажист. После кофе с ним проблемы бывают. Со здоровьем, с цветом лица. Чего ты на меня так смотришь? Мы просто кофе пьем. Все. Примерно предполагаю, по какому вопросу вы пьете кофе. Но есть одно но. Никита довольно уважительно относится к деньгам. Если я ему предложу больше, боюсь не читать тебе модных журналов. Что вы такое говорите, Николай Владиславович? Шутите все. А девушка сейчас в обморок крохнется. Иди, Людмила, домой. Спасай мир красотой своей. Никит, дело у меня к тебе. Коля, я вроде как на пенсии. Да брось ты, Никитушка. Да? А ты собираешься разводиться? Да. После выборов. Хочешь мирно, тихо, без скандала? Не получится. Мариш, пожалуйста, дай мне самому спокойно во всем разобраться. Со Светой как? Все нормально. Я сказал, Коля, он обещал организовать встречу с прокурором области. Понятно, Коля. А сам что-нибудь делаешь? Ищу. Ищу. Я просто думаю, что надо некоторое время у Люды побыть. То есть, как побыть у Люды? В смысле, со мной пожил, потом к ней поехал, пожил с ней, потом обратно ко мне? Потом обратно к ней? Да при чем здесь это-то? Что за бред-то? Нет, я просто поночую, послежу за ребенком. Потом выборы. Выборы? Выборы. Ты же сам говорил, что не хочешь ни в какие депутаты. Вот здесь, кстати, я с моим согласен. Депутатство сейчас как дворянская грамота. А потом я это делаю ради вас со Светой. А-а-а. Ради нас со Светой? Да. Ну, уходи. После выборов я вернусь. Ну, я ж сказала же, иди. Марин! Иди жили с ней. Марин! Открой дверь! Я, Никишкин Иван Иванович, хочу сделать заявление. Месяц назад на меня вышел майор милиции Рябаконь Александр Евгеньевич и предложил застрелить его родственницу Марину Николаевну Горобец. И о чем я незамедлительно сообщил начальнику милиции Кирееву Владимиру Николаевичу. Киреев предложил мне встретиться с Рябаконем и согласиться взять у него оружие и деньги. Рябаконь в этот день дважды звонил, мне посылал СМС. СМС тут можно посмотреть. Я встретился с ним и взял у него аванс в размере тысячи долларов. Вот они. Рябаконь дал мне пистолет для совершения убийства. Вот он. Ой, ладно, выключай. Ты мне скажи, этот твой пенсионер, он что, на суде все это подтвердит? Конечно, подтвердит, товарищ генерал. Откуда у них оружие? А вот акт по оружию. По базе данных пробивали? Пробили. По базе МВД пистолет числится за майором Рябаконем. Что? Он что, вы вообще с ума сошел, что ли? Сиди! Рябаконий из своего табельного оружия заказывает преступление! Он что, с катушек слетел, Володь? Я вам докладывал, товарищ генерал, что у него с головой давно непорядок. Смотрите, по доказательной базе, у нас выше крыши. У нас признание исполнителя, деньги, пистолет, и даже вот СМС-ки Рябаконе, в которых он торгуется по поду сумму. Вот. Пятнадцать тысяч много. Десять нормально. Добрать его надо, товарищ генерал, в момент передачи денег. Следствие разберется. Володь, ты вот мне скажи, что с людьми делается, а? Тут раньше кафе было. Для магазина тоже вроде подходит, а? А чё кафе-то закрылось? Место неудачное. Да место как раз хорошее. Место замечательное. Место великолепное, проходное. Люди рядом, автобусная остановка. Беда другая. Хозяин бывший. Готовить не умел. Ура! Постоянно. Да ладно, не слушайте меня глупостей говорю. Ну что, нравится? Нравится. Забирай. Берешь? Беру. Прекрасно. Такое дело надо отметить. Ну что, поехали, а? Поговорим. Разговоры серьезные. Поехали. Большое дело затеяла. Молодец. Да. Лихо ты маму на денежки развела. Мы сюда за этим приехали? Нет. Перекусим? Или в Краснодар поедем? Не, я не поеду. Поедем, поедем. Точку тебе искать. Для нового магазина. Еще одну точку? Послушайте, дайте хотя бы с одной справиться. Разберемся. Да и не тебе решать. А еще у меня сегодня встреча с прокурором. Можешь со мной пойти. Я-то зачем? По поводу пропавшей дочери поговорим. А ты думала песни петь? Я поеду. Здесь. Давай. А вот и тот человек, ради которого мы здесь. Здравствуй, дядя. Здорово. Здравствуй, дорогой. Здорово. Проходи. Здрасте. Марина Николаевна. Здрасте. Марина Николаевна. Коль, я могу говорить прямо? Конечно, дядя. Так, дело вот в чем, Марина Николаевна. Вас хотят убить. Как? Проще говоря, вас заказали. Зачем? Пока мы не знаем. Пока. Но есть предположение. Кто и зачем, как бы мы поймем. Но нам нужна, нам нужна ваша помощь. Помогите нам сделать одну инсценировочку. Какую инсценировочку? Какую инсценировочку? Дядя расскажет. Ну, смотрите. Ну, мы там положим вас где-то в комнате или на улице. Неважно. Нальем кровищи. И сделаем имитацию пулевых попаданий. А главное, что мы все это сфотографируем. Смешно. Называется фотография доказательства смерти. Ой. А чего вы смеетесь-то? Не смешно ведь. Ты что, все серьезно, что ли? А вы думали? Мы вам жизнь пытаемся спасти. Марина Николаевна, у меня в камере сидит человек, которого наняли, чтобы вас убить. Так вот, он дает показания. Он готов с нами сотрудничать. Готов отнести вот эту фотографию, про которую я вам говорил. И передать заказчику, где мы и попытаемся взять этого самого заказчика. Понимаете? Понимаю. Правда, я ничего не понимаю. Вы постарайтесь понять, что все это слишком серьезно. Для вас. В камере сидит убийца. Мы его нейтрализуем. Это только пол-дела, поймите. Но пройдет время, и заказчик найдет нового исполнителя. А за что меня хотят убить-то? Я не понимаю. Кого вы-то подозреваете? Может кто-то из вашего прошлого? Понимаете? Подумай, повспоминай. У вас есть предположение? Вот кто бы мог хотеть вас убить? А? Подумайте. Нет. У меня нет. Помогите нам, Марина Николаевна, вас защитить от убийцы. Да, хорошо. Ну, спасибо вам за понимание. Ну что, я тогда пойду, дел много. Конечно. Я вас завтра, Марина Николаевна, жду. Хорошо. Спасибо вам. Если что, звони дерьмо. Я вот еще что хотел. Марина Николаевна, вы, пожалуйста, никому не говорите, дабы избежать утечки информации. Поэтому не говорите даже Сергею. Хорошо. Чего вы так смотрите? Красивая, умная, деловая. Скажите честно, это вы затеяли? Мозги надо иногда отключать, понимаешь? Жить проще. Киллер. Он есть. Понимаешь? Никуда не деться. Ты кушай, кушай. Ехать надо. Прокурор ждет. Эх, Серега, Серега. Все лучшее младшему всегда достается. Поехали. Красавчик, запрягай. Поехали. Осторожно. Поехали. Поехали. Иди его! За мной! Ой! Надо же! Что это было-то? Скорее всего, снайперы. Теперь я поверю. Сама-то как? Нас стреляли, да? Ага. Представляешь. А я так лет пятнадцать живу. Живу и работаю. Вот. Весело. Алло, Киреев, прав ты был? Три раза стреляли, броневик спас. Снайпер на мотоцикле в степь ушел. Найди его! Ведь не жить же, не работать нельзя. Прошу! Ты же мент! Что у вас? Ушел. Иди. Ушел. К прокурору не сходили. Ничего. Сходим. Если живы, останемся. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Паш! Да, товарищ майор. Сегодня оббывать будем. Еду покупать. Шестерочку свою продам. Еще немножко подзаймем. И нас гребем с грехом пополам. Поздравляю, товарищ майор. Все, спасибо. Так. Давай. Есть. Повесь. Слушаюсь, товарищ майор. Удачно вам съездить, товарищ майор. Давай. Поехали. 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 Нюра, привет. А ты что принесла, что-то вкусненькое? Стоять! Пусти! Пусти! Маша! Когда Матяня поедется с писаншами! А? Мы тебе отдаем мясокомбинат, пивзавод, кони-ферму и рынок. А ты нам отдаешь свои голоса. Голоса Алексеевну? Конечно, отдам. Мы же договаривались. Не соскочишь? От такого только дурак откажется. Значит, согласен. Дай-ка, сынок. Вот это бумаги по кредиту. Глянь. Не спеши, обсуди со своими-то. Кто там? Дело серьезное. Сейчас вы увидитесь с Захаровым и вместе с ним разработаете концепцию. Как сделать так, чтобы он, Захаров, эти выборы проиграл. Но не просто их проиграл, а проиграл их в пользу Волковых. Ему-то это зачем? Ну, да погоди. Надежда Алексеевна сделала ему такое предложение, от которого он вот не смог отказаться. Да, могу себе представить. Извините. Ну, это все хорошо. А что там у нас с оплатой? Ну, как договаривались. Каждый получит квартиру в Краснодаре. Зачем мне квартира в Краснодаре? Ну, 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 ну. Послушай, золотое перо, что я тебе скажу. Ну, держись нас. Года через два Волковы будут в Москве, в Госдуме. А ты, если, конечно, правильно себя будешь вести, ты будешь работать на очень хорошем канале. А может быть и свой откроешь. Извините. А мне что? Ну, Валера, а зачем тебе деньги? Валерин, ну ты же все равно все пропьешь. Какая разница где? Здесь, в Москве. Я тебе в конце выборов ящик водки подарю, Валер. Все в порядке. Вот документы. До свидания. Согласен. Только я не понимаю, как вы себе представляете, и как я буду перед станичниками с этим заявлением выступать. Чего я им скажу? Так у нас есть специально обученные люди. Они все объясняют. Коль. Да, мама. Чего ты дребишь, Захар? Позови их. Мама права. Лариса, давай их сюда. Сейчас, Николай Владиславович. Проходите, пожалуйста. Вот, знакомьтесь. Это Весляков Валерий Игоревич. Начальник штаба нашего. Знакомый, здравствуй. А это товарищи из Москвы. Константинов. Алексей. Захаров. А вы разве не знакомы? Ладно, дело в прошлом. Сейчас мы одна команда, и наша цель одна. Чтобы Николай Владиславович и Сергей Владиславович прошли в Думу. Они тебе, Захар, все объяснят. Где выступить с заявлением, что сказать и как. Ты не представляешь, Захар, сколько они нам стоят. Проще было бы их убить. И того, и другого. Да, да. Шутка. Да. Ну что, профессионалы. Идите работайте. Что с Рибаконем? Папку эту красную нашли? Папку нашли, говорю? Мам, найду. Роту ОМОНа понял. Найди, и чтоб вот здесь у меня на столе лежало. Вот. Автосервис на границе с Ново-Олексина. Нам сюда ехать десять минут. Рибаконю добираться час. А. Во. Рибаконь выехал. Товарищ генерал, мы можем начинать? Приступай, сынок. Есть. Давай с Богом. Черт. Выдвигаемся двумя группами. Первая группа твоя явного, Олексина к нему в отделение. Есть. Вторая со мной, а в автосервис. Рюмочку, Валерий Иванович. Вова, Вова. Не так хреново. Ну, тем более. Ты ж меня спаиваешь, Володь. Мне пьянство для здоровья ради. Ну, давай. Будьте здоровы. Будь. Будьте здоровы. Внимание, по местам. Ясно. Здорово, мужики. Здорово, мужики. Здорово, мужики. Здорово, мужики. Мы в кабинет Рябаконья. Понятые, подойдите. Посмотрели? Ключи от сейфа где? А майора всегда с собой носит. Дежурный! Ключ от сейфа где? Там секретные документы. Майор всегда ключи носит с собой. Здорово. Здорово. Ай, красота-то. Только сядем в машину, берем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Мужики, вы что делали? Руки! Мужики! Стоп! Встать! Выжил! Лежать! Лежать, я сказал! Поднимите его. Камера включена. Так точно. Встать! Снимай. Понятых сюда. Граждане понятые, сейчас будет произведена выемка содержимого бардачка. Да. Машина гражданина Никишкина. Будьте предельно внимательны. Снимаешь? Видите, да? Угу. Видите? Деньги. О! И фотографии. Видите, да? Очень хорошо. Причем. Александр Евгеньевич, объясните, пожалуйста, откуда это здесь взялось? Ух! Все, кроме денег, вижу впервые. И свой пистолет тоже. Я его только что из бардачка вынул. Мой пистолет? И как он там оказался? Это вы нам объясните. Деньги. Пистолет. И фотографии. С места убийства. Каково убийство? Ничего он мне не пере… Свободны. Гражданин Никишкин я, Иван Евгений Янович. Подойдите для дачи показаний. Откуда у вас эти деньги? Эти четыре тысячи долларов Рябаков мне дал для того, чтобы я убил Марину Горобец. Она на фотографии. А еще раньше он мне дал аванс. Тысячу долларов, о чем я сообщил в правоохранительные органы. Бережной. Бережной. Ключ. Пригрел. Ключ сюда. Какой ключ? От сейфа в твоем кабинете. Быстро, ключ сюда. Бережной. Алло. Первая группа. Снимайтесь, мы его взяли. Меня подставили. Папка. Саш, я не поняла, что случилось? Телефон у него забери! Телефон забери! Красная бабка в столе, Люба, слышали? Красная бабка, унеси ее, спрячь! Выдвигайтесь. О, Господи. Что же творится-то? Папку? Какую бабку-то? О, Господи, какая бабка? Какая бабка? Эта, что ли? О, Господи! Сторожная бабка! О, Господи! О, Господи! Бегом, бегом! Бегом, бегом, бегом! Стоп! Брис! Заходим! Всем оставаться на местах! Давай, давай, давай! ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Алло Марин, привет Привет Мама сегодня хотела с тобой встретиться Поговорить Ну, я не могу. Я в Краснодар уезжаю. Да брось, там работы все на неделю. Тебе в ресторан надо приехать. Хорошо, буду. Скажи, у тебя все в порядке? А чего вы так вдруг спрашиваете? Просто показалось. Мама ждет через час в ресторане. Хорошо. Показалось. Красивая, умная. Нюра, тебе Бог посла. Откуда ты здесь? Тут такое было. Я пошла Александру Евгеньевичу обидеть везде. Так, а потом расскажешь. Пошли-ка со мной. Слушай, ты куда мы бежим? Пошли, говорю. Все, потом расскажу. Давай со мной. Привет. О, привет. Как успехи? Призошли ожидания. Тут даже и соседи станицы приехали. Все забрали. Ух ты. Марина, здравствуйте. Марина, тут такое дело. Всех покупателей хотят мяса. Я подумала, давайте мы сделаем здесь лотки и будем торговать свежим мясом. Мы же вроде по молоку специализируемся. – Ну да. – Да, ну выясняется, что люди хотят и мяса, и свежие овощи. Да, хорошо. Здесь установим, будем торговать. Ну, очень здорово, очень хорошо. Ну, надо все посчитать, надо все обдумать. Ну, было бы здорово. Главное, не вздохнуться от успеха, да? Да. Пойдемте, у меня кое-что для вас есть. – Мы сейчас вернемся. – Да, до свидания. Приходите к нам еще. И все-таки, Марин, скажи, ведь это хорошая идея с мясом, а? Угу. А у меня для вас сюрприз. Смотрите внимательно. Так, а что это такое? Микрофон. Ч-ч-ч. Ч-ч-ч. Насчет расширения ассортимента. Завтра поговорим подробнее. А сейчас я должна ехать к Надежде Алексеевне Волковой. Навстречу. Личную. – Все понятно? – Понятно. – Пошли. – Понятно. Пошли. А то я опаздываю. Внимание! Любовь Тимофеевна! Выходите! Собаки взяли след. Далеко не уйдете. Направо все перекрыто. Налево со стороны трассы. Налево со стороны трассы также работает Краснодарский ОМОН. Мы вам ничего плохого не сделаем. Давай за мной. В воду. Зачем? Можно по берегу. Я плавать не умею. По берегу нельзя. Через воду собаки не найдут. Пошли через камыши. Давай, давай. За мной. Не дверь. Налево со стороны дороги также работает Краснодарский ОМОН. Собаки взяли след. Далеко вы не уйдете. Направо все перекрыто. Налево со стороны трассы работает Краснодарский ОМОН. Мы вам ничего плохого не сделаем. Повторяю. Любовь Тимофеевна, выходите. Я такое видела. Вот этот лейтенант, ну, рядом с Евгеньевичем крутится. Ну? Ну, этот трупом еще на борщи ходит. Он сегодня в кабинет залез и по ящикам лазил. А вы его подкармливаете. Когда это было? Павел Тимофеевна, вы хотите? Вы все равно далеко не уйдете. Я его увидела. А он за мной погнался и вообще задушить хотел. Понимаешь, Людмила у Сережи баба взбалмошная. Толщупить стала. За рулем пьяная ездит. По кабакам шляется. Еще, говорят, какой-то официант у нее ночевал. Ой, по станице слухи поползли. А нам это перед выборами, сама понимаешь, ни к чему. Мы с Сережей уже поговорили на эту тему и сами решили, что на время выборов ему лучше ночевать дома. Вот молодцы. Мариночка, золотая ты моя. А то, не дай бог, да, газета просочится и пойдет поедет. Только, Надежда Алексеевна, напрасно вы сына через коленку гнете. Он у вас мягкий, добрый, податливый. Очень ваше мнение уважает. И прекрасно. Для кого прекрасно? Гнется, то он гнется. Как бы ненароком не сломался. У меня внук брошенный. Невестка чудит. Ты мне что предлагаешь, самой в няньке сесть и все дела забросить? Сережа должен научиться делать выбор самостоятельно. Вот я его специально самой трудной работы нагружаю. И он справляется. У него крылья выросли. А вы его все норовите к ногтю прижать. Уж простите. Я тебя не понимаю, Марина. А чего ты не понимать? Он взрослый человек. А вы с ним, как Сережа, поди, принеси. Женись, не женись. Ведь если он к ней уйдет, то ко мне не вернется. Вот. Вот. За этим я тебя сюда и пригласила. Сережа не будет разводиться с Людмилой. Я против. Это первое. Второе. Ты сама соберешь его вещи и он переезжает в семью. Вопрос решенный. Но тебе… Хочешь, один из магазинов на тебя переоформлю? Покупаете? Покупаю. Тебя слишком много стало в жизни моей семьи. Ну, может, надо все-таки у Сергея спросить? Давай спросим. Сереженька, сынок! Сережа! Марин, мама права. Что ты мямлишь? Глаза подними. Причину скажи. Говори! Людмила оказывается беременная. Мишка там один сидит, она им не занимается. Я не могу их сейчас бросить. Не хватало еще, чтобы ты понесла пожар во время наводнения. Прости. Мама права. Так что я тебе отступнула. Магазин. Вчера ведь еще нищая была. По рукам. Магазин мне ваш и даром не нужен. Работать буду на прежних условиях. Коллектив хороший, в нас поверил. Не в моих правилах бросать работу на полпути. Сына я вам возвращаю. Забирайте. Мне тоже же, в конце концов, все это осочертело. Ну, гордая. А что тебя осочертело? Не забывайся. Да контроль ваш осочертел. Понатыкают жучков везде. И подслушивайте друг друга. Ну, только слушайте, продолжайте. Без меня. До свидания. Разнюхала тварь. Все разнюхала. Мама. Мама, это все ужасно. Что ужасно? Да все ужасно. Я должна обо всем знать, сынок. Зачем ты предложил ей этот магазин? Кто я после этого? А у тебя второй магазин вот-вот откроется. Вот и бери все в свои руки. Хватит уже пора. Все под кем-то ходишь. Сыночек, ты потом матери спасибо скажешь. Родной ты мой. А теперь куда? Куда-куда. По реке сейчас поплывешь. Вон туда, видишь, где вишневый затон. Вот туда и поплывешь. Да нет, что вы то. А если я перевернусь? Я ж говорю, я плавать не умею. Ничего с тобой не будет. Тебе течение само туда вынеси. А если меня этот сын там найдет и придавит? Я ребят из отделения пришлю. Там у Саши хорошие ребята есть. Настоящие. Да главное бабку спрячь. И пересиди до вечера. Поняла? Да вы что? Да они весь лес прочесали. Топят собаки. А вы бежать? Да куда от них убежишь? Пошли, говорю. Залезай, дурочка. Давай в лодку. Да пошли вы все придурки. А то где придурки? Кто тебе жизнь спас? Он головой своей рискует. За тебя, между прочим. За меня, за дочь нашу. В Афгане был. Героем стал. А ты в воду боишься зайти? Цаца! Да пошла! Надо, надо. Малышка, давай. Давай. Ты молодец. Залезай. Туда иди. И греби. Ничего не бойся. Слышишь? Сразу не уходите. Да хорошо, хорошо. Греби. Греби. Давай. Давай, малышка. С Богом. Все. Греби. Шепче, греби давай. Греби. Ну, где этот кренер? Ну, чё? Живой ещё? Плеси нам чё-нибудь там. Холодненькое. Четыре по полташке налей. Николай Владиславович. Ну? Ну, чё там стряслось? Меня девчонка видела. Эта, интернатовская, которая у ряб коня живёт. Сядь. Дайте ему. Спасибо. Ну, увидела. Дальше что? Она видела, как я фотографии в стол положил. А может, я что видела? Ну и что? Эта девка молчать не станет. Я сам хотел с ней разобраться, а она ускользнула. Так это что? По этому поводу ты меня от дел отрывал? Твои проблемы, ты и будешь её искать. Все. Это же Нюрка Осинева. Она молчать-то не станет. Мне нужна папка. Она находится у рябоконя дома. Найди мне эту папку, и рябконь сядет надолго. А ты будешь жить, как сыр в масле. Понял? Мне чё теперь к нему в дом, что ли, лезть как вор? Почему как вор? Как друг. Легко сказать, как друг. Его ветераны понабежали мать с дочерью охранять. Ты ночь, в форточку. Ты же у нас парень спортивный, вон рыбачер. Ладно. Ну, рябконь сидит. Все как договаривались. Но вы обещали на меня машину переоформить. А вот сейчас, Павлик, ты меня обидел. Честное слово, обидел. Часики носишь? А? Нравится? А мне не доверяешь. Обидел ты меня. Ладушки, покажи ему. Моя фамилия. Твоя. Вы чё, на меня оформили? На тебя. Спасибо большое. Спасибо. Верни. Работа не до конца сделана. Папку принесешь, будешь ездить. Свободен. Вписался я в эту дерьмо. Удочки забери свои. Рыбак. Гнилой насквозь. Коля, он всех сдаст, если что. Ну, это вообще кранты. Стоять! В сторону! Ну, стою. Дальше что? Девчонка где? Какая девчонка? Которая у тебя жила? А, это. Так она ещё утром уехала к бабке, в эту, как её, ворчаду на автобусе. Мокрая. По реке пошла? Прыбу ловила. Чтоб собаке след потеряли. Ага. Опытная, да? Вернулась зачем? На тебя хочу посмотреть. Ты очумел или как? Жену начальника отделения собаками травить. Любовь Тимофеевна, хватит под дурочку косить. Папка с документами где? Так нету. Утонула папочка-то, потерялась. О, круто! Сколько народу-то понагнали, а? Бойцы молодцы! Видать, кому-то папочка сильно поперёк горла встала. Сказать кому? Прокурору области. Понятно. Василий Лукич хочет чистым на пенсию идти. Ну, пусть попробуют. Не тупи, а! Я присягу давал! Пойми, меня прессуют! Что я могу? Папка с документами где? Ну что? Вить, что ли, будете? Пытать, убивать? Давайте, товарищи ОМОН! К жену русского офицера! Ну что, лейтенант, приступай. Ты меня обманул! Ребята, подождите меня на улице. У меня сейчас будет серьёзный разговор. Здравствуйте, Марина. Рад вас видеть. Как вы узнали, что я здесь? Секретарша, Лариса ваша сказала, ты подлец! Ты всё подстроил! Почему вы нервничаете? А что я подстроил? С ума сойти! Меня заказал рябоконь! Обхохочешься! Что вас удивляет? Он дал своё табельное оружие киллеру. Внёс предоплату. Саша, меня заказал крёстный отец моей дочери! Да такого быть не может! Это вы всё придумали! И с самого начала на меня лапшу вешали! Я придумал, да? А вы забыли о том, что в нас стреляли? А? Вы помните? Всё я прекрасно помню. Что нам пришлось вместе пережить? А вы знаете, Марина, что у следователя есть полная следственная база. Того, что в нас стрелял рябоконь. Только тогда я ещё этого не знал. Кстати, вот… Да такого быть не может! Да ни со что я тебе говорю! Это крёстный моей дочери! Всё ты врёшь! Всё ты и врёшь! Вам очень идёт гнев! Может быть, шампанское? Нет! Хорошо! Что вы хотите? Мы можем поехать к следователю. И он вам сам всё расскажет! Хочу! Прямо сейчас! Хочу! Прекрасно! Если хотите, можем поехать в КПЗ! К Рябоконю! И вы с ним пообщаетесь с глазу на глаз! Да! Ради вас готов на всё! Может, всё-таки шампанского? Нет! Тогда, с вашего позволения, один звоночек. Алло! Здравствуйте! Это Николай Волков! Леденька! А Затон, это здесь? Нет! Последние лет двести здесь! А ты чья? Да, ничья своя! Ага! Вас поесть ничего не будет? Ничего-нибудь будет! Мне кажется, я видела вас раньше! Из лощинки? Да! Рыбаки! Все местные! Спасибо! Поешь! Куда? Сядь! Посиди! Поговорим! Что это вы забрались-то в такую глушь-то? А эту пословицу про рыбку знаешь? Рыбка любит, где глубже! Хорошо! Хорошо вам тут? Не скучаете? Особо скучать не приходится! За продуктами по шоссе километров пять, вот, на двухколесном своем мерседесе. Так махну, за крупой, за хлебом, за керосином, рыбу ловлю. Так что не скучно. Не боитесь тут один? А вдруг прирежет кто? Дочка, я всю жизнь прожил с такими людьми, что уж нищегошеньки не боюсь. Даже смерть. С какими? Это долго рассказывать. Вот сердечко что-то стало прихватывать. А тут в тишине, в теньке полежу на бережку и отпускает. Какая красота кругом! Какая красота! Тут и Богу душу отдать посчетно. Откуда вы взялись такой? Колбаска жирная. А-а-а! Водички у вас не найдется? Водичка? Найдется. Кипяченая. Ну, ещё тёплая. Ты из интерната сбежала? Угадал? Угадал, дед. Сбежала. Пять раз уже сбегаю. Объясните, пожалуйста, как ваш пистолет попал в бардачок его автомобиля? Я не знаю. А гражданин Никишкин утверждает, что позавчера вы передали ему пистолет лично. В отделении у дежурного в книге запись должна быть такая вещь. Кто сдал и когда. Роспись принимающего и моя. Вот лично я сдал. Видели мы эту книгу? Вот, пожалуйста. Ага. Посмотрите, нет здесь ничего. А лист за вчерашний день вырван. Погодите, погодите. Бережной оружие принимал. Точно. А вот показания Бережного. Читаю. Старший лейтенант Бережной. Не помнит, сдавали вы оружие. Или все-таки нет. Ах, не помнит. Склеротик. А вот посмотрите сюда. Тот самый лист. Из тетради. Учет о записи оружия. А знаете, где мы его нашли? Где? У вас в столе. Так Бережной подбросил. Зачем мне его класть в свой стол, если я вырвал? Я бы его уничтожил, наверное. Может не успели? Дед, дай пару тысяч займу. Пару тысяч. Пару тысяч вряд ли. На вот. Возьми все, что есть. Вот. Дед, а знаешь, зачем я тебя за водой посылала? Да знаю. По карманам полазила. Паспорт. Ты волк старший. Поверить не могу. Вроде неплохой человек, а мне страшновато стало. Страшно. Почему, дочка? Светка! Светка, вылезай. Я знаю, что ты тут. Шмотки твои видела. Выходи! Горобец! Привет. Осенью. А я смотрю, Майка твоя сушится. У тебя вещей не много, вечно в одном и том же. А ты чего не выходила? Зачем? Мы с тобой не очень-то дружим. Да ладно тебе. Один раз подрались. Клюет. Хватило. Все. Давай без обид. Я тебе такое расскажу. Послушайте, зачем мне было убивать Марину? Мы родные люди. Ну спросите ее, мы жили душа в душу. Душа в душу? Сомневаюсь. У нас есть распечатка вашего телефонного разговора. Какого еще разговора? Ваш. С Федором Горобцовым. О-о-о. Серьезно вы за меня взялись? Ну а вы как думали? Горобец звонит вам. У него явный неприятник к своей бывшей жене. А вы ему не говорите ни слова против. Послушайте. Горобец. Она с младшим волком снюхалась. Светку не ищет совсем. А вы ему. Я не могу в это вмешиваться. Хватит ревновать. Поезжай лучше к ней сам и разберись. В чем разберись? Это личное дело Федора и Марины. Это что повод меня задерживать? У нас есть показания еще гражданина Никишкина. Ну это оговор. Ну клевета чистой воды. Гражданин Никишкин. Уважаемый в станице человек. Уважаемый, уважаемый. Пенсионер. И насколько я знаю, раньше с вами он знаком не был. Зачем ему вас оговаривать? Послушайте. Майор Рябаконь предложил мне убить гражданку Коробец за десять тысяч долларов США. Дал мне схему ее передвижения, а также пистолет Макарова. Ну, заставили его. Заплатили ему. Хорошо. А эсэмэски? Где вы ведете торг? О цене за убийство тоже Никишкину не выписали? Эсэмэски. Эсэмэски. Да я подсылал. Так он мне предлагал купить машину. Понятно. Фотографии Марины Горобец в вашем рабочем столе, а ваш пистолет в джипе. И листок из тетради записи учета оружия тоже не ваши? Так бережной, бережной и подбросил. Это клевета чистой воды. Осторожней с такими заявлениями. Вот показания гражданки Рукавишниковой, она работала с Горобец в одном коровнике, и она утверждает, что вы дважды приезжали к Горобец и вели с ней разговоры на повышенных тонах. Федор с Мариной разводились. Федор попросил меня, ну, помирить их, и я поехал к Марине поговорить с ней. Немножко повздорили, но это ничего не значит. Мы одна семья. Хватит. Вы приезжали, Горобец? Приезжали. Вы разговаривали с ней на повышенных тонах? Разговаривали. А теперь нам нужно в этом во всем разобраться. Да в чем? В том, были у вас основания заказать убийство Марины Горобец или нет? Ай, бред какой-то. Бред. Я должен поговорить с Мариной. Мать твоя тебя ищет. Про мать и про отца знаю. Мне Митрофанович рассказывал. Ну и что толку, что ищут? Что они могут против волков? У них полсотни бандитов и все менты схвачены. Вот сижу здесь и трясусь. Как бы они сюда не приперлись. Ну что ты конкретно предлагаешь? Куда бежать? Пока не знаю. Они же всех ментов области собрали, рыщут. Рано или поздно тут будут. Может нам в Гацу поехать? Хотя там его любовница точно сдаст. Давай в Арчаду поедем. У меня там бабка. Могила не сдаст. Пересидим, потом посмотрим. Вставай. Афанасьев, я должен поговорить с Ариной Горобец. Афанасьев, побудь здесь. Понял. Ну что, вы сами все слышали? Следственный эксперимент устраивать будем? Ну зачем же, майор? Нам следственный эксперимент. По-моему и так все понятно. Да? Хочу поговорить. Могу и поговорить, нет? Можете. Проходите. Присаживайтесь. Здравствуй, Саша. Свободен. Маринка, здравствуй. Видишь, что творится? Да я вижу, вижу. Так, давайте к делу. Гражданка Горобец, господин Рябаконь приезжал к вам полгода назад? Приезжал. Мы родственники, это абсолютно нормально. Он угрожал вам расправой? Нам известно о вашем конфликте с бывшим мужем по поводу раздела имущества. Во-первых, никакого конфликта не было. Мы ничего не делили. Не делили абсолютно. Я его сама все оставила. А Рябаконь причал, чтобы нас с Федей помирить. А вот гражданка Рукавишникова утверждает, что вы кричали друг на друга. Послушайте, эта гражданка Рукавишникова за ваши деньги все что угодно подтвердит. Рябаконь замечательный, чуткий, отзывчивый человек. Я все понял. У меня вопросов больше нет. Распишитесь. А я еще не все сказала. Что еще? Считаю своим долгом указать на это следствие. Я абсолютно уверена, у Рябаконь не было никаких оснований заказывать мое убийство. Внесите, пожалуйста, в протокол. Нет. Вы напишите заявление, а я присовокуплю его к делу. Расписывайтесь. Я напишу заявление. Ничего, прорвемся. Считаю очную ставку уже законченной. Держите. Держись, Саша. Спасибо тебе, Марина. До свидания. Афанасьев, уведи его. Круто. Вставайте. Ну что, состряпали дети, да? Марина, ну все. Как я могла поверить, а? Дура, идиотка. Вас же стреляли. Вы же чудом остались живы. Марина, мы с вами столько пережили. Руки! Руки! Отпустите. Кстати, сегодня открытие вашего магазина. Хотите, я вас дам чувств с ветерком. Я знаю одно. Для тебя это добром не закончится. У вас телефон. Подожди. Руки отпусти, Саша. Страшно. О, тё, тё, тё. Совсем уже. Ну чего там уже? Понял. Приеду. Давай, Саша. Это что? Потом объясню. Дочь. Дочь. Никуда вам не надо идти. Ведь поймают вас. Митрофанович, спасибо вам за все. Вы спасли меня. Вы хороший человек. Держитесь. Он хороший? Да я поверить не могу, что он отец этого подонка. Дедуля, знаешь, о чем все в интернате мечтают? Спалить дом твоего старшего Николая. Дверь палочкой попереть, бензином все облить и чтоб он сгорел вместе с детьми. С твоими внучками. А знаешь почему? Потому что Коленька твоя носила на наших девчонок. С гендосом на пару. Что и меня где трахнули, а потом на аборт погнали. Что молчишь, дедок? Нюр, пошли. Пошли, я все рассказывала ему. Света, Света, я на тебя деньги положил. Возьми, возьми. Митрофанович, я сто раз говорила, я денег не возьму. Возьми, Света, возьми. В интернате девчонкам раздашь, возьми. Какой интернат, ну что ты несешь? А я не гордая, я возьму. Спасибо, дед. А ну отдай. Слушай меня, если что случится, его опрессанут, а нас кражи обвинят. Въехала. Дура, да у них много, а нам бабки нужны. Света, Дорочка, никуда вам не надо идти. За Кубань на первом мосту, да бояться. Вас посмотру. Никуда не надо. Я сейчас начну. С Надеждой, с женой. Все решу. Нет у вас защиты, кроме меня. Никто. Дед, а что ж ты раньше не пришел, не защитил, а? Юр, пошли. Док, достань. Насилу добивай. А то ты с кумыша спрятался. Ты понимаешь, в чем, да? Да хватит, Юра, хватит, хватит, пошли. Немного утром, дедок. Да хватит. За хлеб в воду, спасибо. Спасибо! Здорово! Помер, что ли? Как помер? Нет, Даша, тебе такое уже было? У него тут таблетки нитроглицерин. Сейчас. Ну все, приехали, крант и умер. А тогда что? Сто бед один ответ. Малому, что ли, на них попахали? Не надо. Почему не надо? Смотри, сколько нулей. Свет, это мы с такими бабками, но только надо их снять побыстрее. Давай. Уходим. Уходим. Давай. И когда он книжку завел? Неделю назад. Сколько положил? Ну три миллиона, все, что у него на счету было. Да брось. Ну я же положила. Это информация конфиденциальная, но из уважения к Надежде Алексеевне. Спасибо. Потому что я же помню, что вы сами положили ему эти деньги на счет. Да. Вот я решила позвонить. По его просьбе, Коля. Он никогда не просила тут. Понятно. Почему сразу не позвонила? Я не имею права. А я шла сегодня на работу и увидела вот, вот это. Я прямо обомлела. Потому что я фамилию запомнила. Вот на эту фамилию деньги и перевела. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. До свидания. Зачем он это сделал? Мам, папа всегда был с причудами. А если эта Марина знает, где ее дочь? А вдруг она с Владиком общается? А мы не знаем ничего. Сговорились. Кто? Кто? Горобцы или об оконе эти. Это Марина ушлая. Я с ней сегодня в нашем ресторане встречалась. Смотри, что она вытащила. Откуда? Из корзины цветов. Вот так вот взяла и вытащила. Говорила тебе, аккуратней работай. А вдруг она из спецслужбы работает? От нее все можно ожидать. Бред. Бред. Нас грабят средь бела дня. Отца найди и срочно ко мне. Ну вы что, сатанили? Чуть не сбил. Подкинь нас. Куда? Нам ворчуду надо. Довези сколько сможешь. Погнали. Ну что, беглые? А вы откуда знаете? Да вашими фотками вся страница обклеена. Ты Осинева Анна. А ты Светлана Горобец. Речка скоро. Перед речкой ДПС менты. Надо вылезать. Да не надо. Не надо никуда вылезать. Мы перед речкой вот так сделаем. И в дамках. Эй, ты куда нас? В степь ты куда? Да живу я тут, живу. На выселках. Как чувствовала, сынок. Вот как сны эти кошмарные снились мне. Вот как чувствовала, недоброе что-то будет. Как бес подтолкнул. Возьми ее, возьми ее. Генка прав был. В чем? Хотел он ее грохнуть в первый день. Ага. Умный твой Генка больно. Сегодня вы их, а завтра они вас. Хватит уже, сколько можно. Мам, да это не Генка такой. Его жизнь таким сделала. Наша. Станичная. Добрая. Тут два варианта. Либо мы, либо они нас. Либо дальше пойти, либо остановиться. Ой, что ты устала. Ты чокнулся совсем? Я всю жизнь корячилась, чтоб бросить все это. И так вон, отец деньги разбазаривает, Серега не у шубы рукав. Думаешь, он это, это грабец все разгребает. И ты еще мне такое говори. Да, Серега, был шанс. Поехал, поучился. А чему выучился? Что он умеет-то? Это вот ты здесь, возле матери, практически все своими руками сделал. Умом своим. Че ты, сынок? Да все нормально. Ну, устал. Устал, понятно. Я тоже, видишь, не на Канарах отдыхаю. Гена, послушай меня. Там сегодня Марина с Серегой магазин открывают. Двух ребят толковых пошли, пусть там постоят. Стоп, 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 стоп. Назад, назад, назад. Граждане, давайте будем терпеливыми. Сейчас минутку подождем и все будет. Все успеют. Ну, минуточку подожди, а. Хорошая моя, подожди, пожалуйста. Сова, че там? Ну че, скоро? Народ ждет. Человечек, ну чуть-чуть потерпеть осталось, а. Ну не гудит ты. Ребят, давайте легко, непринужденно снимем историю о двух бизнесменах, которые своим умом и талантом добиваются успеха, да? Все нормально? Хорошо. Готова? Да. Включай. Праздник чистого продукта начинается. Сегодня открытие магазина экологически чистых молочных продуктов в Лощинской. И это событие для всех фермерских хозяйств в Кубани. Сергей Волков и Марина Горобец — молодые, но уже очень успешные бизнесмены, которые решились на этот важный и смелый шаг в нашей станице. Итак, с кого начнем? С Сергея. С Марины. Это она придумала, это ее идея. Нет, идея — это еще не все. Сергей работает и день, и ночь, в магазине, и на ферме. Так что за все отвечает он тут. Прекрати. Все началось с Марины, с ее приезда в нашу станицу. Давай вместе. Нет, вместе уже не получится. Волков Сергей — это именно Кубани. Так что ему и флаг в руки. А вы меня, извините, у меня еще дела. Я, я правда, я не могу, простите, у меня открытие. Так, ну это мы вырежем. Так, давай-ка вот сюда остановись. Ага. Идет? Давай крупный его возьми. А, Сергей? Мила! Что, пора? Да, давай, открывай. Хорошо. Хорошо. Заходите. Да. Так, куда ломер? Пошел на уши, на проход. Ну, пожилые люди. Девушек-просятник. Давайте девушку красивую вперед, пожилые люди. Молодка всем хватит. Молодка всем хватит. Молодка всем. Почему вы людей-то пустили? Мы должны были ленточку еще разрезать. Ну, потом, да, снимите. Ладно, ничего. Пойдем. Дорогие казаки и казачки. Поздравляем вас с открытием нового магазина «Чистый продукт». В честь открытия магазина сметана на развес бесплатно. Пожалуйста, налетайте. И вам? Мне, мне. И вам тоже, обязательно, всем. На наших костях пляшете. А? Наливайте, наливайте. Чего? И не надо из себя святую простоту курчить. Наливайте. Что здесь раньше было? Закусочная? Авакяна. А где теперь авакян? Не знаю. А вы новые магазины открываете и празднуете? Ну вот, послушайте сейчас. Они закрылись, мы открылись. Закрылись? Да он за бесценок все отдал. И никто не знает, где он теперь находится. Совесть у тебя есть? Я ничего не знаю. По документам все оформлено правильно, поэтому… По каким документам? Все кафе. Все за бесценок продано. Все теперь под Волковыми. Послушайте, я не собираюсь перед вами опрадоваться. Правда, вы мне мешаете работать. Я открыла честный бизнес. Честно работаю. Честно? С кем? С убийцами? Скоро их всех на улице, на площади повесят. А теперь рядом с ними. Ясно? Подстилка ты, Волковская. Ну-ка, дай сюда пистолет. Беги! С Краснодара приехал. Лупый. Помочь своим. А я тебя узнала. Да. Отлично. Держи. Извините, пожалуйста. Твоя дочь у меня, Светка. Беги. О denial под машин bought five. С niure. Беги. Так было, идти пистолетовые. Конец. Твоя дочь я. На она, минус. То ли pack Вам поё. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О! А это чего? Покрышка старая. Чего не видишь? Ну, вижу, от ковровца же. А ты говоришь, мотоцикл сгорел. Ну, а покрышку что, выбрасывать? Сгодится. Митякин. Иди сюда. Сено проверь. Вон, возьми. Да, потыкай. Вроде все чисто. Ничего нет. Ну, слезай тогда. Слезай. Бред. Как в кино. Партизан ищешь, гуляйтер? А в доме сейчас у тебя кто? Жена и трое детей. Больше никого? В доме больше никого. Еще есть корова, Варька. Шесть овец. Козы. Да ты что? Знаешь, что у меня еще есть? Что? Козел Николай. Тупой козел, жуть. Хочешь, покажу? И свинья Надюша. А чем ты недоволен, Миша? А? Тебе ж дружбу предлагали. Тебе предлагали жить по-человечески. Ты что сказал? Да пошли вы. Ага. Ну, вот, Миша, мы и пошли. А ты остался в этом сарае. В дом пошли. Оружие осмотреть. Тише. Не попала. Рядом прошла. И у меня рядом. Тише. Митягин, в дом его. Там ухода покрышка. Мотоциклетка. Возьми ее с собой. Зачем? Возьми, сказал тебе я. Угу. Понял. Иди сюда. Э, погодь, погодь. Стой. Не доставай. Давай. Все. А? Чего это у нас? Ружье старое. Ага. Во. А вот этот Шомпол, Лазарь. Шомпол и Шомпол Киреев. Ну, да. Шомпол. От нарезного оружия. О, смотри. Маслище. Только что работали их. М? Конечно, работали. Я им ружье чистил. Да ладно. Где винтовка, Миша? Все, что есть. Миша отказывается отвечать. Отказывается отвечать. Собирайся, поедешь с нами у вас зря. На каком основании? А будешь вспоминать, где винтовка? Забирайте, вы чего стоите. Ребята. Прости, Маша. Подожди. Тише, тише. Спокойно. Тише, девочка, тише. Тише, тихо. Прошу. Благодарствую. А? Сапоги возьми. Не понял. А тебе не надо понимать. Просто бери их и все. Тогда. Набедокурил бабка ваша. До свидания. В настоящее время все избирательные участки закрыты. Ведется подсчет голосов. С нами начальник избирательного штаба Волковых Валерий Весляков. Валерий, голоса еще не почитаны, но каковы предварительные результаты? По нашему округу на два места баллотируется трое. Братья Волковы и бизнесмен Захаров. Пока все кандидаты набрали примерно по тридцать процентов голосов. Так что, скорее всего, грядет второй тур голосования. Власть народа в действии. Спасибо. Это было прямое включение избирательного участка… Федя, Сашу арестовали. Как это арестовали? Ну, вот так. Откуда я знаю как? Все соседи в Краснодаре. Представляешь? Ну, ты ж понимаешь, что его подставили. Он не виноват. Так это… А в чём его обвиняют? Не спрашивай. Подготовка к организации убийства. Не представь себе, твою Марину убить хотел. Чего? Нет, ты обрезаешь якобы. Якобы он дал пистолет свой. Какому ты мужику? Потом дал… Венек, якобы. Бред. Бред какой-то. Кому это надо-то, а? Волковы. Сволочи. Он против них пошёл. Вот. Ой, ведь не могу. Чего делать не знаю. Да вы не расстраивайтесь. Не расстраивайтесь. Все будет хорошо. Мы в обиду не дадим. Если что, мы круговую оборону займём. Обучены. А вам поспать надо. Отдохнуть. Сил набраться. Боевыми, чёрт. Ты же говорил, что у них менты все стволы выгребли. Так вот, его твору лежит от меня. Надо же Нюру искать. Я ей велела знаешь куда? Через Вишнева Затон пробираться. Друзья мои, минутку внимания. Ну что, я вот что хочу сказать. Первый тур позади. Мы в порядке! Я хочу отдельный тур. Все собрались. Надежда Алексеевна? Надежда Алексеевна. Прошу к нам. А где дети? Наверное, какие-то срочные дела. Какие дела могут? А мне шампанское. Шампанское. Надежда Алексеевна за второй тур. Точно. Так, ребятки, тишина, тишина. Я хочу сказать. Надежда Алексеевна. А я хочу выпить за вашу прекрасную семью. За будущих депутатов. Спасибо, спасибо. Всем премия! Всем премия! Вы где шлялись? Мама, мама. Прости. Не доглядел. Владик. Мама, держись. Папа больше нет. Сердце. Ой. Ой, подожди. Тихо, тихо, тихо. Тихо, пойдем. Подожди, сын. Скорую. Скорую давай. Подожди, подожди. Подождите сейчас. Давай я, я сделаю, сделаю. К ㅎㅎ Тихо. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, Паша. Здрасьте, товарищ старшина. А чё это ты тут делаешь? Так, мимо проходил, решил заглянуть. А часто ты в гости через окно ходишь? А как там мужа дома нет? Ты это, на что намекаешь, Паша? Да ладно, чего ты испугался? Ну, всякое в жизни бывает. Правда, Любовь Тимофеевна? Что он сказал? Ну, Люба, ладно, перестанься. Что было, то было. Ах ты, гад! Тихо-тихо-тихо, тетя Люба, тихо-тихо-тихо. Из-за тебя Сашу посадили! Тихо-тихо-тихо-тихо. Так ты теперь меня уговорить хочешь, да? А кто просил, чтобы его посадили? Что ты несёшь? А ты что несёшь? Скажи неправду. Давай покаемся, а? Давай признаемся, Люба. Бразь какая! Ну что, Люба, теперь... Паша, а в столе-то что искал, Паша? Презервативы, ребят, мы их там всегда прячем. Ну-ка, дайте мне Виталий! Тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо! Люба, да хватит тут театр устраивать, ну. Ну, скажи правду мужикам. Скажи, пожалуйста, Любаню. Господи, какую же змею Сашка на груди пригрел? Борщичка ему налей, да? Ой, ребят, что ж творится-то? Ну, что ты играешь? Ну, я тебя прошу, ну, мужикам-то своим. Сама заманила, сама соблазнила меня. А теперь что ты хочешь? А я ради неё всё делаю, мужики, ради неё. Ну. Зурубали! 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 Тихо-тихо-тихо-тихо! Зурубали! Вот зря ты её слушаешь. Вот она! Тебя бы, сука, застрелить. Старшина! Да пули жалко. Я таких, как ты, штабелями складывал на войне. У меня подарок для тебя есть. Ну, что, мужики, совсем уже, что ли? Знаешь, что это такое? Это тебе подарок от Риба-Коня. Думаю, догадался, что с ним делать надо. Попытка доведения до самоубийства, ты даешь статье, Вань. Паша, статья две тысячи лет. Не ты первый, не ты последний. Все думают, что мимо неё пройдут. Ни у кого не получалось. Пошёл вон, гнида. С собой-то возьму? Возьми, возьми. Ага. До встречи, мужички. До встречи. Спасибо тебе за всё, Любаня. Ты зачем его отпустил? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Зачем отпустил? Тихо, тихо. Он сейчас, он сейчас с Волковым. Зачем отпустил? А для нас сейчас самую главную папку найти. Вот смотри, Лазарев, все улики показывают на тебя. Вот заключение криминалиста. Глина на твоих сапогах идентична образцам почвы, которые взяли на месте, откуда стрелял киллер. А вот след, оставленный стрелком на горе. Вот так же след протектора мотоцикла соответствует следу покрышки, которую мы изъяли у тебя во время обыска. И мотивчик у тебя был. Многолетняя личная неприязнь. Урод ты, Киреев. Где мотоцикл, Лазарев? Где винтовка? Когда же случилось, что ты в бурдалак превратился, а? Значит, ты отказываешься отвечать, так? А тебя порвут. Тебя на площади повесят, когда вскроется, что вы здесь творите. Неужели ты не понимаешь? Старшина, поработай с ним. Мотоцикл, винтовка. Подпишет признание, в Анталию тебя отправлю с женой. Отдохнешь хоть от этих. Здравия желаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Думаю, будет возможность попасть к ему на прием. Ну вот, так что приходите в пятницу. Спасибо. Угу. Ну, ты вообще соображаешь, что просишь, да? И в такое время, когда Рябаконь сидит. Василий Лукич, так за дело ведь сидит. Ну, сделайте доброе дело. На прощание. Все равно ведь на пенсию ходите. Ну, куда ты несешься? Чего ты торопишься? Давай с Рябаконьем закончим, потом дальше пойдем. Так не могу я ждать. В маму стреляли. В меня, в отца. Я ведь до сих пор не знаю, в результате, от чего отец умер. Коль, я все понимаю. Я сочувствую тебе, но ты, ты... Что сочувствовать, Василий Лукич? Порядок надо в Новоалексину наводить. Эй, как там, сын? Вуз заканчивает, да? Заканчивает. А что тебе это, мой сын-то? Проблема у меня, Василий Лукич, с кадрами. Специалист нужен молодой, грамотный. В Краснодаре после выборов представительство агрохолдинга открываю. Понимаете? А Валерий Иванович что говорит? К вам направил. Со своей стороны, всячески поможет. И сын опять же, вуз закончит, я руководящий пост. Значит, ты говоришь, этот твой человек молодой, да? Молодой это хорошо. А звание какое? Старший лейтенант. Ты чё, обалдел, что ли, совсем? Ты мне рядового ещё посоветуй. Старлей, а? Как я ему майора-то буду давать? Через голову, что ли? Так его капитана дайте. Пусть посидит исполняющим обязанности. А, капитана дайте. А за какие заслуги-то, а? Василий Лукич, я отдел специально для молодёжи формирую, а вы? Ты, коль ты вечно приедешь, ты вот эту воду намутишь, как фамилия этого твоего человека? Бережной. Отличный парень, Василий Васильевич. Отличный. Смирно! Вольно! 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 Товарищи милиционеры, в связи с явными просчётами и недостатками в работе бывшего руководства РУВД Новоалекцина, повлекших за собой сложную обстановку в станице, Временно исполнять обязанности начальника РУВД назначается капитан Бережной Павел Анатольевич. Принимайте командование. Есть. Смирно! Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ капитан! Здравствуйте, товарищи милиционеры! Здравия желаю, товарищ капитан! Здравия желаю, товарищ капитан! Ну что, капитан? Начинай работать. Удачи тебе. Служу России. Ну-ну. Если что, сразу звони. Управление. Давай трогай, сынок. Якименко! За Раев Иванчук! Заявление по-собственному. Якименко! За Раев Иванчук! Заявление по-собственному. Заявление по-собственному. Заявление по-собственному. Вольно! Мы в полном дерьме. Убийцы, насильники. Народ их ненавидит. И, кстати, для нашей репутации это тоже опасно. Это ведь все всплывет в свое время. Все всплывет. Слава! Видите, я умоляю. Что всплывет? Как жить-то жить? Что, как жить? Да, Вень. Живи, живи. Живи прямо, ходи ровно. Вот так. На. А помнишь, ты меня просел? Взять тебя на Кубань? А? Машину тебе там надо поменять. Помнишь, было? Квартиру купить тебе надо? Да. Было. Ну, что я тебе охреновываешь, что ли, а? Ну, и все, и сиди. Не воняй, Слава. А я буду. Буду вонять. Плохо мне, Костя. Душа у меня болит. Душа? Где у тебя душа? Ну, ведь это же преступление. Таких уродов во власть выбирать, а? Слава, ты скажи, у тебя есть другие варианты? А? Есть другие варианты, чтобы ты где-нибудь за пару месяцев болтос поднял? Есть такое? А? Вот тогда и сиди не помалкивай. Получай свое и все. Не могу. Мне завтра это волковое интервью, брат, мне аж трясет всего. Скажите, Надежда Алексеевна, а как вам удалось выразить таких прекрасных сыновей? У вас это замечательный старший сын. У него же высшее экономическое образование. Он весь агрохолдинг в руках держит. А это пятнадцать предприятий. О, красавец! Музицин! Музицин! Историк! О, мать! Ты посмотри на это восторжение! Ты на рожьем его посмотри! Он же, он же задист! Он же некрофил! Капрофак! Вот тебя капрофак! И младший вот этот… Капрофак! Вот эта, вот эта… Рыба безвольная! Вот эта вот… Мамочка, как ты сейчас? Мамочка, а может быть так? А может быть так? И вот эти люди будут законы в России установлены? А? Ха! Хорош, давай, разошелся ты тоже мне. Давай выходи оттуда. Или иди спать здесь. Не могу я спать. Не могу. Знаешь, давай-ка выпьем. Давай, выпей. Вот что, я вот что решил. Завтра я вовлю тачку и бегу из этого ада. Бегом. Куда ты бежишь, а? От одних убежишь, Слава, другим прибежишь. А ты не видел этот опросичек? Мне и сегодня призвали. Вот он, вот он. До такого в тридцать четвертом году спецхорам правды не выдавали. До съездей победителей, соцсоревнований. Господи! Зачем мне все это? За квартиру? На кой мне квартира в Краснодаре? Как такое могло со мной-то случиться? Все, Слава, все. Почему? О! Привет! Привет! Ну что, дружочки, работаем помаленьку, да? Как ты меня там назвал? Садист. Некрофил. И? Ну, слово это! Как оно? Капрофак. Капрофак. Вы что, подслушивали? Это подло, низко. Тихо, ты молчи. Я же вас с потрохами купил. Все дал. Работайте. Дела делайте. А вы в душу гадите. За слова надо отвечать. Парфюм хороший. Капрофак, говоришь? Да. Пойдем. Капрофак. Пойдем, Капрофак. Жри моё дерьмо, Капрофак. Золотое беру России. Пушкин мать твою. Я, может быть, и садист, зато честный садист. А ты проститутка. И пишешь, и любишь собакки. Понял? Ну что, понравилось? Твоя очередь. Пошел отсюда. Следующий. Прошли. Меня-то за что? Я же вообще ни слова не сказал. Николай Владиславович. Николай Владиславович. Я здравствуй. Подождите, ребята. Николай Владиславович, извините. На пол. Николай Владиславович. На пол. Простите, облажались. Все исправим. Я вас за стол посадил. Поил. Кормил. В дом пустил. А вы на этот стол нагадились. Все сделаем. Все сделаем. Ну, значит так. Я завтра отца храню. Сделаешь нарезку для ящика. Слышь меня. А ты по первому туру эти. Выкладки? Да, выкладки. Выкладки по первому туру. Все сделаем. Будем меня, садиста, в депутаты продвигать. Премия вам. За все заплачено. Трудитесь. А вот это увижу, навсегда в станице останетесь. Ясно? Ясно все. Полный, вперед. Понял. Трудитесь. Капрофанин. Понял. Рыдает станица. В канун первого тура голосования Плащинской случилась трагедия. Скоропостижно скончался отец Николая и Сергея Волковых. Горе обуяло станичников. Вместе с ними рыдает вся Кубань. Всех, кто виновен. Уже нашли дело. Взяли кого? Кто стрелял? Вазаев. Брехня. Он Владика знал. Не мог он ни у Хамчуи, ни он. Всех, у кого эти мотоциклы взять и трясти. Мама, это сорок человек. Ты представляешь, что начнется? Марина где? В доме. Люди и Нина как с цепи сорвались. Ревнуют. Прости. Еще разорвут ее прямо здесь. Нам на похоронах этого не надо. Ладно. Да. Что еще? Володя. Ой, Володечка. Держись, Надюш. Мне плохо. Надюш, держись. Держись, родная. Ой. Знаешь, я только сейчас поняла, как я его любила. Сердце что-то… Держись, Надюш. Ой, мне только инфаркта не хватало. Дай Бог. Ой, не прощу. Никому не прощу. Значит так. Два дня отлежусь. У тебя как раз время есть. Да. Всех, у кого эти мотоциклы взять. И атаманы туда же. И казаков ряженых. Я приду, говорить буду. Надюша, душа моя. Я сразу хотел, но это нереально. Нужны законные основания. Это живые люди. Я перед тобой мертвая. Вот тебе основания. Надюш, умоляю, не думай. Сказала всех. Елена, твое место нормального мужика найду с яйцами. А на тебя дело повешу о растрате госимущества. У меня хорошая папка на тебя в сейфе лежит. Держись, Надюша. Отвали. Ой, Владимир. Ой, Владимир. Ой, Владимир. Ой, Владимир. Ой, Владимир. Ой, Владимир. Ну, что же это такое дело? Все, кто не стрелял, мы откусим. Понятно? Можете помолчать, я прошу, пожалуйста, девушки, а? Убили Владислава Митрофановича Волкова. Кому он плохо сделал? Дай пройду. Дорогу дай, говорю. Да и молча и ждем. Что, оглохли, что ли? Ну что, казаки, мир или война? Не слышу ответа. Мир. Мир. Если мир, тогда пусть тот, кто в мужа моего стрелял, сам сознается. Надюша, да ведь он от инфаркта умер. В него стреляли. Убийца на мотоцикле ездит. В детей моих целится. Тут он. Пусть встанет и сам сознается. Храбрости не хватает. Признается, домой пойдете. У нас в каждом втором дворе мотоциклы. Ты на всех снайперы записала? За что ненавидите так? Что плохого сделала вам? Рады, что вдовой стала? Запри их. Да что же это такое? Пусть совещаются. Опомнись, Надежда. Тут не скоты, люди, старики. Не смей, слышишь, Надежда? А чего вы все сидите? Вставайте! Чего вы их боитесь? Я сейчас позвоню, у меня тоже друзья не видят. Правильно. Чего ты встанешь? Тихо, тихо, тихо. Сели, сели, все сели. Сидеть. Сидеть. Даю вам двадцать минут. Сейчас руку поднимет тот, кто стрелял в старшего Волкова. Ну? Ну вставай, чучело! А? Ну, думайте. Клоуны. Что вы все сидите? Что вы, что вы боитесь? Вот и как. Вот. Дядя Вова на затоне, если и двух телок нашел, вторая, скорее всего, у Осенева. А если Светка здесь, то и у Осенева рядом. А значит и папка тоже тут. Ты давай дуй к реке, а ты к лесу. Понял? Так это… Чего? Николай Владиславович сказал брать всех и к нему. Ты уверен, что сберкнижка у них? Ну как? Прессанем и расколется. Куда ты пошел? С другой стороны. По-любому прессанем и расколется. А если спрятали где? Или свезли куда-то? Пусть засветится. Давай. Девочек, позвони обедать. Давайте, давайте, давайте. Идем. Светка. Света! Светка. Светка. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И его дружок Геннадий Киреев, Гиндос, он племянник, начальник милиции. Они приезжают к нам в интернат, как гарем, и берут девочек. Они называют это свежую стружку снимать. Бьют и заставляют молчать. Вот такая у нас учеба. А знаешь, как с нами было, дед? Нас привезли в сауну, разорвали на нас одежду. Стали пить, потом бросили в бассейн. И лапают, смеются, когочат. А потом заснули. А Абдуллаева взяла нож и говорит, а давай их зарежем. А я ее схватила и говорю, Алия, пожалуйста, не надо. Потом нас другие найдут и убьют. Потом мы сбежали. Жалко ее. Убили ее. Ну, может, не убили? Может, не жива? Убили. Мы на дорогу выбежали. Попутку ловить. Вдруг видим фары. Машина остановилась, а там Гиндос с Николаем. Я побежала, упала в яму, а ее фарами высветили. Гиндос схватил ее за волосы и потащил в лес. А Николай сидел в машине и слушал музыку. Она визжит, визжит, кричит. Я даже сейчас вспоминаю, у меня мурашки по коже. А потом выстрелом. А Николай только музыку делал. Погромче. Чтобы не слышать, как она визжит. Там в лесу есть просика. И они у всех там складывают. Я не понимаю, ну зачем нужны такие люди? Зачем? Зверь. Зверь. Дочка. Этот зверь – сын мой. Сын, я Волков. Муж Надежды Волковой. Отец ее детей. Отец этой сволочи Николая. Ты прости меня. Если можешь за все прости. 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 Однажды пришел и говорит – давай уедем. Куда? Неважно куда – достану денег, лишь бы сбежать от них. Че там у тебя в лесу? Ходит кто? Во дворе никого. В доме сидят. Че там на реке, движуха есть? Не, тут вообще никого. Может пора, а? Чего пора? Сиди там. Тебе че скажут? Без сберкнижки и бабки не приходить. Хочешь потом рылом все выселки перепахать? Принес сберкнижку? Принес сберкнижку. Так тут че, три миллиона? Да, он их на меня положил. Зачем? Не знаю. Он сказал – раздай в интернате. Вот такие дела, мам. Как бы нам из-за таких денег нищими не стать. А я Нюрке говорила, что нельзя ее брать. Ну давай ее выкинем. Можно. Только сначала объяснить придется. Что? Кому? Всем. Че он тебе такие деньги-то перевел? Ходят курочки. За золотыми яичками. Ходят курочки. Это че такое-то? Э, ты куда полез-то? Эй! Здорово, Михалыч! Собаку-то прибери. Сам прибирай. А, ты вещички-то собирай. Поедем в Лощинскую. А у тебя ордер есть на арест? И на обыск, и на арест. Ну-ка. Покажи. А почему прокуратура не наша, Лощинская? А мы с ней договорились. И с Краснодарской так же. Оружие есть? Есть. Только винтовки Драгунова. Там как не было, так и нет. Ну да, ну да. Ну что там? Грустно. Ах ты! Вот так вот. Мотоцикл есть. Ты, может, завести его хочешь? Ну, заведи. Пойдем оружие искать. Давай, двигай. Здесь только гладкоствольное. Я ж сказал, нарезного нет. Михалыч, ты на меня, Пургут, не гони. Мне приказали, я делаю. Не виновен. Отпустим. Чего ты сказал? Виновен? Это с чего я виновен-то, а? Из-за чего? Из-за того, что мой брат вашей барыне дорогу перешел? В чем я виновен-то, скажи? Парь! Надень наручники. Есть. Хорей митинговать. Встать. Встать. Руки за спину. Да не подтягивай ты, елки-палки. Пойдем. Ничего. Нюра у нас ушла вот сюда мимо Вишневого, зато она пройти не могла. Значит, пошла вдоль дороги дальше. На мосту пост Киреевский. Правильно. Значит, она свернула и оказалась где? На выселках у Лазарева фермера. Спасибо. Мы, если дорогами пойдем, на Волковских напоримся. А если нам по реке попробовать? Тут километров шесть, не больше. Молодец, разведка. Любовь Тимофеевна, батину лодку дадите? Ну, только рыбацкая осталась. Ну и что? А ты знаешь, где она стоит? Нет. Где-то, наверное, вот тут. Вот. Ну, где баня старая, помнишь? Найдем. Там пирс еще. Найдем. Так, а кто останется со мной и с дочкой? Сержант Зараев. Только бывший сержант-то. Ключи дадите или нет? Сейчас принесу. Значит так, Якименко, поедешь к Лазареву на лодке, а я к Федорову на трассу. Так точно. Если что, на связи. Нюру найдите и папку. Давай. Ну ладно, поехали, папа ждет. Папа? Да. Вы что, помирились? А как же это? Продавщица. Свет, я не пойму, ты к папе хочешь? Хочу. Поехали. Мам, подожди. Что? И надо обязательно Нюрку взять. А то ее у Волкова убьют, если поймают. Мама, она очень хорошая. Замечательная, мама. Я твою Нюру не хуже тебя знаю. Забирай, поехали. Приготовиться всем, брать их будет. Хорошо. Ну-ка, дай-ка. Машенька, спасибо вам большое. Спасибо за Свету и за Нюрку спасибо. Спасибо. Да что вы. Если бы не вы, не знаешь, что было бы. Поедем. Ну что вы, Мариночка. Может вам собрать дорогу что-нибудь? Не-не-не, спасибо большое. Поедем. Мы едем домой. И ты едешь с нами. Мои родители с тобой вместе. Я рада. Марин. Я на месте. Я рядом с… Ветя, не болтай лишнего. Жди, скоро будем. И выключи телефон, иначе засекут. Нюру, может здесь оставите? Нет, с собой возьмем. Давай, девчонки, собираем. Что вы, застыли что ли? Это вам весь что ли? Нюр, ну что это? Ты не забыла, что мы в сарае спрятали? Да, мам, дядя Саша собирал документы, чтобы завести дело на Волковых. И эта папка сейчас у нас. Мы ее в сарае спрятали. Идемте покажу. Господи. Сейчас отчество не легче. Ну пошли. Спасибо вам большое. Мое солнышко. Выросло, вытянулось. Смотри какая. Красавица стала. Вот она. Говорил же. В сарае папку спрятали. Давай дуй к лесу, все перекрой там. Слышу реки. Подвигайся. Ген, тут какой-то мужик швартуется. Пропускай. Всех потом чеху возьмут. Не нравится он мне? На мента похож. Обделался что ли? Надюшка на всех белый билет выписан. Жди команды. Ок. Мам, кто-то идет. Девочки. Сюда. Сюда. Эй! Хозяева! Иди сюда. Приметитесь. Все тихо. Эй! Есть кто живой? Подождите. Я знаю, кто это. Он и майора Рябакуни в ментовке служил. Я видела его там. Он хороший. Да все они там хорошие. Тише. Чего надо? Хозяина нет дома. Здравствуйте. Я знаю, что нет. Вы девочку тут не видели? Нюрой зовут. Она у вас. Мы ищем ее. Я у Рябакуни служил. Его тоже посадили. А нас уволили. У Рябакуни? Передайте ее. Чтоб на трассу не ходила. Кругом люди Киреева. Волковы красную папку ищут. Я ж говорю о Рябакуни. Что дальше? Ты сама сказала, его посадили. Нюра! У тебя совсем нет времени! Уходить! Только по воде! Слушайте, он прав. По воде надо. Ну что, рискуем? Ага. Да. Думаю, сверстям не бывать, а одну не миновать. Не плачь. Не плачь. Пошли. Ага. Здравствуйте. Папка у нас. Вы кто? Я Марина Горобец. А это моя дочка. Крестница Саша Рябакуни. Это Нюра. Папку вам отдать. Опа! Ха-ха! Курочки! Хе-хе! Ну что, мент? Рябаконь сидит. И ты присесть решил, да? Руки! Иди сюда, быстро! А я здесь при чем? У меня дети. Сожгли вас твари. А вы опять за старое? Муженек снайпером заделался. Ты в доме всякую шваль прячешь. Я только слово волчитешу. Ну, красный петух и здесь будет. Ну, здравствуй, Курочка. Ты че? Ствол брось! Алло, алло! Мусор, ты че? Сука! Мобильники в центр! Кончилась ваша власть, воронье! Волчары! Отдай, сволочь! Сука, я тебя люблю. А волчихи, вот что передай. Сильно она ошиблась либо конем. Мы с ним в горах Кавказа. Пять лет черемчу жрали. Честь русского офицера защищали. Сверей мочили. Приехали домой, а чехи правы были. Сверёв, вот оно! Дома! Мы войну вам объявляем! На уничтожение! Ворожни! Все, уходим! Девочки! Вам тоже здесь оставаться нельзя! Побежали! Детей собирайте! Хорошо! Это я! Короче, здесь все! Долго обсять не буду! Нюра в гробе с дочкой! Короче, все здесь! Все! Идем к мосту! Встречай, папка у меня! Уходим! Здорово, командир! Куда ты? Ты кто? Помощь! Какая помощь? Вали давай! Зеркало внимательно смотрим! Внимательно! Что видим? Пасут тебя! Волковские! Делаем так! Я прилягу, а ты по газам жми! Ты кто такой вообще? С кумом твоим служил вместе! Марина с девчонкой у нас! Забрать хочешь? Дави на педаль иду к мосту! Их туда подвезут! Зачем? В Москву их надо везти! Здесь на Кубань каранты! В Волчих после смерти мужа с катушек взлетело! Крови хочешь! Твои первые! А тебе-то зачем? Затем! Жми на газ! Концы рубить будем! Давай трогай! Что за вис? Куда бежим? Вы с девчонками в Москву! Лазаревых! Плавник спрячем! А Рябаконь? Вытащить его надо! Но сначала надо вас спрятать! Виновата я перед ним! Смотри, что у нас есть! Ого! Видишь? Ух ты! Моя зарплата! Лет за двадцать! Оттуда! Это не наши деньги шальные! Как пришли, так и долго объяснять! С одной стороны вернуть надо, а с другой стороны потратить можно! На Рябаконь, на адвокатов! Только как это сделать? Ну как? Где? Где такую сумму снять? У меня сестра в Трансбанке работает! Думаю, поможет! А? 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 Затормозить сможешь, так, чтобы намертво стать? Стремно, конечно! Попробуй! Влево уходи! Тормози! Ты че, грузовик, озурел, а? Ты че, дурел? Тебя ездишь в городе учили? Урод! Не понял! Ну что, мерзут, полетели? Пока ветер без камней. Вы у меня землю жрать будете, меня и рябоконя всю жизнь будете, помните. Видели? Вот, вы теперь с ней же и будете спать, мочиться. Прижми, шустрый! Прижми, сильнее! Да что ты ерзаешь? Не дергайся! Не дергайся! Рванет же! Сволочь! Мы тебя достанем! И че это было? Да это хвосты рубить. Вот че это было. Они хотели войны, они ее получили. Поехали? Ага. Это когда-нибудь кончится? Тут только разговоров о вашей станице Лощинской. Вы чего добиваетесь? Чтоб я у вас особое положение делал? Не умеете с людьми разговаривать? Под суд пойдете! Нет, Василий Лохич, кроме меня есть еще другие организации. Милиция, прокуратура, следственный комитет. Я тебе звоню, потому что никому больше дозвониться не могу! Все как харьки попрятались! Да ваши лощинские бабы мне телефон оборвали! Вы осознали? Старики и казаки в душном зале! Коля, даю тебе полчаса! Выпусти людей! Иначе, извини, но буду вынужден сообщить в вышестоящей инстанции! Все, жду звонка! Ларис! Лариса! Да, Николай Владиславович. Скажи, а где вообще все? Где мама? Генка, где Серега, где? А, Надежда Алексеевна в церкви, видимо, выключила телефон. А Серега тоже? Или он сквозь землю провалился? Сергей Владиславович в Краснодаре. У него открытие с Мариной Николаевной. Нет, там Марина Николаевна. В другом месте она. Сбежать вздумала. Твоя Марина Николаевна. Моя? А я-то тут причем? Мне вообще откуда это знать? Поедешь, поговоришь с батюшкой деликатно, чтоб мама вытаскивала оттуда. Понимаешь? Народ бунтует. Чем все закончится, неизвестно. Светка! Слава Богу! А? Ты чё, не рада мне, что ли? Не рада я очень. Похудела. Ну как жизнь? Да какая без вашей жизни, Света? Угу. Знаем. Иди маме помогай. Марин, Марин, давай руку. Не надо, я сама. Ну давай, чё ты? Не надо. Послушай, Федор, это ты придумал, что нам в Москву надо? Ты Нюра. Да. Не надо нам в Москву. Нам в Москву не надо. Нам в Лобин надо. Твоей тетке надо, понимаешь? Вот там мы и пересидим. Ты молодец. Ты не понял, что ли? Ну сколько раз тебе надо повторять? Ты что совсем? У меня паспорт у директрицы остался. Прилетает моя Москва. Да ладно тебе. Какие твои годы? Успеешь сейчас ездить? Ты что делаешь, Федя? Ты меня слышишь или нет? Федор? Послушай, Волкова искать будет, а там найдут. Найдут, сама понимаешь, что сделают. Да и прятаться бессмысленно. У тебя где родственники есть? Бабка в Арчиде. Надо что-то делать. Давай-ка ты туда и ищи. В Москву короче надо. Лады? Угу. Точно, Иван? Так точно. До развилки подбросишь? Кто этот человек? Это кто? Свои, свои. Тебе с нами нельзя, фура засветилась. Так что встретимся на месте. Лёх, а вы давайте в плавни. Марин, а мы с вами в аэропорт. Хорошо, спасибо. Марина, я по своей сестре. Где банк находится, знаете, я сказал. Да. Спасибо, Лёшечка. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи вам. Света, дай руку. Не надо меня трогать. Да я же помочь. Девочки, аккуратненько. А где папа? Труку давай? Ну дурак ты, понимаешь ты, дурак. Да я единственный человек, который хочет тебе помочь. Миша, ну все ведь против тебя. Улики против тебя. Из Краснодара на меня давят. Улики есть, делай посадку. Она на меня давит. Найди мне убийцу. И я ее понимаю, Миша, у нее мужа убили. Ну хочешь, я тебя сейчас выпущу? Хочешь? Хочешь? Даже Волковы за дверьми разорвут. Подпиши признание, Миша, тебе же будет лучше. Ничего подписывать не буду. Подпиши. Я тебе слово офицера даю, тебе же будет лучше. Офицер, скажи этому, мордовороту своему, чтобы в грудь сапогом не бил. У меня легкий слабый. За это ответить. Кто ответит, Миша? Перед кем ответит? Время какое. Вот сейчас они сюда придут за тобой. И что я против них? Что? Тебе это надо сделать жену вдовой, детей-сиротами. А ты мент, или кто? Киреев. Миша, включи мозги. Подпиши, не дури. Подпиши. Ну дурак ты, Миша, дурак. Вот в соседней камере сидит твой брат. Вот он не такой. Вот он согласен за тебя подписать, брат твой. Беспредельщик. Господь наш Всевышний, иви милосердия Твое, при мирово Божьего Владислава в Царстве Твое, муж мой, верой и правдой служил Тебе, Господи, щедрым и добрым их людям, молился за нас грешник. Прости ему прегрешения, вольные и невольные, имя его в Царстве Небесной, Матери Божией, Царице Небесной, Богородица Праведная, Богородица Дева, радуйся, Богородная Мария, Господь с тобой. Батюшка, господи, полный кальмар, народ скоро с вилами выйдет. Прости, матушка. Вынужден прерывать твою молитву. Что? Народ неистовствует. В спортзале стекла бить начинают. Надо ехать, матушка. Народ подождет. Езжай, Христом Богом молит тебя, Надежда, езжай. Беды бы не было. А вы что стоите, перста не наложите? Душа его еще среди нас. В общем так, братья, здесь других вариантов нет. Поэтому, вот, решайте сами. Правильно я говорю, старшина? Миша, если двоих посадят, семьи по миру пойдут. Надо подписывать, Миш. Сесть, по чьей-то дури петь. Пока я не у власти. Нам не жить. В тюрьме оно легче будет. Не лезь. Не лезь. Ну ты-то куда? Не лезь. Так надо. Смотрите, я могу посодействовать, чтобы сидел здесь, в нашей колонии. У меня есть такие возможности. И статью нормальную подгоним. Лет пять, максимум. Потом, условно-досрочная, отсидит год-полтора в колонии, за вскладом. Сам не хочешь присесть? А я б с удовольствием, между прочим, сбежал бы, вот, от всех от вас. Куда в угол забился бы и шил бы там тапочки года два. Газетки бы почитывал, чиферок бы попивал. А ты знаешь, как я живу? Почему? Да я каждый день на бомбе. Правильно я говорю, старшина? Нам гарантия нужна, что ты отпустишь одного из нас. Брат, какие к черту от них гарантии? Ладно, я старший. Я на себя все возьму. Ты хозяин крепкий, две семьи потянешь. У меня Ирка третьим беременна. Сорок пять бабе. Молодец, да? Говорят, пацан. Киреев, если я подпишу, брата выпустишь. А зачем нам два? Нам один нужен. Хоть сейчас выпущу. А дело потом не переведешь? И свидетелей выбенеемые. Да я лично его домой отвезу. Лично прослежу, чтобы никто не трогал. Подписывай, Миша. Где подписывать? Вот тут, Миша. Твари! Твари! Ну, а я тебе что говорю? Вот. А, на перерыв. Пошли. Пошли. А. Я что, с вами весь обед здесь буду сидеть? Подожди, пожалуйста. У нас на этот номер инструкция. При предъявлении сберкнижки срочно сообщить в центральный офис. Это первое. И второе. Девушка несовершеннолетняя, мы в любом случае не имеем права выдавать, пока ей не исполнится восемнадцать. Юль, ну мы же можем как-то обойти эти инструкции. Мужчина, вы слышите, что вам говорят? Ей шестнадцать лет, приходите через два года. Про Рябаку не слышали? Честный человек. В камере с уголовниками сидит. Лазарев фермер. Да господи, вы всех знаете, там десятки сидят. Все честные, хорошие люди. Нам эти деньги нужны для адвокатов, чтобы вытащить их всех. Но вы нас тоже поймите. У нас инструкция. Это пойдет как сговор. Правильно, сговор. А они нам выбор оставили. Не, ну правда, ну сколько лет уже казнят людей. Ваш брат по их прихоти работы лишился. Лишился? Лишился. Может пришло время идти против них, а? Это подсудное дело. У меня двое детей. А у Лазаревых трое. Им что без отца расти? Юлечка, вы поймите. Пока они тут хозяева, у ваших детей, у наших детей, тут будущего нет. Но мы же в принципе можем совершить профессиональную ошибку. Юля, ты что такое говоришь? Тебя посадят. У меня плохое зрение. Я же могла не заметить, что ей нет восемнадцати. Юля. Юля. Вы давай. Юля. И не трясись. На себя возьму. Ты с ума сошла что ли? Распишись. Давайте быстрее, пока обед не закончился. Девочки, спасибо вам большое. Вы сделали то, что в этой станице сто мужиков сделать не могут. Спасибо. Сладко. Ну, что теперь будешь делать? Сухари сушить? Ну, сколько можно терпеть? А сухари пусть Волкова сушит. Щедория и сказка. Пожалуйста, какое полное полное. Слава egcht Спасибо. Б Obsidorek Вова секунды. А как на обиды рассказывает? Вкусно vai. Вкусно vai. Você vai? А всем это право утромники, давай! Надюш, умоляю, отпусти казаков. Беда была. Признался кто? Так признались. Лазарев. Мишка. Он. Врёшь. Он стрелял. Врёшь, лупил небось. Знаю, не он. Да он, вот. Поклянусь тебе, пальцем его не трогали. Вот, всё показал. В подробности. Где винтовку спрятать, где мотоцикл. Во всём сознался. Отпусти, Надюша, людей порвут нас. Отпусти мужиков. Правильно, Надюша. Младший Лазарев признался. Зла не держите, бабы. Замужие поймите меня. Сдохни, волчица! О, cocaine. ТРЕВОЖ cutie т astronomical. В дни траура по безвременно ушедшему Владиславу Митрофанову Митрофановичу Волкову, его младший сын открывает очередной магазин экологически чистых продуктов. Такова жажда жизни в этой семье. Ничто не остановит их в достижении цели. А цель у Волковых одна – верой и правдой служить своему народу. Зададим пару вопросов новоизпеченному бизнесмену. Пять минуты в аэропорт, ладно? Ждите. Ладно. Сегодня это уже наш третий магазин. А как ваш отец относился к тому, что вы пошли по стопам матери, занялись бизнесом? Папа был замечательным, чистым человеком. Здрасте. Он был жизнерадостным, очень любил жизнь. Жень. И всегда меня поддерживал в каких-то моих начинаниях. Вы сейчас. Поражает ассортимент товаров. Если в первых двух магазинах были только молочные продукты, то здесь мы видим мясо, рыбу, бакалею. Мы стараемся удовлетворить весь список потребительских услуг. Чистый продукт от чистого сердца – вот наш девиз. Разрешите, я перефразирую. С чистыми помыслами от чистого сердца в законодательное собрание края. Удачи вам и вашему брату на выборах. Спасибо. Ну что, открываем? Да. Запускайте. Хорошо. Сейчас, сейчас, проходите, пожалуйста. Это был Сергей Волков, молодой бизнесмен и кандидат в депутаты законодательного собрания края. Будущее станицы в чистых руках людей, с чистой совестью. Леша, через час за мной сюда заедешь. Хорошо. Давай. Мариночка, ну как? Ну, я же говорила, мы найдем. Ага, нашла. Слава Богу, мы так рады. Она в аэропорту. Мы в Москву летаем. Как? Ну так, безопаснее. В Москву? Да. Ну да. Конечно. Ты к Серкосу не привезла? Держи. Спрячься только. Мариночка. Ну, мы так и подумали. Дочку найдешь – уедешь. Жень, вы настоящие. Вы замечательные. Мы самые лучшие. Спасибо вам огромное. Удачи вам. Счастья. Спасибо. Спасибо. Почти. Почему ты не пришла на открытие? Поздравь меня. Я дочку нашла. Где? Неважно, где. Но ты рад за меня? Да очень рад. Очень рад. У меня к тебе просьба, Сережа. Сережа, вот тут три миллиона. Сосберкнижки сняла? Да. Маме это не понравится. Деньги немалые. И уже не ваши. Владислав Митрофанович сам их в свете отдал. Ну, они наши тоже. Мы их взять не можем. Отец твой хотел, чтобы они пошли на добрые дела. Это было его последней волей. Ну, я об этом ничего не знаю. Поверь на слово. Ты ж хотела Рябаконе помочь. Помоги ему. Вон, Лазарева арестовали. Мальчишка Грачев сидит в СИЗО. Приговора ждет. Помоги ему. Как? Адвоката найми. Всем найми адвокатов. Вот этих денег хватит. Ну, не хватит своей добавишь. Сибербогатый бизнесмен. Пойми, Сережа, жизнь пройдет, вспомнить будет нечего. Ну, ты понимаешь, что ты мне предлагаешь накануне второго тура? Я знаю, Сережа, ты другой. Да какой другой? Они сажают, я их буду пускать. Меня смеют. А помнишь, ты мне говорил? Бежать отсюда надо, чтобы ничего этого не видеть. Так вот теперь бежать не надо, Сережа. У тебя деньги есть. Скоро депутатом станешь. По-настоящему начнешь людям помогать. Делай что-то! Поехали. Поехали. Николай Владиславович, это я. Тут сейчас Горобец это была в магазине. Полагали, она ей какую-то, какую-то сумку передала и бумаги. А потом ваш брат подошел, а она ему пакет отдала, а сейчас уехала. Чего делать? За ней. Так я же Сергея Владиславовича должен охранять. Серег, а что у тебя по магазину? А? А Марина на открытии была? Да ну? И ты ее не видишь? Понятно. Слушай, тут такое дело. Марина твоя пропала. Ни на одном посту ее не видели, а у меня за ней глаз да глаз. Скажи мне, братишка, а ты случайно с ней не заодно, а? Да. Упаси тебя Бог, чтоб ты ее еще прикрывал. Ладно. Давай, дуй в станицу. Второй тур на нас его поговорить надо. И с мамой надо больше быть плохо и сейчас. Братишка, братишка. Серега ее, как видит, так в ступор и впадает. Она ему мозги промывает. Братишка, братишка. Держи, держи, держи. О, нормально. Еще. Братишка, братишка. Братишка, братишка. Братишка, братишка. Живы? Живы, живы. Чего так? Нож дай, нож. Сейчас, потерпи, потерпи, потерпи. Братишка, по сторонам посмотрите, они не могли далеко уйти. Давай, держись. Давай. Вставай. Вставай. Ну давай, Гендоз. Рассказывай, как вы Марину упустили? Нет, подготовленный. Клянусь, шансов не было. Они по реке ушли. И Юра, осенью, помнишь такое? Помню, как она от тебя сбежала. Коля. Чего? Ну, что будет, если они все расскажут? А она расскажет, чтоб ты даже не сомневался. И про сауну, и про дачки, да? И про Абдуллаева, которая в лесочке прилегла, да? Неплохая картина получается. Ты чего, Ген? Да, Коль. Ты чего? Ну-ка возьми себя в руки, брат, а? Ну-ка в руки себя возьми, каяться потом будешь. Сейчас Марину надо дойти, понимаешь? Во что бы то ни стало. Ну-ка возьми себя в руки. Так, так, все нормально, все хорошо. Успокойся, разберемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Ало, я один, он на выезд из города поехал. Давай, за ним на связи, не выключайся. Ага, ну понял. Последим за ним. Добро! Ну, куда ты стала? Подружки, я поеду. Какой? Тихо-тихо. Ну, Катя, комовник. Тихо. О! Ну все, я поехала. Куда ты пошла? Стой. Стой здесь. Алло. Привет, Голянка. Привет, дружище. Привет. Это Коля с Кубани, помнят? Так я понял, понял. Когда к нам на рыбалочку, а? О-о-о. Слушай, у меня девочка есть. Человечка нужно одного встретить во внуков. Может, поможешь, а? Эй, погоди, погоди, я не запомню. Дэн, Дэн, блокнотик дай. А? Ну, слушай. В общем, бабы с дочкой. Надо, чтоб ты их встретил, проводил. Понял, где они живут. Адресы фиксируют, да. Понимаешь? Рейс какой еще, расскажи. ЮТ-576. 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 Ага, ага. Ага. Спишь, Ань? Конечно, успею. Конечно. Ага. Ларисенька, такое дело. Найди мне фотографии. Горобец ее дочери. И по почте отправим Гарри. А… Фотографии Марины есть в деле. Я их найду. Спасибо тебе. Все, поняла. Сейчас сделаю. Мама где? А, Надежда Алексеевна была, но недолго. А сейчас опять в церковь поехала. А вы где? Ларис, мы на катере пойдем. Давай на связи. Лариса, хорошо работай. Премию получишь, в отличие от вас. Только больно любопытная стала. По Горобцу чего? Прокуратура Украины у нас заяву написала, понимаешь? Сделай, чтоб автоколония до конца дней остался должен. Понял. Стоит. С бережным договорись. Только верно оформить. Чтоб по уму был. Дуй. Хорошо. Ну, где контракт? Не нервничайте, он отошел, сейчас будет. Отошел, подошел, поехали. Запретил Николай Владиславович без охраны, сами понимаете. Где ты лазишь? Сергей Владиславович, задержался слегка, но больше такого не повторится. Какой маршрут? В адвокатскую контору. Давай-ка сними, Женя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь жди. Сергей, я должен осмотреть помещение. Я неясно сказал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Здравствуй, дружок. Как жизнь? Потихоньку, Николай Владиславович. Ну что, с красавчиком пообщался? Да, набрал мы с ним покалякары. Покалякары? И какие выводы? Выгруппу на трассу послал, они все сделают. Хорошие ребята. А сам не можешь задницу поднять и поехать. У тебя в кадрах бардак, а ты сидишь в кабинете, в носу ковыряешь. Что-то случилось, Николай Владиславович? Случилось, Паша. Твои гаврики на всю голову отворожены, летают по области и метель от моих. Капитан, живо. Мы тебя зачем туда поставили? Чтоб в порядок был? И ты как? Генка, держись. Кто? Где он? Ура! Я найду тебя! Я тебя из под земли достану! Я вас понял. Мне нужно все это обдумать. Для начала мне будут нужны заявления от всех трех подследственных. От Рибаконя, Грачева и Лазарева. Будут заявления. Я подберу вам адвокатов, которые возьмутся за эти дела. Только сразу хочу уточнить, что их квалификация будет зависеть от суммы гонорара. Можем перечислить через банк, можем наличными. Наличными проще. Отлично. Будут наличные. И еще одно. В данной ситуации количество денег не имеет значения. Замечательно. В таком случае можно пригласить серьезных специалистов из Москвы. Отлично. Еще раз повторюсь, деньги не проблема. Замечательно. Алло. Николай Владиславович? Да. Ну что, все путем. Отъездился, дружок. Живой ответ? Да вроде живой. Не знаю. Шевелится вроде. Нам как, гаишников ждать? Сваливайте оттуда. А вызовет-то кто? Бережной вызовет. Ну ладно. Сваливайте оттуда, Паша. Сваливайте. Генку убили. Кто? Кто? Снайпер! Че? Киндосу завалили! Снайпер! Газу, газу, газу! Ну и где он? После магазина к Надежде Алексеевне хотел. Цветы покупал. Сейчас уже два часа в адвокатской конторе сидит. Давай Грачеву. Теперь сказал Грачеву. Куда он поедет? Да Грачеву он говорил. Виновата я. Только я во всем виновата, батюшка. Только я. Грешники мы, Надежда. Господь милостив. Владичек мой, Владичек. А ведь мы, батюшка, в клубе с ним познакомились. Я в хоре пела. А он руководитель к нам приехал. На баяне играл. Послушал меня. Говорит, ангел ты. Ангел ты, Надежда. А ведь не я, батюшка. А он ангелом был. Это он жизнь прожил, как песню пропела. Когда меня осудили, за мной поехал в стужу в Перми. Посылки мне возил. Потом в Сыктывкар. А ведь мы даже не расписаны были, батюшка. Мы не жили вместе. Пять лет ждал. Пять лет. Жизнь с ним прожила. Не знала, что с ангелом живу. Без поль шанс дал. Не воспользовалась. Господи, прости меня за все. Прости, Господи. Не плачь, Надежда. Ванюшка. Горько мне. Душа его сейчас ликует. Смотрит на нас сверху. Встречу ждет. Все там будем, Надюша. Все. Ой, как же я жить теперь буду, Господи. Прости меня, милость Твой Господь за столько лет. Прости. Мамочка, вставай. Мамочка, вставай. Молись всегда. Третий день уже на коленях. Молись, виноваты мы перед отцом, ой, как виноваты. Смотрит он сейчас на нас, молись сына. Мам, проблем куча, решать надо. Ой, ангел жил с нами. Это он нас оберегал, он. Вставай, матушка. Мамочка, давай. Я сорока уст отслужу, все почину сделаем. Иди сбоку. Ой, сейчас. Сынок, ой, как жить будем теперь, как жить. Мам. Подожди. Там люди ждут. Подожди. Ой. Ой. Помяните раба Божьего Владислава. Молимся, матушка, молимся. Держись, страдайся, держись. Надежды на тебя, потому как ты у нас посредина. Стоять будем, да. Спасибо, мам. Спасибо. Спасибо. В раю будет батюшка твой. В раю, в раю. Владислав Петрофан. Надежда, ты нашла. Царство ему небесное. Спасибо, матушка. Спасибо, Надежда. Спасибо. Мам, надо ехать. Сдаю я тебе крепкого. Так, передай. Возьми. Надежда, спасибо, Господи. Все. Все, все, все. Мам. Горобец пропала. Пропала? Как пропала? Прости, мам. Не доглядел. Сговорились. Мам. Кто? Не постыдилась дочку-малолетку. Владика плапошить заставила. Он, наверное, сразу сказал, что девчонка у него вид делала. Два месяца резину тянула. Зачем? Сергея крутила. Мне родную прикинулась. А там сами деньги, дом, магазин, все на блюде. Сами принесли. Сами принесли. Змея. Все беды от нее. Что еще? Генка. Мама. Генку убили. Когда? Час назад. Целились в меня. Ладичек, родной мой. Берег он нас святая душа. Берег. Все, теперь все. И еще. Марина, в Москву поехала. С папкой. На нас стучать. Найти живой или мертвый. Ой. Так, записывай. Тормозного пути нет. Пишу, тормозного пути нет. Свалился в кювет и перевернулся. Как это свалился? Я что, больной? У меня стаж двадцать лет. Я же говорю, по колесам стреляли. Покажите, где стреляли? Ну, то, что лопнули, предположим, я и сам вижу. А конкретнее место можете показать? Ну, так чего тут увидишь, если они взорвались? Говорю, стреляли по колесам, ну. Ладно, ты сфотографируй, мы к делу присылку купим. А кто стрелял, Федор Петрович? Не знаю. Иномарка какая-то? Напиши, какая-то иномарка. А цвет, может, помните? Черный. Темно-синий. Или черный. А номера, номера? Ты меня еще от святи глаз водителя спроси, деловой. Говорю, уж из калаша стреляли. Ты рожей его запомнил? Ну, и какая рожа-то? Лысый или волосатый? Ну, что мы можем ехать? Пострадавший от госпитализации отказался. Подписал? Отказ? Подписал, да. Ну, давайте вы сюда, где упряжьи. Ну, давайте вы сюда, где упряжьи. Марина, сиди. Марина. Привет. Привет. Ну, как долетела? У тебя уже минут двадцать. Масло выпито. Информация о вылете ожидается в 19 часов. Начинается регистрация пассажиров по оформлению багажа на рейс 97-97. Документы. Масло пассажиров пройдет в 19.06. Последний источник. Полетел посадку с полетами. Учинка на рейс 915. Ответа Акбалина. Да. А, вот они. Вот за ксин-такси. Я за ним ехал. На моих глазах перевернулся. Под сто пятьдесят шел. Его и так таскает по всей полосе. А он еще жмет. Ну, слетел. Ужас. Его таскает. А он жмет. И в кювет. И арбузы полетели. Слышь. Ну, чё ты врешь-то, мужик? Зачем врешь? Слушай, а нам-то говорил, что погоня за ним была. Стреляли вроде. Да нет, не было никакой погони. Ну, хорошо. Подождите пока там. Ага, хорошо. Ладно, а свидетели еще есть? Да, да, есть. Давай оформлю. А, да, я. Я свидетель. Вот мы с мужем ехали. Кот за ним. И вдруг этот, его влево повело и он перевернулся. Да. А погоня была. Стреляли. Да какая погоня. Пуская дорога была. Он ехал с бешеной скоростью и вилял то вправо, то влево. Я еще говорю, он, наверное, пьяный какой-то. А потом муж затормозил, ну, чтобы отстать от него. И вот этот вот нас обогнал. Вы же нас обогнали? А, это выпали? А она обогнала. Да. Вот. Да, а потом резко пыли и он перевернулся. Да не было их на трассе вообще. Так, Федор Петрович, мы вас выслушали. Выслушали. Запротоколировали все. Давайте теперь свидетелей послушаем. Да какие они свидетели? Какие они свидетели? Не было их, понимаешь? Они заодно с теми, кто стрелял. Их специально сюда привезли. Да кто привез? Кого привез? Вон моя машина, я за тобой уехал. Да иди, шакал. Слушай, ты нахал! Хал! Ты что говоришь? Он ударил ее, все видели. Он ее ударил. Геннад, она без сознания. Ну-ка. Давай, поднимай ее. Тихо. В больницу ее везем. Так, машину-ка порой. Так, этого не отпускать пока. Мне с ним пообщаться надо будет потом. Товарищ капитан, давай пиши. Федор Петрович Горобец вступил в конфликт со свидетелями, которые утверждают, что не было ни погони, ни стрельбы. Записал? Так, а расписаться в протоколе. Идите хотя бы вы, распишитесь. Спасибо. Все, свободно. Ну так что, точно можно ехать? Да свободен, свободен. Федор Петрович, распишитесь, пожалуйста, к протоколю. Я это вранье подписывать не буду. Да какое вранье? Вот ваше показание. Вон показания свидетелей. Схема ДТП. Все же есть как есть. Подписывать. Еще раз, я сказал, ничего подписывать не буду. Ну тогда встали и поехали с нами в отделение. Давайте, давайте, бегом. Ну чего сидим? Давайте, поехали в отделение. Давайте, давайте. Ну встали уже, пошли. Поехали. Слушайте, посмотрите, мне кажется, или за нами хвост. Вот этот дрык? Ну вообще, похоже. Слушай, командир, мы, если что, притопить сможем? Ну, сам понимаешь, это не истребитель. Но, как говорится, за ваши деньги любой каприз. Договорились. Сергей Владиславович, а мы куда? Грачом, не видишь? Так они уехали, сбежали. Нет их никого. В машину иди сядь. В машину иди сядь. Хозяева! Я к Грачевым! Грачева-старшего убили, а младший под следствием. Ты что, брат, не помнишь? Он же в маму нашу стрелял. Что с тобой, брат? Ты кому цветы принес? Что со мной? Что с тобой? Что с вами? Посмотри. Вас все боятся и ненавидят. И вы виноваты в смерти отца. Ты! Ты виноват, и я тебя ненавижу! А я тебя люблю. Знаешь почему? Потому что я тебя, маленького, за ручку в школу вадил. Чтобы тебя местная басота не обидела. Помнишь, брат? Я тебя в Краснодар учиться отправил. Чтобы твоя жизнь не была такая же уродливая, как моя. Ты вернулся. Неблагодарный. Такой же, как отец. Не тебе судить отца. Мне. Мне! Потому что, когда мы с мамой первый коровник строили, наш отец где был? Он на рыбалке сидел. А я со стволом по станице бегал, чтоб семью свою защитить. В том числе и тебя. Я тебя не просил! Брат, ты что творишь? Жена в запое. Ребенок брошенный. Баба нормальная появилась. С твоими деньгами кровными. И та сбежала. Брат! Я же тебя, тебя так ждал, что ты приедешь. Мы будем станицу вместе поднимать, дела делать. Брат! Я тебя очень люблю. Но пойми, если ты пошел против семьи, значит против меня. Понимаешь, брат? А кто против меня идет, тот мой враг, брат. Брат мой. Вот они. А ты посмотри, не пасут ли нас? Ну че? Ну да, пасут. И че делать? Да, плевать, они таких делали. Алло, Вован, здорова. Прикинь, тут у меня Иванчук в гостях. Нет, пить, говорит, потом будем. А сейчас помощь нужна. Тут у меня у подъезда машинка стоит. Пасут нас. Ты мог бы подъехать, помочь нам объяснить бычкам, че почем? Воды ждем. Сейчас будет. Да, машина теперь только под списание. А фура где? Груз где? Ну как где? Фура там, груз там. Короче, Егорыч, нету груза. Федь, ну десять лет ни одной аварии. Ну ты че, пьяный что ли был? Ты че, Егорыч? Ну а че, левака что ли взял? По бабкам не договорился? Ну че ты молчишь? Ну че молчишь? Ты не можешь нормально по-человечески объяснить? Ты понимаешь, что убытков на миллион? И ты думаешь, тебя автоколонна будет оплачивать? Да ладно орать-то. Попал я. Да иди ты! Федя, я только что была у твоего директора. Я все знаю, мы еще все можем решить по-другому. Этот капитан, он замечательный, он обязательно нам поможет. Кто замечательный? Он что ли? Ну конечно. Ну послушай, понимаешь, если они на тебя это все повесят, ты по гроб жизни не расплатишься. А так получается, ну подумаешь, авария на дороге, ну, колесо лопнуло не по твоей вине. Сядешь же, Феденька, надолго сядешь, понимаешь? Слушай, что ты лезешь не в свои дела? Не понимаю. Ну как? Ну а что ты так упираешься, а? Опять из-за Маринки, из-за своей, да? Там делов-то одну бумажку подписать. Получается, что людей она обворовала, а сядешь за нее ты. Че подписать? Кто обворовал? Феденька, ну я тебя очень прошу, ну хороший мой, ну пожалуйста, ты не представляешь, что это за люди, ну пожалуйста, подпиши. Слушай, Маринку больше не трогай, поняла? Поняла. Так ты может быть к ней еще вернуться собрался? Я от нее никуда не уходил. Понятно. До свидания. Ну че ждем? Поехали. Симпатичные. Все как обычно. Там тебя встретят. Никого не надо. Сам справлюсь. Вот. Аванс. А всего сколько? Да, дело будет резонансное. Мама и дочка. Их, любите вы денежки. Любите. Завтра привезу. Завтра привезут, послезавтра вылечу. Поздно будет завтра, сегодня. Все привезут сегодня, завтра вылетишь. Да? Три дня на все. А ты готовь вторую половину. Договорились. Завтра вылетишь. Выпишь. Не пью, Коль. Потому и в форме. Бывай. Не понимаю, капитан, а почему меня именно сюда привезли? Авария произошла на территории Новоалексина. А свидетельница ныне потерпевшая из села Красное. Это тоже моя территория. Вопросы есть? Попал ты, Горобец Федор Петрович. Ой, потерпевшая без сознания, с угрозой выкидыша. Постой, капитан. Ну, ты же видел, она сама на меня кинулась. Я ее даже не коснулся. Кинулась и упала. Она упала, а ты сядешь. Мали бога, чтоб по хулиганке. А если ущерб здоровью с отягчающими, вынужден Горобец завести на тебя дело и задержать тебя на сорок восемь часов. Контора твоя с тебя будет спрашивать за фуру и за товар, а потерпевшая за компенсацию запаришься, деньги выплачивает Горобец. Ты, капитан, если правильно я помню, на побегушках был у майора? Не помню, что был на побегушках. Помощником был, да. И что? А то, что Рябакон сейчас под следствием, а ты вот в его кабинете. Это как? Слушай сюда. Статья сто одиннадцатая. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха, либо какого-либо органа, или утрату органом его функций, прерывание беременности и так далее. Наказывать сроком до восьми лет. Посиди, подумай. Сорок восемь часов у тебя есть Горобец. Сорок. Пока девчонки спят, займемся этой. Рекогнозировкой. Спасибо, дед. Что мы имеем? Имеем вот эту красную папку. Компромат на Лощинскую ОПГ и местных ментов. Батяня собирал. Но они его за это и посадили. Да у них там вообще липа, чистой воды. Марина, его родственница, тоже им дорогу перешла. Нас вели от аэропорта. И ее, скорее всего, уже заказали. И тебя, значит? Ага. Я так думаю, что да. Ладно. Давайте лучше будем думать, что с этими бойцами делать. А что думать? Ризать? Накол сажать? Или я не прав? Вова. Ну что нам с ним делать? Вы Васю Клементеву помните? Без шестой роты. Угу. Теперь человеком стал. Институт закончил. В гору пошел. В Генеральной прокуратуре работает. Обещался помочь. Я документы отнести сам смогу. Но мне надо, чтобы девчонка со мной пошла и дала показания в прокуратуре. Потому что она в интернате жила и все видела своими глазами. Ну в чем проблема? Мы с дедом работаем. Поедем на улицы. А ты спокойно везешь девчонку в прокуратуру. А если они там не все? У них бойцов там как грязи. Ты ж меня знаешь. Я пару бошек отрежу, они сами разбегутся. Ох, сердитый ты мой, сердитый. Ничуть ты не изменился. Когда с города слез? Да уж полгода. Реабилитация. А, это список пропавших детей. Ты здесь? Да, мам. Оба. Так, Марина Горобец, где она? В Москве, мам. С красной папочкой к прокурору собирается. Мам. Мам. На похороны Гены. А вдове скажи, я приеду. Хороший парень был, верный. Настоящий казак. Мам. Что, сынок? Адвокатов ищешь? Мать засадить хочешь? Ну, что за глупости, мам? Мам, я считаю, что Рябаконь невиновен и находится последствием мне незаконно. Коля, может, ослышалось? Нет, мам. Не ослышалось. Твой младший сын за твои деньги помогает твоим врагам. Одно не пойму. Какое ты имеешь право единолично распоряжаться деньгами семьи? Это деньги отца. И он хотел, чтобы они пошли на благое дело. Кто хотел? Кого хотели? Кто просил? Он эти деньги отдал Светлане. Он хотел, чтобы эти деньги помогли людям, которым мы зло причинили, мама. Коля, он сошел с ума. У нас второй тур на носу. Тебе готовиться надо. Мама, да какой второй тур? Нас люди ненавидят. Вы думаете, ваши беншмейкеры вам помогут? Нас убивают, сына? Ты думаешь, твой Рябаконь помог бы деньги, когда его убивали? Рябаконь твой компроматы на семью собирал, понимаешь? А сейчас твоя Марина с этими компроматами в Москве. Если бы твой Рябаконь своим делом занимался ментовским, а он в мои дела полез, в семейные. Вот из-за этих дел нас Таниц же и ненавидят, потому что мы преступники! Не прекратите! Где деньги, сынок? В ячейке в банке. Зачем они тебе? Против родной матери сговорились? Мне Марина отдала деньги, чтобы я их отдал. Людям. Так хотел папа. Коля, пусть он дома посидит пока. Пусть твои ребята присмотрят за ним. Хорошо, мама. Мама. Вот его место. Снайпер тут долго сидел. Отсюда и стрелял. Как всегда ни одной гильзы. Все подобрал. Вот такой экибастуз. Лазарева-то надо отпускать. А он выйдет, рот откроет. А там еще Братиковы, они оба бунтовые. Все и посыпется, ребята. Ну да. Глин на сапогах. Экспертиза. Вся липа твоя вылезет. Угу. Смешно. Да вопрос не в этом. Как снайпер узнал, что Николай на катере пойдет? И от кого? Ищи. А, ребятки? Ну, значит, узнал и узнал. А я тебя спрашиваю, как и от кого? Хорошо, ищи. Кому Николай говорил, что по реке на выселке пойдет? Николаич, это что значит? Среди нас крыса завелась? Дошло до тебя, да? Кто-то ж снайперу все время информацию сливает. Хоть тогда, когда Марина с Николаем в Краснодар ехали, когда Мерседес-то расстреляли. Ну да. И когда старший Волков, ну, с девчонками-то на Вишневом Затоне. Никто ж не знал, кроме… Кроме, ну? Вас, Владимир Николаевич. Помнишь, ты мне позвонил, сказал, чтобы я Вишневый Затон обследовал? Мол, старик туда часто стал наведываться. Помнишь, а? Не помню. Значит, утечка-то происходит. Где-то между Николаем и… И этот кто-то рядом с Николаем. Чего вы на меня уставились? А? Да мы просто смотрим, Николаич. А не надо просто смотреть. Я в тот день вообще с Надюшей три раза в церковь ездил. Потом в управлении пьяно валялся. Потому и не помню. Ну, след от мотоцикла к дороге ведет. Ну, след от мотоцикла к дороге ведет. Сейчас иду. Че там? След от мотоцикла. Николаич, может, не будем ссориться, а? Нам ведь день дали, чтоб мы его нашли. А не то Николай сказал, глотку порвет, а? А тебе что день дает, что год? Вот ты и все сердишься, а я думаю, что мы на правильном пути. А мы сейчас с тобой на одном пути, Лёва. У меня племянника убили. Следующим буду я. А следующим будешь ты, Лёва. Николаич. А потом он. Николай, послушай, информация идет о Николае, Сергее и Надюшке из ближнего круга Волковых. Нормальненько, а? А это значит, что? Всех этих людей по пальцам перечесть можно. Ну, так ты пересчитай, Лёва, пересчитай. Ну, пересчитай, пересчитай. Кипастус. Пересчитай, пересчитай. Ну, посчитай. Считай. Пересчитай. Давай. Пересчитай. Лёва. fo東西 А-а-а! Ты чё тут делаешь? Ой, а-а-а! Напугал! Как вы меня напугали! Здравствуйте! Торговая фирма «Умные машины в дом» предлагает свою продукцию. Утики, чайники, миксеры, бритвы в два раза дешевле. Хочу приварить вам вот такой модель из нового каталога. Если, конечно, вас зайдешь… Не надо. Не доставай. Иди-ка ты поторгуй в соседнем подъезде. А-а-а! Добрый день, недоставка! Наконец-то! Добрый день, недоставка! Наконец-то! Спасибо! Спасибо большое! Ну как похавали? Тело там, путевое было. Ну да, ну да. Гарик, ну что? Да здесь они на месте, Николай Владиславович. Как только появятся, мы их тут же за жавры и в аэропорт. С элёхоньками доставим. Причем всех троих. Ну чего вы так переживаете? Первый раз, что ли? Маршрут отработан. Гарик! Мать твою! Послушай меня! Эти парни отмороженной, они после Чечни! А мы чё, не те же точки прошли? Слушай, отдыхай, а! Игорь, обец это та ещё! Смотри, что всё аккуратно! А мы чё, пальцем что ли сделали? Слушай, расслабься, а! Да чтоб мы с двумя бабами не справились, ну обижай! Да не бабы мне нужны! Неужели ты не понимаешь, мне папка нужна? Красная папка! И вообще все документы, которые у них с собой! Ой, да всё будет нормально! Расслабься и получай удовольствие! Ну не больно! Игорь Негода! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Пусти. Ну что, компроматом я собираешь? Все передала подруге своей Марине Горобец. О чем вы говорите? Какой компромат? Я же вас из дерьма вытащил. Мы же с мамой работу вам дали, зарплаты платим. Дома построили, детский садик, школу с английским языком. Скажи, у тебя совесть есть? О чем вы говорите? Я не понимаю. Не понимаешь? Правда не понимаешь? Серьезно? Бессовестная. Бессовестная. Ай-яй-яй. Красавчик. Позови Кондрата. Кондрат, иди сюда. Не понимаешь? Я здесь. Расскажи-ка ей. Ты ж какие-то бумаги Горобец отдала. Был в служебный вход, постояли, и потом Горобец с этими бумагами уехал. Правильно? За занавеской прятали. Думали, не найду. А я нашел. Я ж вас всех слушаю. Значит так. Я тебе даю двух парней денег. Едешь в Москву, находишь свою подругу. Забираешь у нее все. И привозишь мне. Понятно? А я не знаю, о чем вы говорите. Не понимаешь? Неблагодарная. Мам! Не понимаешь? Послушай меня. У меня друг погиб. Если хоть волос упадет с головы моей матери... Кондрат. Найдите ее детей. Кондрат. Найдите ее детей. Ненавижу! Сволочи твои! Ненавижу! Пустите меня! Пустите меня! Спустите! Ненавижу вообще! Давай! Давай, иди! Пусти! Пусти, говорю, мне больно! Что? Давай, пошла! Помогите нам, пожалуйста. В станице Лощинское создана ОПГ. Там люди пропадают. Там очень много людей. Тут все есть. Все фамилии, все имена. Много детей пропадает. Вся власть принадлежит семье Волковых. Там любой, кто идет против них, там любого. Климентьев, выручай. Батяня сидит, а Любовь Тимофеевна лично просила, чтобы ты взялся за это дело. Да погоди ты. Как это пропадает? Я сама лично сидела в рабстве. Несколько дней провела там. За миску похлебки работают люди. И не только гастарбатеры. Там все там... там санищники. Прямо-таки не верится. Я говорю то, что есть. То, что видела. Угу. Ну, а Рябаконь что? В СИЗО сидит. Обвиняется в организации и подготовке заказного убийства. Понятно. Я смотрю, тут все подвязаны. И начальник милиции, и прокурор области. Высу, бери, Климентьев. А куда уж выше-то? Нет, там все, там... Вы даже не представляете, там все эти высокопоставленные шишки, они все за копейки получают квартиры, дачи, наделы и закрывают глаза на произвол. Вы даже не представляете, что там творится. Ясно. А руководит кто этим всем? Надежда Алексеевна Волкова. Генерал и директор агрохолдинга. Понятно. А девочка чего? Девочка моя дочь. Она там жила в Лощинке и училась там, в интернате. Она тоже может дать показания. Там девочек насилуют, там... Господи. Вы знаете, там не только насилуют, там их убивают. Одну на глазах у нее убили. Если нужно будет, она расскажет. Да, Света? Так. Ладно. Ждите. Я ничего не обещаю. Ну, попробую. Ну что, Захар, завтра выборы. Как ты? Я своих друзей не кидаю. Надеюсь. Да ладно, все как договаривались. Отдаю тебе все в отрошках, а ты снимаешь себя с голосования. Точняк, все отдашь, не кинешь. А что мне остается делать? Меня ненавидят в твоих отрошках. Ты там главный, закоперщик. Устал обороться, честно скажу. Знаешь, как один умный человек сказал? Не можешь победить врага, купи его. Эх, Надюшка, как хочется верить людям, а? Да хватит, насколько можно, а? Кто там у мамы? А, у Надежды Алексеевны сейчас встреча с Захаровым и этими имиджмейкерами. А? Передай, что я приходил, не дождался. Поеду Нину успокою, ночью чуть не повесилась. Передам. 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 Ты не только снимаешь себя с голосования, но еще активно агитируешь с Танишников проголосовать за Николая и Сергея. Чего ты навычился? Нашел причину отказа? Конечно. За сутки до выборов-то. Можно, если что-то смертельное. Так бреши. Народ жалостей и поверит. Выбирай любую смертельную болезнь. Вот ты! Алексеевна, типун тебе на язык. Ты чего? Так, подожди. Это что, я должен бегать по всей станице и орать, что скоро сдохну? Так что ли? Зачем бегать? У нас местное телевидение есть. Придешь, объяву сделаешь. Чего ты? Соловейка, давай в офис. Хорошо. Я посмотрю, Надежда, ты не хуже этих своих московских деятелей в выборах разбираться стала. Я, Захар, за что не возьму и в жизни всегда все делаю лучше других. Лариса, позови-ка сюда этих мурзиков. Где они там? Хорошо, Надежда Алексеевна. О, Надежда Алексеевна, рассмешили. Мурзики — это круто. Как живем, хлеб жуем. О, вообще отлично. Вот так все. Все прекрасно. Мне результат нужен, профессионалы. Мне нужно, чтобы дети мои в Краснодаре в Думе были. А вот когда моих детей выберут, едем с тобой в Москву и выбиваем тебе дешевый кредит. И ты в течение пяти лет рассчитываешься со мной, как договаривались. За пивзавод, мясокомбинат, конеферму и рынок. Деньги — это деньги. Перепишешь когда? Славик. Готова, Надежда Алексеевна? Вот сейчас я перепишу. А деньги потом отдавать будешь. Рискую. Все в порядке. Ну, а если соскочу? Угу. Ты попробуй. Видно будет. А может увидеть не успеешь. Услышишь только. Да ладно, Алексеевна. Ну, пошутил я. Чего ты? Пошутил. А в океана помнишь, у которого кафе было? Тоже знаешь, шутник был, обхохочешься. Или Никитин. Вот так, как с тобой сидим, разговариваем. А он брякнул что-то. Тоже Надюшку кинуть хотел. Да ладно, Алексеевна. Ага. Пошутил. А мне знаешь, смешно стало. Хохочу, остановиться не могу. А ведь тоже вроде не глупый мужик был. Ну, Алексеевна, ну пошутил я, понимаешь? Пошутил. Ну, что ты в самом деле, а? При посторонних. Да я может не тебе говорю, а этим гаврикам. Ну что, у нас все готово по всем пунктам. У нас? У нас все вообще замечательно. Устроим казачьей станице карусель? Ох, устроим. Так, ваши документы я передал в следственный отдел. Знакомьтесь. Это следователь генеральной прокуратуры Курилов. Игорь Дмитриевич. Здравствуйте. Для начала мы должны снять показания вашей, вашей дочери. Вот список вопросов. Знакомьтесь, пожалуйста. Ваши ответы мы снимем на камеру. У вас есть где остановиться? Мы можем предоставить вам места в гостинице, охрану. Не беспокойтесь, мы их не оставим. Кто это мы? Мы — это второй парашютный полк ГРУ. Фронтовая разведка. Сталинские соколы. Ну, зачем вы так? Путинские журавли. Разочаровалась я. В чем? Во всем. Я хотела рай построить, а получился ад. Знаешь, Захар, в чем проблема нашего человека? Его работать отучили. А он умел? Умел. За эти 70 лет его ненавидеть научили. Все красивое, богатое и умное. Спила из деревни. И пока они все не перемрут, ничего здесь не будет. Так и будут в чужой карман заглядывать. А я что? Да, я делала ошибки. Как без них? Только вот беда. Пока с криминалом боролась, сама криминалом стала. Меня стреляют с первых дней, как только на ноги поднялась. Я всю жизнь защищаюсь. И от кого? От своего же народа, которого сама кормлю. Ну, Надюш, ненавидят тоже не просто так. Да ведь работать надо, без выходных. Спать по пять часов. Не пить, языком не чесать попусту. За опоздание наказываю, за воровство выгоняю. Легко думаешь, это и просто, а нет. Это только единицы умеют так работу любить. А чуть отвернулся, они уже в курилке сидят. Им не надо денег. Им этого хватит. Ну, такой у них менталитет. Я зарплаты в три раза подняла. Все равно бесполезно. Не хотят, не умеют. Не понимают, как жить красиво. Одна у меня ниточка связывала меня с лощинкой. Владик мой. Забирай свои поганые трошки. Бывай. Ты теперь там хозяин. Так нормально? Нормально. Левый угол, чуть-чуть левее. Давай-давай. Вот так. Ну вот, отлично. Я посоветовался с женой и с детьми. Взвесил все за и против. Ты это видела? Это трудное и непростое решение. Я снимаю свою кандидатуру с голосования. А что ж теперь будет? Что будет? Работать будете всю ночь. Так сказать, в вынуждающих обстоятельствах. Так. Мне трудно об этом говорить. Алло. Но я тяжело болен. Центральный штаб? Веслякова дайте! Объясни мне, что происходит, а? Надеюсь, народ меня поймет. Это может с каждым случиться. В свою очередь, я призываю отдать свои голоса за братьев Волковых. Их станицы знают, они известные бизнесмены и достойные кандидаты. Ну, что смотрите? Угу. А что? Ну… Давайте. Собирайте бюллетени. Вычеркивайте этого козла из списков. Хорошо, хорошо. Саша! Ну-ка это, отрезай его к чертовой матери. А с ними зайдите, мать! Ожу пошла! Ожу пошла! Не смеется! Не смеется! Не смеется! Ну, спасибо тебе, Айболит! Вдруг откуда-то шакал на кобыле прискакал. Вот вам телеграмма от Гиппопотама. Мальчики, через пять минут все будет готово! И спасите доктора наших малышей! Да. Алло! Кто это? Сергей Руслович, у нас беда. Помогите нам. С магазином что-то? Брат ваш, Женя увез детей. Что? Куда увез? Не знаю. Я на общей базе был. Подъезжаю, ее нет. Детей нет. И я поехал в садик. А воспитатели сказали, что ваши, их еще днем забрали. Я всю ночь их искал. А девочки в магазине слышали, как Николай Владиславович на Женю кричал. Они говорят, что ее к вам на дачу повезли. Что я один могу против них? Помогите, Сергей Владиславович. Крич, ты меня тоже пойми. Меня в доме закрыли, никуда не пускают, охрану приставили. Брата своего боитесь? Я понимаю. А мне что делать? Никого я не боюсь. У меня одежду собрали, вон одну пижаму оставили. Что вы творите, а? Мои пропали, Марина в бегах, мужу ее судят. Судят? За что судят? Да не за что. Фуру разбил. Теперь с него денег требуют. Да понятно же, что все подстроили. Вы люди или кто? У вас что, жен? Детей своих нет? Я не знаю, что сделаю, если с ними что-то случится. Что-то случилось? Нет, ничего, все в порядке. Ну, я же вижу. Да нет, правда, все нормально. Правда? Правда? Что такое, неужели ваши дети заболели? Да, да, да. У них ангина, скролатина, холорина, дифтерит, аппендицит, малярия и бронхит. Нет. Я сейчас приду. Миша! Пойдем, малыш. Миша! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Банк на Ленину. Садись. Чемодан. Закрой дверь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне нужна ячейка с наличкой чистого продукта. Вот ключ. Неси. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот вам телеграмма от Гиппотама. Дверь открой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего себе. Вы что, банк взяли? А? Зачем? Это мои деньги. Откуда столько? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От верблюда. Объяснять все надо. Поехали. Вы, случайно, не из дурки сбежали? От жены. На, держи. Поехали на дачу, где питомник, знаешь? Да. Человек надо забрать. Через вещевой рынок проедем, мне переодеться надо. А нам по дороге. Там вещевая палатка есть. Волковские дачи там. Дурная слава о них. Со мной можно. Это и мои дачи тоже. Ёшкин кот. Так вы Сергей Волков не признал. Вы же у нас по всей странице на плакатах расклеены. А так вблизи ни разу не видел. Ну, не видел, смотри. Я за вас голосовать пойду. За меня? А за кого же еще? Захаров Атрошкинский. Они гнилые. Видали, что очудил. Не бойся, вы его и купили. Народ у нас силу любит. Он, как баба, плачет и отдается. Зять на бивзаводе работает. Жена работу имеет. Дочка у вас на ферме. Машину вот в кредит взял. Что еще надо? Я за вас. Да. Интересная философия. Ну, ничего себе. Он, наверное, миллионов двадцать забрал. Слушай, у него все документы есть. Он имеет право. Не берут. Ни мать, ни сын. Так выборы заняты, наверное. Ты про Захарова слышала? Агитировал, агитировал за себя. А потом раз и снялся. Говорят, рак неоперабельный. Ты чай будешь? Да ну тебе. Алло, Николай Вилдиславович, здравствуйте. Здравствуйте, это вас из банка беспокоят. Только что ваш брат приезжал. Забрал всю наличку с чистого продукта. Сколько? Ну, там миллионов десять-пятнадцать было. И еще нам позавчерокей составлял на хранение. Там тоже были деньги. И сегодня забрал и уехал. Как он мог снять? Я же просил вас. Держать меня в курсе всего. Я звонила. У вас было занято. Красавчик. Как он мог снять деньги, если он находится дома? Под домашним арестом. Твои! Иди! Стойте! Сережка Боря Лукова, а? Ладно, никуда не денется. Тут важнее. Что-то хотели, Николай Владиславович? Скажите, что у вас есть на Лопырева? А Лопырева, говорите? Ну, Лопырева на помужу, в девичестве на Крутицких. И на Крутицких гляньте. Крутицких станицах с момента ее основания. Вот отец, Василий Емельянович, мать. Ну, в общем-то, ничего интересного. Хотя, помните, сестра у нее была. Сводная по отцу, которая на рынок поехала и пропала без вести. Всей станицей тогда искали. Так у нее другая фамилия была. Ну, правильно, Королева. Она замуж за Степу Королеву вышла и сменила фамилию. Коля, за все ответишь. Дети маленькие остались. Королев тогда умом тронулся. Две войны прошел, а тут такое. Дом потом продал и уехал на выселке. Там теперь детей воспитывает. Что с вами, Николай Владиславович? Получается, пропавшая жена Королева, сестра моей секретарши Ларисы. Получается, только не пропавшей. Нашли ее год назад в лесу, убили ее в выстрелах в затылок. Вы не удивляетесь? Мы все знаем. Мой архив, к нам вся информация из милиции приходит. Что-то нужно еще? Коля, это Гендос с Рыжим. Они ее тогда на трассе взяли и расписали на двоих. Он нормальный? Да какой я там нормальный? Молчал два года. Афганец он, контуженный. А она орала еще потом. То, что мужу все расскажу, он вас перестреляет всех. Коля. Коль, Коль! Полить её надо, секретаршу твою Лариску! Слышишь, Коль, это она наводит! Устал я! Подожди меня, я быстро! Слушается дело о причинении ущерба Горобцом Фёдором Петровичем автоколонне номер 6, станица Кирилловская. Истец, директор автоколонны Корнейчук Степан Гаврилович, встаньте! Ответчик Горобец Фёдор Петрович, встаньте! Садитесь! Водитель тягача, номерной знак ВН 823 УН, 23 регион. Горобец не справился с управлением, в результате чего на 52-м километре трассы Краснодар-Ростов тягач вылетел в кювет и перевернулся. Тягачу фуры восстановлению не подлежит, есть справка из ремонтного цеха автоколонны и справка от независимого эксперта. Также в автоколонне номер 6 нанесен ущерб в размере 15-ти тонн арбузов, груза, который был также утрачен в результате аварии. Отвеч, у вас есть вопросы? В смысле вопросы? Я ж говорю, в меня стреляли. Об этом в протоколе ничего не сказано. Садитесь. Свидетель Богачанов, встаньте! Вы следовали за фурой Горобца. Было за ним преследование со стрельбой? Не было ничего. Сам перевернулся. Садитесь. Свидетель Кухаркин, встаньте! Кухаркин, вы видели, чтобы кто-то преследовал Горобца? Да врет он все. Сам перевернулся, гнал, как сумасшедший. Ясно. Садитесь. Сотрудники ГИБДД есть? Да. Вы первыми прибыли на место происшествия? Так точно. У вас в деле должна быть схема ДТП. Ваша честь, документы в серой папке. Посмотрим. Ну, тут все ясно. Горобец. Хорошо, что вы живы остались. Вам есть что сказать суду? Нет. А почему не рассматривается мой иск Горобцу? Он, между прочим, жену мою избил, а она беременная. Только сегодня утром в себя пришла. Здесь рассматривается хозяйственный иск. Я не могу и не вижу оснований объединять дела в одно. Садитесь. Может быть, вы как-то договоритесь между собой? А разрешите, Ваша честь? Да, пожалуйста. К нам поступило заявление от гражданки Кухаркиной. Сумма по возмещению здоровья приличная, пятьсот тысяч рублей. Но если Горобец выплатит ей эту сумму, она заберет заявление. Горобец, вы согласны? Выплатить. Делайте, что хотите. Все, приехали. Жди здесь на охране. Смотри, не сбеги. Не дурак. Понял, куда, к кому приехали. Я жить хочу. Правильно понял. Поехали. Где Полагалина? Ты что здесь делаешь? Я, это я, из магазина ехала, а тут они меня затащили сюда. Вы только мужу не говорите. Где Полагалина? Кто она? Мы девок вот нормальных из района привезли. А че они так? Видишь? Дети где? Где мои девочки? Наверху, столовая ели. А че никому не слово еще сказать? Сам все узнает. Заходи. А то домой езжай. Вон, в машину давайте. Катька, давай старей в машину. Давай, бегом. Садитесь, садитесь. Сереж, спасибо вам. Да не за что, спасибо. За мной быстро собирайте, ждете меня, потом на вокзал. Хорошо. Меня высадишь из здания суда. Ага, понял. Мы стоим перед храмом, открытым Волковыми, в день второго тура голосования. Перед нами настоятель храма. Отец Георгий, как вы смотрите на текущую обстановку на выборах? Бог в помощь. Волковым. Они должны победить. Но ведь ни для кого не секрет, что их победа во многом стала возможна благодаря неожиданному решению Захарова, который предал своих избирателей. Захаров совершил правильный, необходимый поступок. Только Волковы Сохранят станицу и не допустят ее упадка. Давайте, проходите. Здорово. Здорово. А вот и мы. Ага. Так, друзья мои, давайте выходим. Строимся здесь около автобуса. Выводи. Стран, ко мне. Строим около автобуса. Леха, давай сюда. Серега, пойдем, перекроем. Все, все с бюллетенями, покажите. Отлично. Дорогие мои, заходим по одному, не толпой. Ясно все? Спокойненько, подошли. Толпой не надо, не прокатит. Потихонечку положили, расписались и бегом в автобус. Все ясно? Куда пошли? Ты че ты? А бабло? Так, не расходимся. Пойдем отойдем. Чего ты? У меня ж тут сорок шесть человек. Пятьсот на паспорт. Утром деньги, вечером в стулья. Че ты орешься? На, считай. А на пиво? Пиво на выходе, никого не обидим. Давай, заводи их. По десяткам. Так, давай по десять человек. Бюллетень в одной руке, паспорт в другой. И пошли. Раз, два, три, четыре, пять. Суд постановил. Горобец Федор Петрович, проживающий по адресу Краснодарский край, станица Кирилловская, улица Космонавтов 4, водитель тягача номерной знак ВН 823УН 23 регион, попавший по своей вине в ДТП и совершивший порчу имущества, обязан выплатить автоколонии номер 6 4 миллиона рублей за тягач и фуру. А также выплатить за груз арбузов 15 тонн по рыночной цене. В случае невыплаты указанных сумм будет применена мера пресечения взятия под стражу по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Судебное заседание объявляется закрытым. Ну и сколько я за арбузы должен? Арбузы оптом шесть рублей за кило. Умножай на тысячу, а затем еще на пятнадцать. Так что с тебя еще девяносто тысяч, Федь. Понял, да? Четыре миллиона девяносто. Нормально. И еще пятьсот тысяч. Я бы на вашем месте прямо сейчас к ней в больницу поехал. Если хотите, могу подбросить. Да пошел ты. Пошли отсюда, Федя. Ты прикинь, Егорыч, если я дом продам, мне даже вот на эту Кухаркину не хватит. Подождите, мы сейчас заплатим. Где это можно сделать? Секундочку, вот кто такой? Вам нужно четыре миллиона девяносто, вам пятьсот тысяч, да? Ага. Пожалуйста. Послушай, не надо мне твоих денег. Так, граждане, здесь суд! Да какой здесь суд? Здесь фарс. Все понимают, кто устроил эту аварию. Деньги наши, так что все по-честному. Как можно платить? Катя, проводите. Черт знает что. Да, конечно. Получается, я что, теперь твой должник, да? Ничего ты мне не должен. Должен Марине. Пока. Федь, это вообще кто? Быстро не расскажешь. Пойду я, Егорыч. Да я с тобой. Федь, это что ж получается, он за тебя все это… Алло. Николай Владиславович? Я вашего брата сейчас в суде видел. Нашелся? У него чемодан денег. Миллионы. Он за гробцы отдал, и еще столько же, если не больше осталось. Забери их, увези к себе. Где? Николай Владиславович, основание, нужный выбор и лишний шум ни к чему. Я сказал! Я приеду, будем разбираться. Ага. Тут гаишники ваши. Может быть, на трассе с ними его и возьмем? Хорошая мысль. Далеко пойдешь, и снарядом будешь. Ну-ка, позови их на телефон. На, поговори. Это я, Павлик. Да что ж соленские такие, а? Да. Все бюллетень испорчены. Чего им не хватает? Ну, сколько там у тебя? Еще семь? Девяносто семь. Девяносто семь, отлично. Ну, чего ты их сложила-то? Выбрось. Так, Марина девяносто семь, и еще шесть туда. Ага, давай. Дружище, давай коробочку внеси. Ну что, я могу маму обрадовать, да? Да-да, езжайте, отдыхайте. Утром все будет в ажуре. Едем прямо с цифрами. Точно? Отдыхайте. Я прослежу. Вот вопрос. Посмотрите, пожалуйста, завтра утром эфир на всю Кубань. Фуражку дай. Э, погоди. Георгиевич, фуражку забыл. Ешь. Ой, извините, пожалуйста. Генеральный все подписал. С Краснодаром несколько вопросов еще утрясти надо. Так что ждите. Хорошо. Спасибо огромное. И за бутерброд спасибо. На здоровье. Игорь Ильич, вы знаете, нам тут стало еще известно, что вслед за нами Волкова послали человека. Ну, вероятно, чтобы убить меня. Но мы же с самого начала предлагали вам свою защиту. Я сейчас вызову охрану, вас отвезут в гостиницу. Нет, 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 нет. Вы нас неправильно поняли. Если надо, мы можем доставить этого киллера прямо сюда. Алло, Вован. Ну все, бери его. Да, давай, только не по мне. Ну давай. Языков брать обучено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова К.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Тримаперитин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Кайфуешь, плесень Жить хочешь, не дергайся. Знаешь, как меня чехи называли? Лаван Беспредельщик. Здравствуйте, сержант Мороз. Документы. А в чем дело? План перехват. Останавливаем все подозрительные машины. Выходим из машины, багажник открываем. Связался. В чем дело, сержант? Вас, прошу, в автобус пройдите? Я спрашиваю, в чем дело? В автобус пройдите, пожалуйста. И чемодан возьмите. Присаживайтесь. Сергей Владиславович, наводочка на вас прошла. Чемоданчик-то предъявите. Объясните, что происходит. Это незаконно. Сейчас разберемся, что незаконно. В машину ко мне отнеси? Есть, товарищ Китал. А у своих воровать законно? Николай Владиславович? Да. Ну все, взяли. Ага. Дай мне с ним поговорить. Хорошо. Братец ваш поговорить с вами хочет. Серега, что ты, ей-бога, как ребенок? Хватит в танчики играть. Объясни мне, когда все это закончится? Приезжай домой, готовь торжественную речь для телевидения. Мы в ЗАГС-собрание проходим. Слышишь? Все, я еду к матери. И мне есть, что ей сказать. Оставь мать в покое в офисе. Она спит, довели человека. Слышишь меня? Довели. Если ты думаешь, что она не в курсе, так это она, скалденье у тебя забрать. Вот теперь между нами точно все закончено. А мне что делать? Алло, деньги пусть у тебя побудут, а Серегу отпусти. Понял. Отпустите его, пусть едет. Отпустите. Где была Галина? Так Сергей Владиславович, Сергей Владиславович. Тебе что сказано было? А я, Николай Юрьевич, я как из тебя… Никому ничего доверять нельзя. Нина, Ниночка, Пресвятая Богородица, что же это делается-то, а? Ниночка? Нина, Ниночка, Пресвятая Богородица, что же это делается-то, а? Ниночка? Трескорья. 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 Это, какого ума сняла? Трескорья. Ой, ужас. Какой ужас. Генкин гроб на кладбище увозил. Плитой закрыл. Напихал этим горе сторожам. Кто выкопал? Отрошкинские? Мама, конечно. Жду не дождусь, ка выборы закончатся. Я им устрою. Они мне за все ответят. Серегу нигде найти не могу. Оставь его, оставь. Бегает по станице, строит из себя мецената. Тебя позорят, меня всех позорят. Оставь, говорю, хватит тебе. Мам. Мам. У нас крыса завелась. Посмотри. Ребята мои камеру в приемную поставили. Посмотри. Подслушивает. Фиксирует. И отзванивает. Кому отзванивает? А вот, мам. Кто это? Ему. Фотографию в военкомате нарыл. Жил у нас на Торговой улице. Отставной такой. Нет. Но жена еще пропала. А, Катерина звали. Так не нашли же ничего. Ушла и не вернулась. Катерина это. Жена Королева. Сводная сестра нашей Ларисы. Лариса наша. Дети ее воспитывают. А, Королев, то чего тебе он? Мам, он и есть снайпер. Он мстит за погибшую жену. Иди ты. А она знает. Все наши маршруты. Мы вышли. Она позвонила. Он за саду. Молодец, Коля. Давай после обсудим это. Можно? Можно, можно. Дежда Алексеевна, мы посчитали. Николай Владиславович 58 процентов и Сергей Владиславович 42 процента. Полная победа. Молодцы, молодцы, ребята. Мы не сомневались. Ребяточки, вот отсюда все убирайте. А с того стола все на этот. Бальчик, быстро, быстро, быстро. Все не зря, Коля. Молодцы, ребятки, молодцы. Мам. Ну, сынок, слава Богу, все как должно было быть. Ну, берите бокалы, я речь говорить буду. Как-то давным-давно, а уж когда было, вспомнить страшно, в степи замерзало. Дедов моих еще до войны пересажали, так и сгинули. А папку моего уж потом, после войны, упрятали. И где могилка, не знаем. Мать с горя умерла. И остались мы пятеро. Я старшая, а там мало-мало-меньше. Жили у бабки в Раковке, а сюда в лощинку в школу ходила. Но дорога так за час успевала. А зимой дело было, валенки одни на всех, холщовая сумочка через плечо. Бабушка собирала краюшку хлеба, маленький кусочек сальца. И вот вышла я в семь часов утра, а тут метель началась вьюга. И сколько прошла, не помню, воет страшно. Чувствую, замерзаю. Возвращаться надо. А повернула, и не знаю, куда идти. Все замело. Запуржила, закружила. И сколько прошла, не знаю. И вот через этот вой слышу волки. И смотрю, а они уже вот так, рядом, обходят. Бежит, бежит, сядет. И я... Я страха-то не помню сейчас. Я помню, что я остановилась, что мне тринадцать лет было. И волчица вперед заходит. И чую, что вот сейчас команду подаст и разорвут. И я перед ней на карачке спустилась и глаз не отвожу. Я так заорала, я заорала, зарычала по-волче, по... Я не знаю, как это вышло, только вижу, вдруг волчица так бочком-бочком повернулась и все как, как растворилось. Я очнулась только, когда почувствовала, что руки отмерзают в снегу. Я поднимаюсь, а платок сполз с головы, а коса у меня была в руку толщиной, еще мешает. Я так платок поправляю рукой, трогаю голову, а у меня как проволока на голове, каленые волосы. Это уже дома мне сказали, что посидела в одночасье, с тех пор седая. Зачем я это рассказала, забыла. А, сына... Это моя судьба. Что выжила среди волков. Да и люди мне много зла сделали. Да и я немало. А у тебя другая жизнь начинается. Ты теперь дворянскую грамоту получил. Ты депутат. Начни все сначала. Забудь все плохое. Чтоб все счастливо было, светло, легко. У тебя вся жизнь впереди. Давай. Поздно вам. Поздно мне уже. Поздно. Вот Серега бы мог. Пойдем. Мама. Куда? Поехал я. Дела. Мама, если что, охрану я усилил. Чущество званий. Давай. Мам, я люблю тебя. Скажешь, где Королёв? Тогда будешь жить. У меня же дети, пожалуйста. Я вас очень... Это у меня дети. Трое. Все девочки. Где он? На делянке на своей сидит? Я приезжаю к нему раз в неделю. Привожу детей и продукты. Предварительно звоню. Телефону ее дайте. Говори. Он так не возьмет. А как? У нас с ним договоренность. Я ему звоню, жду три кудка. Это означает, что я набрала. После этого звоню опять. Смотри. Пожалуйста, Николай Владиславович, я вас очень прошу, у меня же дети! Заклей ее. Вперед. Открой. Николай Владиславович, бережной на проводе, все у меня, все в порядке. Сколько там денег? Я особо так не заглядывал. Миллион семь, восемь, не меньше. Не знаю, всю ночь охраняю. А остальные где? А это вы у братца своего спросите. Он на суде только четыре шестьсот выкинул и еще там раздавал. Я видел. Ладно, я щас по делам потом к тебе. И смотри, что все копейка в копейку было. Понял. Понял. Жмот. Развяжи ее. На, звони. Помнишь, о чем говорили? Помни о детях. Громкую связь включи. Да, моя хорошая. Мне сегодня выходной дали, в честь Победы Волковых. Я могу приехать. Ну, давай, приезжай. А привезти что-нибудь? Да, нет. Все есть. Крупа, масло. Все есть. Я тогда выезжаю. Давай. Жду. Молодец. Тут у меня личное. Он мне ответит за все. И за отца, и за Генку, и за всех остальных. Ушел, свалочь. Ушел. 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 Где он? Слышишь меня? Я найду тебя. Понял? Понял? Смотри. Уходим. Ну что, детей любишь? И я своих люблю. Живей. Пошла, говорю. Пошла. Николай, я вас умоляю. Умоляю. Я вас умоляю. А о чем ты думала, когда в отца мы его стреляли? А ты знаешь, что Генка, он мне как брат, он мне спину прикрывал. Ну что, не стыдно? Тихо всем. Тихо всем. Тихо. Да. Здорово. Как дела? Как выборы? Все хорошо, Василий Лукич? Можете нас поздравить. 58 процентов у меня, 42 у брата. Одним словом, полная победа. Ну, короче, праздник у вас, да? Веселитесь. Веселимся, ждем вас. Приезжайте. Да, Василий Лукич, сейчас на эти эфиры по телевидению можете посмотреть, как все происходило. Сегодня у нас в гостях один из победителей прошедших выборов, известный бизнесмен Николай Волков. Здравствуйте, Николай. Поздравляем вас. Что бы вы хотели сказать нашим телезрителям? Я немного волнуюсь. Мы Волковы. Мы родились и выросли в лощинке. Здесь наш дом. Здесь похоронены наши предки. Теперь мы с братом представляем интересы нашей станицы в Заксобрании. А теперь слушай сюда, Коля. Пока вы там веселитесь, губернатору края позвонили из Москвы. А он мне позвонил. Ночью. Что сообщил? И вот говорит, что там у вас за дела такие в вашей станице Лощинской. Как так? Третьего кандидата сняли за сутки до выборов с голосования. Это нарушение, это самоуправство, нарушение закона. Василий Лукич, послушайте меня. Никакого самоуправства не было. Просто этот подлет Захаров, он вскрыл, что у него была судимость. Понимаете, Василий Лукич? Помимо всего, он очень болен. Сказал, что у него рак. Рак? Дурак ты, Коля. Пойми, комиссии из Москвы приедет. И если раньше с Краснодаром так не разговаривали, то теперь, видимо, у них что-то появилось. Они знают что-то. Зацепка у них какая-то. Да ладно, Василий Лукич, ну что они могут знать? И еще мне звоночек был. Очень нехороший звоночек. Мой человечек из Москвы извякнул и шепнул. Там вашу станицу Лощинскую взяли под особый контроль. Там. Это где? Там. Это там, Коля. Ты иногда утром телевизор включаешь, а? Башню с часами видишь, да? Гимн слушаешь? И вот, если там взяли под особый контроль, что у вас по Лазареву? Выпускаем Лазарева. Оказался невиновен. Киреев ошибся. Ну что, бывает. С дядей вашим все уже решено. Дядя ваш дослужился. Все, на пенсию. Василий Лукич, ну все-таки заслуженный человек. Может, как-то договоримся, а? Коля, хватит! Вы там свои дела решаете, да? А мне вот тут за вами разгребать. Кто снайпер? Докладываю, Василий Лукич. Снайпера практически нашли. Отставной военный. Человек не в себе. Именно сейчас этим занимаемся. Значит так. Лазарева выпустить. Немедленно. И еще. Я готовлю распоряжение на Рябаконе. Его тоже выпустить. А ты поедешь и перед ними обоими извинишься. Понял? Погодите, Василий Лукич, а почему Рябканя выпускать-то? Вся доказательная база по нему есть. Виновен он. Особая комиссия будет. Из Москвы. Понимаешь, я на этом месте больше двадцати лет сижу. Я чую, когда подо мной горит. Что у нас по документам на дачку? Ну как? Все оформлено. На вашу жену. На какую жену? Мы с тобой, Коля, ни о чем не договаривались. Рита! Чай холодный замени. И вообще никогда не был там у вас. Она-то приезжала. Беседку для вас построили. Ну что ты возишь здесь? Что, ты послушивала что ли? Василий Лукич, мне убрать надо. Иди. Выйди отсюда. Да. Да как вы можете? Я столько лет у вас работаю. Да все, осталось недолго работать тебе. Ищи новое место. Нам всем недолго осталось работать. Рита! Извини, я немножко вспылил. Значит так. Завтра еду к вам. Даю сутки, чтобы все документы переоформить. Крыса, да Василий Лукич крыса. Одни крысы вокруг. Поехали в управление. Кирееву. Светы ты чего? Встань-ка. Если с моей мамой что-то случится, рука у меня не трогнет. Поняла? Не слышу. Поняла? К тебе в машину посади. Алло. Серёжа, Серёжа, а как же наша квартира? Вам туда нельзя возвращаться, вас будут искать. С квартир ничего не будет. Быстрее, быстрее, быстрее. Вышлёте мне доверенность, я её продам. Где? Спасибо большое. Курске в другом месте. Ага. Отправляемся. Серёжа, спасибо. Мы не ожидали. Девушка, прощаемся, прощаемся. Серёжа, они вам этого не простят. Отправляемся. Я сейчас кому-то этой двери упал будом. Чё, Коль, совсем плохо? Рябы коня выпускают. Документы готовят. Не сегодня, завтра выйдет. Следователь мне звонил. Аравин. Из Краснодара. Вот дела-то, а. Лё, Вово, кто-то звонок из Москвы организовал. Прокурор обделывался, мне такого наплёл. А ты не понимаешь? Марина Горобец. Один человек. Генка, царство небесное был прав. Сразу надо было её. И тогда бы, может быть, всё было по-другому. Понимаешь, о чём я говорю? Понимаю. Всё. Значит так. Берём себя в руки. Спокойно. Выпускаем Лазарева. Извиняемся перед ним. Давайте. А нам-то что делать? Прокурор требует все дела ему на стол. Я не знаю, товарищ полковник. Что делать? Да он делает вид, что он здесь ни при чём. Гнида, Коля. Гнида теперь. Ты и я. И вся. Кто этот агрохолдинг пятнадцать лет своими руками строил. Понимаешь? Страна у нас такая. Сегодня ты хороший, а завтра, так сказать. Чего сидим? Идём? Идём? На выход! Здравствуй, Миша. Ну и чего выстроились, как на параде? С братом что-то? Нет, с братом всё нормально. Всё хорошо с братом. Вот восстановление о твоём освобождении. Подпиши. Давай. Вот здесь, Миша. Вот здесь. Вот так вот. Вот вещи забери. Значит так. Ремень. Ключики. Этот. Паспорт. Телефон и портмональ. Слышь? Проверь. Видишь? Не виновен? Отпустили. Держи его. Тихо, тихо. Давай, Лёва, врача. Какого врача? Ты чего? Да любого врача. Да где его? Не дай Бог, кто здесь себя кочурит. Так, зрачок реагирует. Ну? Всё нормально. Воды что ли? Сейчас. Да. Всё, зажимайте. Как вы? Нормально. Пусть посидит немножечко, придёт себя. Ага. Спасибо. Если что, зовите. Да-да-да, спасибо. Зимой телефон. Надо брату позвонить. Вот телефон. Да давай я наберу. Чего ты, Миша? Набирай. Здрасьте, Пётр Михалыч. Это Киреев вас беспокоит. А? Тот самый. На. Мы брата вашего Михаила выпускаем. Можете приехать и его забирать прямо сейчас. Да. А? Сейчас я ему трубочку передаю. Петя. Да, выпустили. Да тут их целая шобла собралась. Я думал с тобой что-то случилось. Где дети? А Маша там же. Все хорошо, остальное не по телефону. Ну, что хотели? Извиниться хотели, как по-человечески. Давай извиняйся. Ты в самом-то деле, Миша. Ты это, извини. Ну, пойми. Ну, пойми. Это наша ошибка. Это моя ошибка. Понимаешь? Ну, у Николая отца застрелили. А он мне все-таки был как брат. Владик. Ну, у меня крышу сорвало. Я сам не ведал, что творю. Ты все сказал? Зла не держи. Молодец. Ну что, Лазаревы, может хорош воевать? Действительно. Давай. На работу ко мне. Брата возьму. Денег хороших положу. А чего, Миша? Тихо! Не отдам столицу! Не отдам! Я ее кранула! И вы только ответите! А ты Киреев! Ты первый сядешь, понял? Идите домой! На пусте на меня! Ненавижусь! Новоалексика! Здрасте. Выходим. К Бережному поехали за наличными. И плоды принесли. Потом в банк заедем. Еще денег возьмем и в Краснодар. К прокурору, к генералу. У меня там еще один человечек есть. Я им столько денег занесу. Вот самые главные. Чтоб у них это бабло вот здесь было. Малину надо позвонить. Узнать, как она. Они возьмут. Не такие вопросы решил. Я их проституток знаю. Вон он подреляй! Кто стоит? В машину попади в него! Давай, давай, машину! Догнай! Гони! Коля! Коля! Коль! Скорую! Мозги на дверях не видишь? Проследи, чтобы отвезли нормально. После отзвонись. Да, конечно, конечно. Выезды всей станицы перекрой. Скорей. Делаем, делаем уже. Ребята, двое остались здесь. Никого не пускаешь. Давайте скорую. Быстро, быстро. Окно прикрой. Вон. Привет! А вы что, от Николая? Ага, от Николая. А остальные бабки где? Что? А как вы узнали? Ну, потому что ты крыса. Доставай, где бабки остальные? Вот. Положи. Ну, пока. А вы что, уже уходите? Ребята. Это ты и уходишь. Опоздали, потому что ждем, пока все бумажки подпишут. Это лисия палка. Я вас понял. Три часа назад в лощинке убит Николай Волков. Местные разборки. Так, так вам надо туда лететь? Немедленно. Сейчас там такое начнется. Вот и коллеги из смежных структур о том же говорят. Слушаю. Конечно, узнал. Угу. Да, билеты есть. Летим двумя группами. Обязательно. По каждому пункту буду сообщать. До свидания. Вас отвезут домой. Угу. Через день, через два за вами приедут, начнем работать. Хорошо. А он что, Волков? Шишка там, что все так зашевелились? Он ищет азиада. Где он? Он у Лазаревых. По реке ушел. Дороги все перекрыты, он знает. Он будет ждать ночи, чтобы дальше по реке уйти. Всех. Мне-то потом куда, Надежда Алексеевна? Крови много получается. Сам реши. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ой-ой-ой. Здрасьте. Куда теперь? Не знаю. Мои из Кубани-то уехали. Хочешь, у меня поживи? К милиционерам ко мне пойдёшь? Не хочу я ментом. Я лучше, как батя, фермером буду. Фермером? У нас только бандиты и менты выживают. Шутка. Да, Любанечка, выпустили. Люба, не плачь. Я говорю, выпустили. Скоро буду. Со мной Васька Грачев. Его тоже выпустили. Давай, жди. Ну, всё-всё. Пойдём. Ты извини, нам надо ехать. Маша! Маша! Дай полотенце. Лариса созвонила. Она в Ростов на автобусе пробралась. Сказала, будет ждать у тётки. Ты сейчас куда собрался-то? В Светлу. По речке, за километр видно. Дороги ментами перекрыты. Понимаешь? Стёп, Стёп, всё, подожди, не торопись. Смотри, всё готово. Дети голодные. Давай сейчас повещеряем, потом нас на чердаке на ночь спрячем до утра. Надо ехать. Волчица мстить будет. А я пока живой. Для вас угроза. Да брось ты, угроза. У волчицы сейчас своих дел не переделать. Не до тебя сейчас. Дети вон у тебя, смотри, полураздеты. Вещи соберём, пожрать чего-нибудь приготовим. Не спишь ты? Нет. Стёп, хорошо, давай сделаем так. Давай мы поужинаем, а как стемнеет, мы вас на двух казанках спустим в плавни. Посидите недельку, а потом в Ростов. Идёт? Ладно. Ловка, Ловка, иди сюда. Ловка. Давай, давай. Бери мясо и неси в дом. Давай. И тарелку мне дай. Маш, меня готово. Мальчики, девочки, за стол, быстрей. Давайте, всё накрыто уже. Скорей, 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 скорей. Миш! Ну, особое приглашение, что ли, надо? Ну, давайте, думайте быстрее, заходите. Пошли, пошли, пошли. Пошли, Стёп. Ну, пойдём, чё ты? Заходи. Неправильно всё это. Пошли. Грустно смотрит кот в окно. Ночь на улице. Темно. Лишь луна сквозь пеленой. Чешет лапы, кот в луну. Паша, ты чего? Миша, дитей домой, красавчик! Нет! Не надо! Пожалуйста! Паша, нет! Паша, нет! Красавчик, да? В одном из участных домов сегодня утром были обнаружены тела двенадцати человек. Убийство было совершено с особой жестокостью. В числе жертв — женщины и дети. Ваня! Похоже, что ситуация вышла из-под контроля. Зайди. Люди требуют найти и наказать преступников. На месте трагедии работают представители прокуратуры и следственного комитета. Власти делают всё возможное для сохранения спокойствия в станице. Для расследования этого чудовищного преступления создана специальная группа при Генеральном прокуроре России. Как нам стало известно, московские следователи уже вылетели в Краснодар. Обстановка в станице крайне наколена. Рита! Воды принеси. Куда? Нельзя! Не мешайте работать. Да остановитесь же вы! Генеральная прокуратура Российской Федерации. Вы арестованы. Встали руки за голову! Эй! Вы чего? Всем лежать! Портых по поводу! Что? Руки за голову! Быстро! Танечники! Войти в спецназа обещает вам спокойствие и порядок! Войдите навстречу! Не надо самосуда! Не заставляйте следователей проводить новые уголовные дела! Убийцы будут наказаны! Все выяснив, сюда вылетел генеральный прокурор! С минуты на минуту будет здесь! Порядок в станице будет восстановлен! Станечники соблюдайте спокойствие! Преступники будут наказаны! Простой! Станечники соблюдайте спокойствие! Нет волка! Нет волка! Нет волка! Успи. Она здесь. Пошли. Нет волка! Нет волка! Нет волка! Нет волка! Нет волка! Надежда Алексеевна Волкова, вы арестованы. Прошу проследовать с нами. Смерть волка! Смерть волка! Тохни, тварь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ну, принимай, барышня. Прямо из столицы. Ну, вот. Держи. Это вот тебе. Где вы? Запропастились-то, а? Мы думали, ты в аэропорт приедешь. Ух ты! Да я же не мог. Я же дом в порядок приводил. Па, можно я Ксюхе забегу? А я обед приготовил праздничный. Ну, Ксюхе-то надо показать приставку. Беги. Беги, Светочка, беги. Пока. Только недолго, ладно? Свет. Да, да. Ну, бывайте. А чё, с нами-то пообедать? Да не могу. Почему? Оставайтесь. Оставайтесь. Служба. Спасибо вам. Будьте счастливы. Угу. Спасибо. Ну, здравствуй, Федя. Здравствуй, Мария. Федь, ну, люди смотрят. Пойдём в дом. Пойдём. Пойдём в дом. Проглядно взял около двадцати. Это старый захоронен. Простите. Простите. Живыми и мертвыми обладая, воскресы из мертвых, Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистые Свои Матери и Всех Своей Матери и Всех Своей Матери. Душа от нас, приставшихся рабов своих, Владислава Геннадия, Михаила, Петра, Владимира, Иоанна, Сергия, Андрея, Марии, Галины, Алевтины, Варвары, Николая, Стефана, Павла, в зеленях праведных ученик, в недрах Абрамовых упокоит и с праведными сопричтет. И нас, мой милый, ты спасет, яко платы человеку любую нет. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok